Как и большинство плохих дней, этот начинался хорошо. Натаниэль Фик В 1898 году началась испано-американская война. Поводом стал взрыв на американском линкоре Мэн, находившемся в гавани города Гаваны, в Кубинских водах. А Куба была тогда испанской колонией. Примерный ученик одной из престижных филадельфийских школ, назовем его Смэдли, был гордостью семьи. Капитан школьной бейсбольной команды, а также успешный защитник в школьной команде по футболу. Вопреки воле отца, который был высокопоставленным чиновником, Смэдли бросил школу и записался в корпус морской пехоты США, солгав на Рехрудском пункте о своем возрасте, ведь ему еще не исполнилось даже 17 лет. Причем записался он не в NCO, что дословно означает «непроизведенный в офицеры». И эта категория военнослужащих США обозначается также термином «enlisted», включая в себя рядовой, капральский и сержантский состав. Смэдли записался сразу же на офицерские курсы и успешно стал вторым лейтенантом корпуса морской пехоты, по-нашему младший лейтенант. В то время Филиппины тоже были испанской колонией, и там вспыхнуло восстание, целью которого было обретение независимости от испанского владычества. Испания жестко давила повстанцев, но сопротивление становилось лишь ожесточенней. Воюющая с Испанией Америка решила воспользоваться ситуацией. Вторжение американской армии и корпуса морской пехоты на Филиппины привели к разгрому испанцев. Филиппинцы уже было провозгласили независимость и Конституцию, но США не признали Филиппины независимым государством и разгромили, в свою очередь, филиппинских повстанцев. В разгроме филиппинцев при штурме города Новелета отличился и второй лейтенант корпуса морской пехоты Смэдли. После победы на Филиппинах Смэдли получил назначение для дальнейшего прохождения службы на остров Гуам. Но в Китае вспыхнуло восстание, известное в историографии как «Восстание боксеров». Смэдли, как и тысячи других морпехов, был направлен в Китай. В 1900 году восставшие китайцы осадили город Тяньцзинь, в котором находились сотни иностранных миссионеров, бизнесменов и служащих. В числе этих иностранцев, например, был будущий 31-й президент США Герберт Гувер. 21 июня 1900 года 131 американский морской пехотинец и 400 русских солдат предприняли попытку прийти на помощь осажденным в Тяньцзине цивилизаторам. Но угодили в засаду, не дойдя всего двух миль до города. К восставшим китайским крестьянам присоединились и военные китайской императорской армии. Далее на подавление восстания были брошены боевые подразделения Японской империи, Соединенных Штатов Америки, Франции, Британской империи, Российской империи, Австро-Венгерской империи и Германской империи. Надо ли удивляться, что восстание было подавлено? В битве за Тяньцзинь отличился офицер корпуса морской пехоты Смедли. Там он получил ранение, затем он получил медаль Бревета. Такой наградой были удостоены всего 20 морпехов США, и Смедли стал 20-м. Эта медаль подразумевала, что за выдающуюся доблесть офицер повышается внепланово в звании, без повышения зарплаты. Но в самом деле, зачем тебе лишние деньги? Все равно пропьешь или в борделе спустишь. А так у тебя есть красивая цацка на мундире. 13 июля 1900 года Смедли становится капитаном корпуса морской пехоты. Пожалуй, самым молодым капитаном морпехов. В Латинской Америке тем временем происходило то, что много позже крестят банановыми войнами. В 1903 году в Гондурасе вспыхнуло восстание. Для охраны американского консульства был направлен отряд морской пехоты США. Командовал капитан Смедли. Потом бои в Никарагуа. Смедли на острии атаки. Мексика. Бои за Вера Круз. Смедли был и здесь. Затем Гаити. Смедли уже майор, и после Гаити становится одним из семи морпехов США в истории, дважды получивших медаль почета. Рекомендовал майора к награде помощник флотского министра и будущий президент США Франклин Рузвельт. Другим известным морпехом из семерки, дважды получивший медаль почета, был сержант Дэниел Дэйли, которому принадлежит фраза «Вперед, сукины дети, или вы хотите жить вечно». На Гаити Смедли также занимался организацией местной жандармерии. Позже Смедли вспоминал, что он и его морпехи охотились на гаитянских повстанцев, как на свиней. В октябре 1918 года, в возрасте всего 37 лет, Смедли становится бригадным генералом, находясь в воюющей Франции. Уже почти 4 года шла Первая мировая война. Точнее, заканчивалась. После Великой войны Смедли руководил казармами корпуса морской пехоты «Квантика», штат Вирджиния. При нем «Квантика» из тренировочного лагеря превратился в постоянную базу и учебный центр корпуса морской пехоты. В 1924 году новоизбранный мэр Филадельфии Фриланд Кендрик попросил президента Келвина Кулиджа предоставить городу военного генерала, который помог бы ему избавить муниципальное правительство Филадельфии от преступности и коррупции. Нашего героя сюда и направили. Смедли не питал иллюзий и понимал, что местная полиция повязана с криминалом. И имевший почти неограниченные полномочия, бравый морпех просто переводил полицейских с насиженных мест в другие отделения, устроив ротацию кадров и прерывая тем самым давно устоявшиеся крепкие узы между полицией и бандами. А иных и вовсе увольнял. В свою очередь новым копом Смедли обещал повышение за убитого бандита. С первых же дней примерно на 900 незаконных заведений были устроены рейды. Часть из них закрыта, часть попросту разгромлена. Крепкий морпеховский кулак обрушился также на бутлегеров, сутенеров и даже на элитные тусовки местных мажоров. В округе появились блокпосты на военный манер. Вскоре местная пресса стала писать, что в Филадельфии резко снизилась преступность, но глава общественной безопасности, этот злой морпех, устроил здесь какую-то тиранию. Ну вот интересно, а они не видели, что методы морпеха и снижение преступности как бы взаимосвязаны? В итоге мэр Филадельфии Кендрик сообщил прессе. «У меня хватило смелости привезти генерала в Филадельфию, и у меня хватило смелости уволить его». Узнав об этом, в городе собралось несколько тысяч человек, которые обратились к мэру с просьбой оставить бескомпромиссного вояку Смэдли. В итоге было решено продлить полномочия морпеха еще на один год. Смэдли потом скажет, что чистка Филадельфии была хуже любой из битв, в которых он участвовал. А мы уже знаем, что он в этом деле с 16 лет. В 1926 году Смэдли принял командование базой морской пехоты США в Сан-Диего, Калифорния. А с 1927 по 1929 год он вернулся в китайский Тяньцзинь, где командовал экспедиционными силами корпуса морской пехоты. В 48 лет он становится самым молодым генералом морской пехоты США. В 1931 году случился скандал. Генерал публично и очень нелицеприятно высказался о лидере Италии Бенита Муссолини. В том числе Смэдли упомянул слухи, что Дуччо задавил на машине ребенка. Правительство Италии выразило решительный протест. И наш морпех снова отличился. Со времен Американской гражданской войны он стал первым американским генералом, которого арестовали. Морпеху пришлось сделать не очень приятную для морпеха штуку – приносить извинения. К счастью, извинился он не перед Дуччи, а перед секретарем военно-морских сил США. И трибунал заменили строгим выговором. В это время рассматривалась кандидатура на должность коменданта корпуса морской пехоты. Это высшая военная должность в данном роде войск в Америке. В поддержку бравого Смэдли выступили тысячи людей, составив петицию на имя президента США. Но деятельность Филадельфии, колкости в адрес дучного фашиста, поставили крест на возможности занять этот пост человеком, который, быть может, более других подходил на должность коменданта корпуса морской пехоты США. Вместо него комендантом стал покладистый Бен Хеббард Фуллер. Тогда бравый Смэдли подал прошение об отставке и оставил действующую службу 1 октября 1931 года. В 1935 году выходит книга некого Дарлингтона Баттлера с довольно бескомпромиссным названием «Война – это рэкет». В ней читателя встречают такие слова. «Война – это рэкет. И всегда им была. Это, возможно, наистарейший, самый прибыльный, наверняка самый ужасный рэкет. Он единственный международный по охвату. Он единственный, при котором прибыль подсчитывается в долларах, а потери в жизнях. Рэкет, как я полагаю, можно определить совсем не так, как кажется большинству людей. Только небольшая инсайдерская группа знает, в чем же он состоит. Он производится ради прибыли очень немногих и за счет очень многих. В результате войны небольшое количество людей получают огромные состояния. В мировой войне прибыль от конфликта получила довольно небольшая группа. Всего 21 тысяча новых миллионеров и миллиардеров была создана в Соединенных Штатах во время мировой войны. Правда, это только те, кто признал свои громадные кровавые доходы в своих налоговых декларациях. Но никому не известно, сколько еще военных миллионеров сфальсифицировали свои налоговые декларации. Как много этих военных миллионеров держали винтовку? Сколько из них рыли окопы? Кто из них знал, что это такое – идти голодным в укрытие, наполненное крысами? Сколько из них провели бессонные и страшные ночи с промокшей одеждой, под шрапнелью и пулеметными очередями? Сколько из них отбивались от штыковых атак врага? Сколько из них было ранено или убито в бою? После войны страны получают дополнительную территорию, если они выходят победителями. Они просто берут ее. Эта вновь завоеванная территория эксплуатируется немногими. Теми же немногими, которые сколотили доллары на крови войны. Обычные же люди платят по счету. И каков этот счет? Этот счет ужасен. Множество новых могил, покалеченные тела, разрушенные души, разбитые сердца и дома, экономическая нестабильность, депрессия и сопровождающие ее страдания, надламывающие спины налоги для многих поколений. Любопытно, что этими строками можно в полной мере описать тот славный боевой путь, что прошел наш бравый морпех Смэдли. И вот какая штука. Полное имя этого легендарного морпеха. Смэдли Дарлингтон Баттлер. Как и автора данной книги. Ведь автор книги и генерал корпуса морской пехоты США один и тот же человек. Обычный доход от бизнеса в Америке это 6, 8, 10 или иногда 12 процентов. Но прибыль войны, ух, это другое дело. 20, 60 или сотня. Три сотни. Или даже 1800 процентов. Потолок это только небо. Покупатель оплатит все. У дяди Сэма есть деньги. Давайте возьмем их. Конечно, во время войны это не преподносится настолько грубо. Все это одето в речи о патриотизме, любви к стране. И мы все должны присоединиться к борьбе. Но доходы подскакивают, подпрыгивают, устремляются в небо и благополучно прикарманиваются. Давайте приведем несколько примеров. Возьмите наших друзей Дюпонов. Производители пороха. Не они ли давали показания перед Сенатским комитетом недавно о том, что их порох выиграл войну? Или спас мир для демократии? Или что-то подобное? Как они провели войну? Они были патриотической корпорацией. Да, средний заработок Дюпонов в период с 1910 по 1914 годы составлял 6 миллионов долларов в год. Это было немного, но Дюпоны довольствовались и этим. Но теперь давайте посмотрим на их средний доход в период войны. С 1914 по 1918 мы увидим прибыль 58 миллионов долларов в год. Примерно в 10 раз больше, чем в нормальное время. А ведь и в нормальное время доходы были достаточно большими. А в военное время увеличение прибыли более чем на 950%. Большая часть книги, кстати, не потеряла актуальности и по сей день. И в общем-то интересная трансформация взглядов. Что ж, многие люди, хорошенько рассмотрев окружающее бытие, могли бы крепко поспорить с теми наивными идеалистами, коими они сами были раньше. Смедли, похоже, из таких людей, которые не закостенели в своих представлениях о мире и долги, и развивались, делая выводы из происходящего. В 1932 году, во время акции ветеранов Первой мировой войны, оставшихся без работы и средств к существованию, он поддержал ветеранов и их требования. А президент Гувер, ну тот самый, которого спасали в осажденном Тянь-Зыне много лет назад, в том числе и Смедли Дарлингтон Баттлер, приказал разогнать бонусную армию. Именно так прозвали многотысячный марш ветеранов, их жены детей на столицу США. Помимо полиции, против протестующих была брошена и армия. Будущие ветераны против ветеранов нынешних. Власти применили газ, кавалерию и даже танки. Руководил разгоном Дуглас МакАртур. В атаке на протестующих также участвовал тогда еще мало кому известный майор Паттон. Разумеется, после подобных событий, Смедли Баттлер, который был членом республиканской партии, поддержит кандидата от демократов Франклина Рузвельта на грядущих выборах президента США. И в 1934 году, уже когда Рузвельт был президентом, Смедли Баттлер заявил перед специальным комитетом Палаты представителей, что в Соединенных Штатах Америки существует заговор с целью свержения законно избранного президента Рузвельта и установления на территории США фашистской диктатуры. Более того, его бывалого морпеха, прошедшего и огонь, и воду, и медные трубы, также пригласили присоединиться к группе заговорщиков, в которую входили представители крупного бизнеса, а также бывшие военные. И все это финансировала банковская компания Джи Пи Морган. Вскоре пресса подняла на смех подобное заявление. Та же пресса никоим образом не поднимала на смех утверждение властей в 1932 году, что марш ветеранов имеет коммунистические корни и имеет своей целью свержение демократического правительства. А вот то, что в США может иметь место в фашистский заговор, это уже смешно. Но в самом деле, здесь ведь речь идет о респектабельных бизнесменах, цвете нации. А там речь шла о безработных нищих голодранцах. Правда, они не так давно проливали кровь в интересах респектабельных бизнесменов. Но так это же их гражданский долг во имя демократии, патриотизма и так далее. Умер Смэдли в 1940 году. Ему было всего 58 лет. И отчего же сегодняшняя история начинается именно с него? Про американских морпехов снято достаточно фильмов. В некоторых из них вспоминают, так или иначе, про славившихся вояк корпуса морской пехоты. Вспоминают про Чарльза Уитмана. Кто из вас знает, кто такой Чарльз Уайтман? Который вел огонь с университетской башни и положил кучу народу. И начавший свой путь к славе с убийства собственной матери. Вспоминают Ли Харви Освальда. И известного по тем самым выстрелам в Далласе. Кстати, про него американские морпехи говорят, что он единственный бывший морпех. Вспоминают даже Джона Уэйна Боббита. Который прославился благодаря тому, что его жена отрезала ему очень важную часть тела. А вот по-настоящему выдающихся американских морпехов, достойных славы и известности, что-то не очень вспоминают. И Смэдли Дарлингтон Батлер как раз тот морпех, что достоин частого упоминания. Более того, по моему личному мнению, его книга «Война это рэкет» должна быть настольной книгой каждого солдата, матроса, морпеха и офицера. Ее должны читать те, кто планирует связать свою жизнь с военной службой. И я подчеркиваю, речь идет не только об американских военных. То, что писал свои книги Смэдли, не потеряло актуальности спустя почти 90 лет. И касается всех людей в мундирах на этой планете. Благо, сама книга не очень большого объема. Однако, солдаты и люди молодые и предпочитают другую литературу. Например, журнал «Хастлер». Черт, да его даже читать не обязательно. И вот однажды некий американский журналист Эван Аллен Райт был прикомандирован своими работодателями к американскому же боевому подразделению морской пехоты. Готовящиеся к очередному военному вторжению бойцы поначалу не очень дружелюбно встретили этот балласт. Но когда Эван Райт сообщил им, что он был обозревателем порнушки в журнале «Хастлер», то бойцы его с радостью приняли в свою боевую семью кровожадных морпехов. Обозреватель в журнале «Хастлер». Лучшая работа на свете. Правда, к тому времени он уже работал в другом издании, и серия его заметок, сделанных во время его пребывания среди ведущих боевые действия морпехов, позже превратится в книгу, а еще чуть позже – в телесериал. Но говоря о морской пехоте, как о роде войск, мы кое-что упустили. А именно, откуда вообще это пошло? Не начали, как это водится, издалека. Как иногда якобы любят говорить американские морпехи, Бог создал мир за семь дней и затем отдыхал. И пока он отдыхал, морпехи охраняли периметр. Тут сразу возникает пара вопросов. Что за мир такой создал Бог, что уже через неделю надо было охранять периметр? И второе. Когда появились морпехи? Ну, если по версии креационистов, то примерно 7 тысяч лет назад, и где-то через недельку появились морпехи. Ну а что, относят же ассирийские балерьефы с изображением берем и воинов на этих плавсредствах к изображению древних морпехов? Но мы же не креационисты. По нашему скромному и субъективному мнению, миру чуточку больше 7 тысяч лет. Ну, тогда к первым морпехам можем отнести венаторов. Точнее, париоскорпио венатор. Считается, что эти существа первыми вылезли из воды на сушу аж полмиллиарда лет назад. Провели разведку, так сказать, чтобы потом захватить прибрежный плацдарм и дать начало экспансии. Которая спустя 500 миллионов лет приведет к тому, что высшие приматы засрут всю планету. Ну а если серьезно, то можно позволить себе немножко оспорить утверждение, что на сирийских беремых были изображены первые морпехи. Да, они очевидно могли вступать уже спешившись и сделав первые шаги на суше в бой. После того, как к месту боя их доставил морской транспорт. Также и на древнегреческих кораблях находились гоплиты, когда это требовала военная обстановка. Но это обусловлено особенностями высших приматов. Они селились преимущественно на побережьях рек и морей. И они охотно резали друг друга. То есть воевали по поводу и без. И если вы живете на побережье и вам до зарез надо массово перебить кого-то на одном из ближайших побережий, вы отправляете туда своих головорезов на кораблях. Это же логично. То есть сама идея витала в пропавшем крови в воздухе и была частью человеческого бытия на протяжении почти всей его истории. Ведь потом и викинги на своих дракарах устраивали набеги на чужие берега. С корабля на берег и сразу в бой, без предварительной подготовки. Однако сама концепция особых воинов, предназначенных для доставки кораблями к вражескому берегу, для первичного занятия участка суши, на который будут пребывать остальные войска, пришла в голову одному влиятельному венецианцу Энрико Дандоло, который решил внести свой вклад в четвертый крестовый поход. И тем самым заработать, конечно же. Ведь война это рэкет. Собранные им подразделения должны были участвовать в морских боях, как правило, в абордаже вражеских кораблей и в захвате вражеского побережья. И они приняли активное участие в захвате Константинополя во время четвертого крестового похода. Но только спустя много лет к подобным подразделениям прикрепится название, обоссабливающее их от других военных групп. И это название Фанти-да-Мар, пехота моря. И гораздо позже испанский король в 1537 году назначил военно-морскую пехоту на средиземноморских галерах. И вот это уже официально на самом высшем уровне утвержденное боевое подразделение государства. И именно они считаются самыми первыми морпехами по официальной версии. Только спустя сто с лишним лет главный конкурент Испании той эпохи, Британия, обзавелась своей морской инфантелией в 1664 году. Через год полк морской пехоты возник в Голландии. Вскоре в клуб любителей морпехов вступит и Россия. Несмотря на то, что так называемая плавная или плавная рать существовала на Руси намного раньше, официально высочайшим указом императора Петра I 16 ноября по Григорианскому календарю или 27 ноября по Юлианскому в 1705 году был сформирован морской полк. Этот день и отмечается как профессиональный праздник День морской пехоты в России. К сегодняшнему дню значительное число стран, имеющих выход к морю, так или иначе обладают подобными подразделениями. Как правило, не многочисленными, относительно численности в других родах войск. Цели и задачи могут также отличаться у разных стран. У многих стран основная функция морских пехотинцев или их аналогов сводится к охране береговых линий, портов и баз. Но особое место среди всех фанти-домар планеты занимает корпус морской пехоты США. 10 ноября 1775 года я родился в воронке от бомбы. Моя мать-винтовка М-16, отец-дьявол. Каждый прожитый мною миг – дополнительная угроза для вашей жизни. Я могу жевать колючую проволоку, могу пописать напалмом, а потом попасть в блоху с 300 метров. Я путешествую по миру и мочу тех, кто против Америки, где бы то ни было, ради любви к маме, шевроле, бейсболу и яблочному пирогу. Я – морпех. Я грязный, мерзкий, вонючий, потный, немытый и прекрасный маленький ублюдок, что отгоняет волков от наших ворот уже больше 220 лет. Я – боец корпуса морской пехоты США. Мы выглядим, как солдаты, разговариваем, как моряки, а дерьмо выбиваем из тех и других. Мы украли орла у воздушных сил, канат – у армии, а якорь – у флота. И на седьмой день, когда Господь отдыхал, мы прорвали оборону и забрали земной шар. Воин днем, любовник ночью, пьяница по случаю, морпех от Бога – всегда верен. Опять вопросы. Получается, что пока одни морпехи охраняли периметр, другие морпехи откикали их эссы и сперли у Бога земной шар? Нахрена? Положите на место, может, весь непрекращающийся звездец из-за этого? И, кстати, откуда в 1775 году винтовка М16? Но вообще, к подобной мрачноватой патетике и семантическим изыском стоит относиться не так критично, но понимая контекст. Подобные реплики и речи – субкультурные явления. Здесь больше символизма и кичливости, нежели чего-то иного. И это свойственно, в общем-то, военным подразделениям большинства армий мира. Особенно, если за ними закрепилась приставочка «элитная». Хотя, касаемо конкретной реплики про охрану периметра на седьмой день и прорыв периметра на седьмой день с последующим похищением Земли в тот же день, то это, очевидно, трудности перевода. И просто одну и ту же фразу разные переводчики неверно перевели, как это часто бывает. Хотя это, конечно, не отменяет и пафос, и кичливость, и патетику, и тот факт, что внутри своего очень закрытого и хорошо охраняемого мира морпехи являются большими идеалистами. И это не мое утверждение. А такого же морпеха, офицера Корпуса морской пехоты США, Нейтана Фика. В общем, не все, что они говорят, следует понимать буквально. Например, что он говорит имя Уильям Питер или Вилли Питт? Многие решат, что это имя еще какого-то известного морпеха. Нет. Уильям Питт — это вообще не человек. Это фонетический код, используемый американскими военными и морпехами в том числе. Здесь важны только первые буквы. Вилли Питт — это белый фосфор. Страшное оружие, что сопровождает морпехов в их войнах в новейшей истории. То же самое имя Виктор Чарли. Виктор Чарли — это Вьетконг. Однако вернемся в 18 век. Североамериканский континент делили между собой колониальные державы. Франция, Великобритания и в меньшей степени Россия и Испания. Начавшаяся в Европе война за господство в мире между Францией и Англией, именуемая Семилетней войной, естественно, перекинулась и на территории колоний. Вообще, эта Семилетняя война некоторыми считается как первая глобальная. Боевые столкновения были в Европе, на территории Африки, в океанах воевали боевые корабли. Война шла и на североамериканском континенте. Франция проиграла в 1763 году и, по сути, была изгнана с североамериканского континента. В британских колониях Америки после такой затяжной войны, которая все же закончилась в их пользу, ожидали, что теперь-то жизнь наладится и станет радостнее и проще жить. Налоги снизят и прочие прелести мирной созидательной жизни. Как бы не так, британская корона не только не снизила имеющиеся налоги после войны, но и вела кучу новых. Например, парламент Британии провозгласил акт о гербовом сборе. Помимо этого, новые налоги стали изыматься для отправки в метрополию. То есть, налоги уходили в Британию, а не шли, например, для развития местной инфраструктуры. И те, кто здесь, в колониях, собирал эти налоги, никакой пользы с этого не имели. Ведь все надо было отправлять в Лондон. Помимо налогового грабежа, Лондон запрещал колонистам селиться к западу от горной гряды Апалачи, чтобы не конфликтовать с индейцами. А ведь там огромные территории, и это колонистов бесило. В колониях росло недовольство. Протестное движение стало приводить к возникновению соответствующих организаций, члены которых вскоре стали именовать себя «сынами свободы». Чуя неладное, британская корона отменяет налог за гербовую печать в 1766 году. Но вскоре облагаются налогами, ввозимые в Америку товары. Тогда колонисты стали бойкотировать эти товары. А Англия снова включила заднюю, отменив новые пошлины, оставив их только на чай. Весьма действенный и популярный прием даже в наши дни. Мы вернем вам меньше, чем мы у вас забрали. Колонисты, видя, что протесты имеют эффект, и Англия то и дело отменяет ту или иную херню, решили, что надо давить дальше. Пропасть между метрополией и колониями росла. Лондон хотел доить эти земли. Люди, жившие здесь, хотели развития. Да и в целом это была эпоха, когда феодализм одрехлел и устарел. Но никак не хотел уступать новому времени, новым веяниям и новой эпохе. Противостояние то и дело приводило к кровопролитиям. Лоялисты, верные британской короне, также организовывали свое сопротивление сепаратюгам-сынам свободы. Британцы привлекали на свою сторону индейские племена, которые по науськиванию лоялистов и при их поддержке устраивали атаки на колонистов. Официальной датой начала войны за независимость считается 19 апреля 1775 года. А 10 ноября 1775 года по решению 2-го континентального конгресса было объявлено о формировании двух батальонов морской пехоты. Одной из основных задач этих бойцов было участие в морских сражениях. Ведение стрелкового огня с палуб и мачт кораблей по офицерам и рулевым британских кораблей для их устранения, а также последующий абордаж. Посему этих пехотинцев набирали преимущественно из обученных морскому делу людей, то есть матросов. Уже через несколько месяцев, в январе 1776 года, американские морпехи успешно провели свою первую высадку на берег, участвуя в захвате портового города Нассау на Багамах. Британия проиграла в этой войне, колонии получили независимость и в свою очередь создали федеративное объединение североамериканских Соединенных Штатов. Континентальная морская пехота была расформирована в апреле 1783 года, после победы в ней надобности не было, но ненадолго. Дело в том, что война за независимость коснулась не только британской империи и колонии в Северной Америке. Были страны, которые так или иначе тоже были вовлечены в данный конфликт, хотя бы на правах торговли. Британия пыталась пресечь любые поставки на североамериканский континент, которыми могли бы воспользоваться колонии в своей борьбе. В 1780 году Российская империя создает Лигу вооруженного нейтралитета. К ней присоединяются и другие морские державы. Суть проста – участники Лиги объявляют о своем нейтралитете в этой войне. Однако они считают возможным вести торговлю с воюющими сторонами. В том числе и с Северной Америкой. Разумеется, участники Лиги обязались не торговать товарами военного назначения. Но при этом Британия не имела права проводить досмотр торговых кораблей участников Лиги вооруженного нейтралитета. Также Россия и другие участники Лиги не признавали морскую блокаду побережья Северной Америки. Разве что только отдельных ее портов, и то в определенных случаях. Это серьезно помогло колонистам в их борьбе. Но было еще кое-что. Франция не забыла своего унижения от Британии совсем недавно, в годы Семилетней войны, и стала выдавать воюющим колониям денежные ссуды на их борьбу против Британии. Также, выдавая эти ссуды, Франция рассчитывала на охрану со стороны мятежных колонистов французских владений в Карибском море, хоть с континента французов изгнали, в Карибском бассейне у нее еще оставались владения. Так вот, к концу XVIII века назревала уже новая война. Теперь между Североамериканскими Соединенными Штатами и Первой Французской Республикой. После Французской революции и казни французского короля, Североамериканские Соединенные Штаты приостановили выплату тех самых займов, поскольку договаривались-то они с французской короной, а французская корона куда-то укатилась вместе с королевской головой. Сейчас этот конфликт называют квази-войной. И у нее был еще ряд других причин, всегда причина не одна, их целая совокупность. Но мы сегодня не о необъявленной квази-войне говорим, а о морпехах. И 11 июля 1798 года соответствующим указом было объявлено о создании Корпуса морской пехоты США. Любопытная деталь. Именно в те годы в США возникло конституционное и юридическое обоснование того, что Конгресс США может санкционировать правомерность военных действий без объявления войны. Вот президент США не может начать военные действия без разрешения Конгресса. А Конгресс может начать военные действия без официального объявления войны. Но Америка прекрасна своей системой сдержек и противовесов. Президент, конечно, не мог по своему разумению использовать армию и флот без санкции на то Конгресса. Но один силовой кулак, на применение которого президенту не нужна была санкция Конгресса, ему все же был предоставлен. И этим боевым кулаком стал корпус морской пехоты США. И по сей день президент США имеет такого туза в рукаве. Только вот когда создавался корпус, этот туз был лишь небольшим подразделением. А что сейчас? О том, что сейчас, поговорим чуточку позже. В первые годы 19 века случилась Берберийская война против берберийских пиратов, которые стали настоящим бедствием Средиземного моря. События эти, как это уже понятно, происходили в Средиземном море и Северной Африке. И это первый опыт войны американских морпехов далеко за пределами своей страны. Здесь офицеры корпуса морской пехоты в основном руководили отрядами наемников. Но в первые строки гимна корпуса морской пехоты, конечно, наемники не вошли. В 1829 году седьмым президентом США стал Эндрю Джексон, мистер 20-долларовая банкнота. Он стал первым президентом от демократической партии. Именно при нем над корпусом морской пехоты нависла угроза, как над самостоятельным родом войск. Корпус морской пехоты пытались интегрировать в армию США. Однако комендант корпуса Арчибальд Хендерсон, которому принадлежит рекорд по пребыванию в этой должности, помешал подобным планам. Но все же корпус был переподчинен военно-морскому министерству, как родственный флоту род войск. Во время Мексико-Американской войны произошла битва за дворец Чапуль-Тепек. В гимне морпехов есть слова «От залов Монте-Сумы к берегам Триполи». Прям сюжет шутера про серьезного Сэма. Чапуль-Тепек и есть залы Монте-Сумы, а Триполи отсылает к той самой войне с берберийскими пиратами. «Монте-Сумские чертоги, Триполицы в берега, Помнят нас, где мы, как боги, Смерть несли своим врагам. Моряки и пехотинцы, заглянув на небеса, Там увидят, мы на страже, Божья гордость и краса». Правда, хронологическая последовательность не соблюдена, но черт возьми, камон, это же морпехи. Какая разница, если они стащили земной шар у бога? Правда, штурмовали-то дворец армейские солдаты, преимущественно. Из 500 человек, участвовавших в штурме, только 40 из них были морпехами. Но эту победу морпехи забрали у армии, как тот канат, и присвоили себе. Как говорится, в большой семье «ебок не щелкают». Как-то я упоминал про исторический поход коммодора Мэтью Перри к берегам Японии. Так вот, морпехи также присутствовали в его эскадре. С 1861 по 1865 год в США шла гражданская война. Однако в ней морпехи ничем примечательным не выделились. Во время гражданской войны около трети офицеров корпуса морской пехоты присоединились к конфедератам и стали формировать свой корпус морской пехоты. После гражданской войны 19 ноября 1868 года при коменданте корпуса Якобе Зейлине была утверждена официальная эмблема корпуса морской пехоты, которая остается таковой по сию пору – «Орел, глобус и якорь». Старая эмблема не испарилась. Ее можно увидеть и сейчас – на пуговицах парадных мундиров американских морпехов. Тогда же появился и официальный девиз – «семпер фиделис». С латыни переводится «сегда верен». В наше время этот девиз часто сокращают до «семпер фай». На всякий случай, если вы где-то пересечетесь с американским морпехом, действующим ли или резервистом или в отставке, не пытайтесь выразить ему свой респект, произнеся с дружеской улыбкой на лице «семпер фиделис». Есть не иллюзорный риск выхватить боевого леща. Морпехи не любят, когда не морпех, представитель не их племени, произносит их девиз. Это слишком сакральная тема. Но если вы сами являетесь морпехом, не обязательно американским, а той страны, гражданином которой являетесь, то, быть может, это и проканает все-таки коллега. А при определенных обстоятельствах морпех другой страны может быть ближе по духу американскому морпеху, даже чем простой американский обыватель из штатских. Ну и о эмблеме корпуса морской пехоты и морпехах других стран. Некоторые страны не заморачивались и практически скопировали эмблему корпуса морской пехоты США. Например, морская пехота Южного Вьетнама. Напомню, Южный Вьетнам был подконтролен США. Эмблема Королевского корпуса морской пехоты Таиланда. Эмблему морской пехоты Южной Кореи. Тайваньская морская пехота. Только вместо Орла эмблема Гоминьдана. А на глобусе не только Тайвань, но и весь континентальный Китай и даже Монголия. Итак, после гражданской войны корпус морской пехоты приобрел эмблему и девиз, которым уже больше полутора столетия. Также в ту пору были прописаны четкие инструкции для военнослужащих корпуса. Проще говоря, устав. Однако в тот период времени над корпусом снова сгустились тучи. Встал вопрос, нужен ли в дальнейшем такой род войск вообще. Эпоха парусных флотов уступила место паровым кораблям. Возросла и мощность орудий флота новой эры. Надобность содержать на новых кораблях подразделения морской пехоты отпала. Списать их на берег? Полем боя на суше владеет простая пехота. Тогда зачем вообще морпехи? И им пришлось доказывать свою значимость и способность адаптироваться к новым временам. К тому же президенту США нужны были силы быстрого реагирования, которые можно было применить без бюрократической волокиты с одобрением Конгресса. И корпус доказал свою состоятельность. В период с окончания Гражданской войны и до конца 19 века морпехи приняли участие в по меньшей мере 28 интервенциях, включая Китай, Формоза, ныне Тайвань, Япония, Корея, Никарагуа, Уругвай, Мексика, Панама, Египет, Гаити, Самоа, Аргентина, Чили, Колумбия, Гавайи, которые тогда еще не были территорией США. Также на корпус морской пехоты была возложена задача по усмирению политических и рабочих протестных акций внутри самих США. В конце этого периода, как мы помним, в корпус морской пехоты и записался Смэдли Батлер. В начале 20 века морпехи тоже не бордюры красили. Банановые войны Китай, Гаити, Мексика. Со вступлением в Первую мировую войну США экспедиционным силам Америки, отправленным в Европу, были приданы и подразделениям морпехов. Однако руководили их действиями отнюдь не морпехи. Часто именно на это списывают большие потери морских пехотинцев, например, в битве при Белла Вуд. Но не стоит забывать, что в этой войне корпус, пожалуй, впервые столкнулся с противником, который совсем не был похож на того врага, с которым американские морпехи сталкивались во время боксерского восстания в Китае, во время банановых войн или во время свержения Гавайского короля. Здесь перед ними предстал противник, находящийся примерно на том же уровне развития и боевой подготовки. Тем не менее, создавать себе репутацию в современной истории корпус морской пехоты США начал именно здесь, на фронтах Первой мировой. Именно отсюда берут свое начало фразы, ставшие крылатыми впоследствии. Сержант Дэниел Дэйли и его «Перед, сукины дети, или вы хотите жить вечно?» и капитан Ллойд Уильямс и его фраза «Отступление?» «Дьявол, мы же только что пришли!» В американской прессе стали появляться публикации, что немцы прозвали морпехов «Тойфельхунден» – «Дьявольские псы». Я, как обычно, произнес неправильно, поправляйте, как надо произносить. Впоследствии документальных подтверждений этому прозвищу не нашлось, но подобная легенда понравилась самим морпехам. Даже соответствующие агитплакаты появились. Перед хавкой сержант Герхайм рассказывает нам, что во время Первой мировой войны Блэк Джек Першинг сказал «Самое смертоносное оружие в мире солдат морской пехоты со своей винтовкой». В бою в лесу Белла морская пехота проявила такую свирепость, что немецкие пехотинцы прозвали морпехов «Тойфельхунден» – «Адские псы». Сержант Герхайм объясняет нам, как это важно – понять, что если мы хотим выжить в бою, то должны выработать в себе инстинкт убийцы. Винтовка – всего лишь инструмент, а убивает закаленное сердце. Наша воля к убийству должна быть собрана в кулак, так же, как внутри винтовки давление в 50 тысяч фунтов на квадратный дюйм собирается воедино и выбрасывает кусок свинца. Если мы не будем чистить свои винтовки как следует, то энергия, высвобождающаяся при взрыве пороха, будет направлена не туда, куда надо, и винтовка разлетится на куски. И если наши инстинкты убийцы не будут столь же чисты и надежны, мы проявим нерешительность в момент истины. Мы не сможем убить врага и станем мертвыми морпехами. И тогда мы окажемся по уши в дерьме, ибо морским пехотинцам запрещено умирать без разрешения, поскольку мы – государственное имущество. В 1918 году появилась первая женщина-морпех Офа Мэй Джонсон, записавшаяся в резерв корпуса морской пехоты США. В том же году началась иностранная интервенция в Россию. Сначала была высадка англичан и французов в Архангельске. Туда же отправились и американские морские пехотинцы. Затем американцы высадились во Владивостоке. Западные источники указывают на то, что во Владивостоке высаживались в том числе и американские морпехи. Но вот не совсем ясно, были ли они в составе экспедиционных сил США под названием «Сибирь», которыми руководил генерал Уильям Грейвс. В настоящее время можно найти массу противоречивой информации о действиях американских военных во время этой интервенции. По одним данным, это, конечно же, зверство. По другим, тот же корпус Уильяма Грейвса всячески избегал своего вовлечения в военные действия, занимаясь преимущественно охранными функциями. Но есть фактические свидетельства того, что в этой экспедиции на Дальний Восток случилось по меньшей мере два инцидента между американскими и японскими интервентами, которые едва не переросли в боевые действия. Также сам генерал Грейвс не скрывал, что считал белых атаманов Семенова и Калмыкова бандитами. Не питал симпатии американский генерал и к адмиралу Колчаку. Трудно писать и даже говорить о России, чтобы не быть обвиненным в сочувствии советской власти. Однако во время моей службы в Сибири российский Дальний Восток был полностью отрезан от остальной части России, контролируемой советским правительством. Таким образом, я не имел никаких дел ни с советским правительством, ни с какими-либо лицами, называющими себя его представителями. Единственная власть, с которой я контактировал за все время службы в Сибири, это правительство Колчака, если его можно назвать правительством. Я сомневаюсь, что без поддержки иностранных войск Колчак и его правительство смогло бы иметь достаточно сил, чтобы выступать в качестве суверенной власти. Известно даже, что Грейвс пытался воспрепятствовать поставкам американского оружия тому же Колчаку. В 1922 году в Ванкувере и Нью-Йорке генерал Грейвс давал под присягой свидетельские показания против атамана Семенова, обвинив того в расстрелах американских солдат. Судебное дело Семенов выиграл, опровергнув с помощью британского генерала Альфреда Нокса обвинение Грейвса и уличив его в клевете. После проигрыша Грейвсом суда ряд высокопоставленных американских военных потребовали удаления генерала из рядов Вооруженных сил Америки. Вышел в отставку генерал Грейвс в 1928 году. Затем он напишет книгу о своем экспедиционном корпусе. И в 1932 году его книга была издана в Советском Союзе. В общем, это довольно интересная история, но генерал Грейвс не морпех, так что пока оставим его и вернемся к корпусу морской пехоты США. В 1925 году были установлены новые стандарты. Официальными цветами корпуса морской пехоты стали красный и золотой. Это приведет к появлению официального флага корпуса морской пехоты, известного и сейчас. Он появится в 1939 году, накануне новой большой войны. Но до того, в межвоенный период, снова встал вопрос о роли морской пехоты, ее целях и задачах. Поначалу это были задачи полицейского характера в странах Латинской Америки, где находились оккупационные силы США. Но затем, после установления лояльных правительств в этих странах и усмирения повстанцев, необходимость в этом отпала. Какое-то время концепция применения морской пехоты свелась к обороне от вражеских морских десантов. Для обучения этому использовался опыт турецких войск, которые во время Первой мировой войны смогли удержать Галлиполийский полуостров. От захвата высадившихся на его берегу австралийских и новозеландских сил корпуса Анзак, нанеся последним чудовищные потери, которые вынудили силы Антанты отступить. Но вскоре возникла и другая идея. Не только удержать берег от высадки противника, как это было в Галлиполе, но и в случае необходимости успешно провести такой захват. Сделать то, чего не удалось силам Антанты. В наши дни в учебных центрах корпуса морской пехоты США инструктора буквально вбивают в головы молодых кандидатов название офицера корпуса морской пехоты. Ряд правил, среди которых есть и такое. Всегда, то есть вообще всегда, при планировании действий своего подразделения обязательно поворачивать карту на 180 градусов. То есть в любой ситуации думать и за себя, и как противник, с которым тебе придется столкнуться. Именно этим и занимался корпус, исследуя печальный опыт Дарданельской десантной операции. Но о захвате каких берегов в следующий раз пойдет речь? Именно тогда, в 20-е годы, и стали вырисовываться очертания многочисленных островов Тихого океана. Уже тогда предполагалось, что противником в будущей войне будет Япония. И стала отрабатываться тактика поддержки, высадки, боевыми кораблями и авиацией. А для поддержки морпехов с воздуха нужны авианосцы. Первые самолеты появились у корпуса морской пехоты США еще в 1912 году. Но здесь, после Первой мировой войны, пришло понимание того, что США теперь мировая сверхдержава. А для поддержания данного статуса нужны мощные экспедиционные силы для быстрого развертывания в случае необходимости и военного вмешательства на большом удалении от страны, омываемой с двух сторон Тихим и Атлантическим океанами. И морская пехота подходила на эту роль как нельзя лучше. Но в случае чего она не должна полагаться только на авиацию военно-морского флота. Если президент решит отправить куда-то морпехов, он может это сделать. Но морпехи не должны ждать, когда Конгресс санкционирует и применение ВМФ для поддержки корпуса. Морпехам нужна своя авиация. Как для поддержки с воздуха, так и для снабжения. 3 мая 1925 года корпус морской пехоты официально обзавелся собственной авиацией. К началу Второй мировой войны в рамках реализации программы 10 тысяч самолетов для ВМФ 1167 из этих 10 тысяч самолетов были выделены исключительно для авиации корпуса морской пехоты. Очень своевременно все эти новые веяния пришли в корпус. Во Второй мировой войне морпехи внесли огромный вклад на Тихоокеанском театре военных действий. Если в Европу их на сей раз не отправили, то здесь на острие атаки были именно морпехи. Это именно морпехи на самых известных снимках знаменитого фотографа Уильяма Юджина Смита. Это морпехи водружают флаг на Ивадзиме на фотографии, сделанной Джо Розенталем. В 1942 году в морскую пехоту даже разрешили брать афроамериканцев. В том же 1942 году в ряды корпуса морской пехоты были приняты индейцы племени Наваха для работы шифровальщиками. За основу шифров был принят язык этого племени. После Второй мировой войны и чиновники снова стали задаваться вопросом о дальнейшей целесообразности существования такого рода войск, как корпус морской пехоты. Этот род войск вновь пытались распустить, переподчинив одни подразделения армии и другие флоту. К тому же высокими чинами была озвучена следующая мысль. Десантные операции в прошлом, морпехи, следовательно, тоже в прошлом, даже значительная часть флота в прошлом. Теперь нет ничего, что не могла бы сделать авиация при помощи всего одной бомбы. Примечательно, что подобным идиотизмом потом страдал и Никита Хрущев. Зачем все остальное, когда есть ракеты? Ну, казалось бы, корпус морской пехоты это цепные псы президента США. Они подчиняются ему, а не Конгрессу. Может быть, президент встанет на защиту корпуса, который пока в одиночку отбивался от нападок. Вот, например, 18-й комендант корпуса, генерал Александр Вандегрифт, в речи перед Сенатским комитетом по военно-морским делам в 1946 году заявил, «Преклоненные колени не традиция нашего корпуса. Если морской пехотинец как боец не защитил себя после 170 лет службы, он должен уйти. Но я думаю, вы согласитесь со мной, что он заслужил право уйти с достоинством и честью, а не в подчинении статусу бесполезности и подобострасти запланированному для него военным министерством». Ну так а что президент? Ну, президент Трумэн был тот еще интеллектуал. К тому же, он почему-то страдал острой неприязнью к морским пехотинцам. И даже он заявил во всеуслышание следующее, «Корпус морской пехоты — это полицейские силы военно-морского флота, и пока я являюсь президентом, это то, чем он останется. У них пропагандистская машина почти такая же, как у Сталина. Вот меня иногда упрекают, что я в этих историях постоянно приплетаю Советский Союз и Сталина. Но, видите, я учусь этому у лучших, у американцев. Сталин — машинист, веди себя как коммунист. Нет, не так. Морпех — пропагандист, веди себя как сталинист. В общем, заявление Трумэна стало поводом для резкого сокращения расходов на корпус морской пехоты, а авиация корпуса была передана армии и флоту. Но за период всех этих придворных бюрократических баталий произошли две вещи. Советский Союз нарушил монополию США на ядерное оружие, испытав свою атомную бомбу. А затем началась Корейская война. И вот так ирония. Бюрократы, что так настойчиво пытались избавиться от корпуса морской пехоты, снова отправили убивать и умирать первым делом морпехов. После Кореи вопрос о существовании корпуса морской пехоты больше не ставился. По крайней мере в такой острой форме. Ведь дальше были Суэцкий кризис, Ливан, Куба, Таиланд, Доминиканская республика. Всюду были нужны морпехи. И уж, конечно, пригодились они во Вьетнаме. Ну и вторая половина 20 века это, как всему прочему, еще и холодная война. Ритмичные речевки морпехов дополнились бодрыми частушками об убийствах всяких комми, иванов. Мало какой конфликт на планете проходил без участия корпуса. До того, как часы с судного дня пробьют полночь и в ход пойдет термоядерная реакция, главным аргументом была именно морская пехота. Они постоянно где-то в кого-то стреляли. Но главной войной, на которую их натаскивали, была война с СССР. Для того, чтобы быстро реагировать на изменения политического климата в любой точке мира, морпехи должны быть в постоянной готовности. И они не должны уповать на ВВС. У них свои ВВС. Они не должны уповать на танковые батальоны. У них свои танковые батальоны. У них своя артиллерия, свои амфибийные силы, свои корабли и свои части снабжения. Это не просто отдельный род войск в рамках вооруженных сил США. Это по сути дополнительная армия, которую можно применять без объявления войны, как и в конце 18 века, во время квази-войны с Францией. Корпус морской пехоты США самый многочисленный контингент среди всех стран, обладающих подобным родом войск. Однако тяжелейшие потери корпуса морской пехоты и армии США во Вьетнаме привели к вьетнамскому синдрому в обществе. Вьетнамский синдром это неприятие практики военного вмешательства в дела других стран. И причина была не только или не столько в том, что где-то там далеко мирные жители истреблялись твоими соотечественниками. Дело было в гибели десятков молодых этих самых соотечественников. Более 60% погибших во Вьетнаме американцев не достигли и 21-летнего возраста, а многие вернувшиеся были покалечены физически или психически. Неприятие обществом так называемой дипломатии канонерок, которую много лет назад активно критиковал и отставной генерал Морпех Смэдли Батлер, ставило перед правящими кругами США серьезную дилемму. Как быть дальше? Очевидно, что от такой практики отказаться нельзя, уж очень могущественные силы заинтересованы в сохранении статуса мирового гегемона и в военных заказах для такой политики. Все примерно так, как и описывал Смэдли Батлер в своей книге. И все же, как быть с обществом? И США вносит серьезные изменения в сам принцип комплектования вооруженных сил страны. Да, это стоило огромных денег, но если война это рэкет, то эти деньги отобьются. В 1973 году вооруженные силы США призыва в армию и флот. С этого времени комплектование вооруженных сил США производилось исключительно на контрактной, то есть добровольной основе. Отныне, если куда-то придется отправить военных и общество запротестует, то обществу можно справедливо напомнить, что все эти бравые ребята добровольцы. Они подписали контракт. Больше нет никакого принуждения. Люди, конечно, знают о войне. Со всех сторон слышишь, мы поддерживаем солдатов, поддерживаем. Верните солдатиков, мы не хотим, чтобы они пострадали, но мы тут все волонтеры и работу нашу мы делаем с честью. Некоторое время назад и в России муссировалась тема некой профессиональной армии. Вообще термин какой-то странный. Самые мощные армии во Второй мировой войне были призывными. Это что ж получается? Воевали непрофессионалы? Но все же есть несомненные преимущества у армии, которая комплектуется исключительно на контрактной основе. Совсем другой подход к обучению, владению техникой и снаряжением. Более длительный срок службы контрактника позволяет доверить ему более сложную технику. Если служащий год срочник, то есть военнослужащий по призыву, становится механиком-водителем боевой машины или даже водителем армейского грузовика, он с этой машиной меньше года, причем треть своей службы он ее осваивает. А потом ему на смену приходит другой срочник и все повторяется. Для таких военных и техника должна быть попроще. Да и долговечность техники при такой эксплуатации снижается. Контрактники заключают свой контракт минимум на два года, а если речь идет о сложной технике, то речь может идти о контракте на шесть лет. Причем контракт заключается после жесткого отбора кандидатов. В призывную армию могут призвать от ребят далеких от спорта и с дефицитом веса, ну или наоборот с лишним весом. Призывников с дефицитом веса или дефицитчиков потом будут откармливать военном госпитале вместо того, чтобы это время тратить на их обучение военному ремеслу, а ведь срок службы все это время идет. В армию уже США с такими данными не попадешь. Иди ка сынок отъешься и подкачайся для начала. Ну или наоборот избавься от лишнего веса. Если призыв гребет без особого разбора, то теперь твои физические данные должны соответствовать заданным стандартам. Иначе ты не нужен. Физическая подготовка важна, особенно в условиях городского боя. При полном снаряжении с оружием в руках, носимыми боеприпасами попробуй-ка пробежать вон тот опасный участок улицы. При этом не свались без сил на полпути, а достигни новой позиции и тут же открой прицельный огонь, не сбив дыхание. Попробуй-ка эвакуировать раненого товарища. Попробуй-ка снова и снова менять позицию. Перепрыгнуть вон тот пролом, преодолеть вон тот каменный забор, влезть вон в то окно. Поэтому важным сделать из тебя эффективную и смертоносную боевую машину. Также для контрактной армии можно расширить возрастные рамки. Вооруженные силы США можно вступить в возрасте от 18 до 42 лет. При этом существует возможность вступления в ряды армии, флота или корпуса морской пехоты США даже в 17 лет. В этом случае нужно письменное разрешение родителей. Также буквально революционные изменения в принципах комплектования вооруженных сил сопровождались и серьезным перевооружением. Новая армия стала получать новую технику. С 80 года вооруженные силы США стали комплектоваться высокоподвижными многоцелевыми колесными транспортными средствами. В простонародье именуемые хаммеры. Да, меня сейчас начнут поправлять на такие, что не хаммеры, а хамви. Ну тогда не хамви, а HMMWV. Вот так генерал. И данная корпорация на поставках этой машины очень хорошо заработала. Все, как писал старина Смедли. Претерпевает серьезные изменения и амуниция личного состава. Новые защитные жилеты, новая полевая форма, тяжелые шлемы М1, носимые еще со времен Второй мировой войны, заменены на более легкие шлемы из комплекта системы индивидуальной бронезащиты сухопутных войск. К тому же эти шлемы изначально созданы с расчетом на постоянное ношение радиогарнитуры. Со временем появляются наколенники, которые экономят драгоценные мгновения для того, чтобы солдату быстро можно было принять позицию для прицельной стрельбы с колена, не рискуя при этом получить травму. Новые прицелы, средства связи, приборы ночного видения и тепловизоры. Список того, что сопровождало изменения в вооруженных силах после отмены призыва, можно продолжать долго. Однако нельзя сказать, что военное ведомство Америки полностью отказалось от принудительного призыва на военную службу. В случае необходимости такая мера может быть возобновлена. Для этого в США существует строгий учет мужского населения в возрасте от 18 до 25 лет. И серьезные штрафы, и другие санкционные меры к тем, кто от подобного учета уклоняется. Причем это касается не только граждан США. Иностранцы, постоянно проживающие на территории США с видом на жительство или по программе получения политического убежища тоже должны встать на воинский учет. До недавнего времени при обязательности воинского учета речь шла лишь о той категории лиц, которым при рождении был установлен пол как мужской. С некоторых пор это также означало, что человек, родившийся мужчиной, но ощущающий себя женщиной, все равно должен стоять на учете. Вот родившиеся женщинами и ощущающие себя мужчинами такой привилегии были лишены. Однако ввиду новых веяний с 2020 года был поставлен вопрос об исключении из закона о военном учете термина мужской пол. То есть этот учет теперь будет касаться всех, какого бы странного гендера они ни были, а значит в случае чего их всех поставят под ружье. Это ваше? Я так понимаю, что вы не можете задавать мне подобные вопросы, сэр. Закон о новой армии, майор. Мы все привыкаем. Я думаю, это серьезная победа феминизма. Но вернемся к периоду такой масштабной реорганизации в принципе комплектования вооруженных сил. А как в условиях вьетнамского синдрома вообще мотивировать молодых людей добровольно идти на военную службу? Ну, здесь дядя Сэм к делу подошел довольно креативно. Образование в США стоит очень дорого. Качественная медицина стоит очень дорого. Но если ты отслужишь честно и не будешь изгнан с позором, у тебя будет льготная медицина. И дядя Сэм оплатит твое образование. Но в любом случае ты вообще можешь сделать карьеру военного. Причем даже из рядового ты можешь превратиться в сержанта. Штаб сержанта, сержант майора, а может даже сержант майора армии США. Сержанты в Америке это совсем не то, что из себя представляют такие звания в вооруженных силах других стран. Сержант армии США или корпуса морской пехоты может сделать карьеру не уступающую офицерской. В иерархии государственной военной службы США, где президент возглавляет вершину Олимпа и занимает первое место, сержант майор армии США занимает 153 место. Казалось бы, ни о чем. Но мэр города с населением до миллиона человек находится на 167 месте. То есть в случае объявления в таком городе режима чрезвычайной ситуации и с привлечением к ликвидации чрезвычайной ситуации армии, сержант майор армии США имеет все основания дрючить местного мэра. И кстати, американские генерал-лейтенанты и вице-адмиралы находятся на 156 месте в этой иерархии, то есть на 3 позиции ниже. Конечно, сержант-майор армии не может их дрючить, военная субординация работает несколько сложнее, но уровень привилегий в этой иерархии соответствующий. То есть контрактник может сделать себе карьеру по сержантской линии и если повезет достигнуть ранга равного генеральскому. Разумеется, сержант-майор и есть и в корпусе морской пехоты США. Сержант-майор это советник командира батальона или бригады, а вот сержант-майор корпуса морской пехоты это уже советник самого коменданта корпуса, то есть по сути равен генерал-лейтенанту. В учебных центрах корпуса морской пехоты кандидатов в лейтенанты, а также лейтенантов проходящих переподготовку безжалостно дрючат те же сержанты-инструкторы или дрил-инструкторы. Сержант-инструктор корпуса морской пехоты США лучшая работа на свете. Есть масса и других плюшек для тех, кто добровольно идет на службу. Даже отслужив без замечаний минимальный срок контракта, то есть два года, вышедший на гражданку американец имеет льготы. Для неграждан США, прошедших военную службу, серьезно упрощается процедура получения гражданства. В общем, много всяких бонусов. Отчего такая щедрость? Да потому что такие расходы окупаются сторицей. Американская армия всегда при деле. Интересы Америки, а значит и американского капитала защищены. У нас нередко можно наткнуться на пренебрежительное и насмешливое отношение к американским военным. А зря. Конечно же я не призываю именистово восторгаться. Просто надо понимать следующее. С 1973 года и по настоящее время вооруженные силы США и в первую очередь корпус морской пехоты всегда где-то действуют по своему прямому предназначению. То есть всегда находятся в тонусе. Они постоянно получают боевой опыт не из учебников, а на практике. Боевой опыт передается в периоды недолгого затишья от одних военнослужащих к другим. В том же первом разведбатальоне корпуса морской пехоты, что вторгался в Ирак в 2003 году, были сержанты, которые начинали свой путь за 10 лет до этого в Сомали. Большая ошибка их недооценивать. Они хорошо оснащены и хорошо мотивированы. На это работает в том числе и гигантская индустрия шоу-бизнеса. Пусть не всегда, но чаще киноиндустрия их прославляет. А даже если и демонстрирует американское кино какие-то спорные и неприятные моменты, касающиеся американских военных, то в основе своей американские военные показаны хорошими положительными ребятами. С некоторых порно-имидж американских военных работает и внушительная часть игровой индустрии. От вьетнамского синдрома не осталось и следа. Проходя по залу ожидания американского аэропорта, солдат в полевой форме может вызвать аплодисменты штатских американцев. Даже если в военной форме будет замечен в зрительском зале какого-нибудь американского стендап-комика, то большинство из этих комиков непременно обратятся к нему со сцены, со словами «Спасибо за вашу службу», «Спасибо за то, что вы делаете». Конечно, бывают и исключения. К Дагу Стэнхупу на выступление в форме лучше не приходить. Этот обосрет с ног до головы. Думаю, на всякий случай следует добавить. Да, война это плохо, но воевать надо уметь. Скажете противоречия, несвязанность одного с другим? Ну тогда добро пожаловать на Землю. На этой планете такого много, привыкайте. Но, конечно, не только беднота идет в вооруженные силы США ради улучшения своего социального статуса. Немало молодых людей из благополучных семей туда идут. А им это зачем? Ну, во-первых, не стоит забывать про патриотизм. И на его воспитание, как уже говорилось, огромная индустрия работает. Или посвящая значительную часть своего времени другому экстриму. Просто у многих людей есть непреодолимое желание испытать себя. Здесь можно обратиться к пирамиде потребностей Маслоу. На третьей ступени принадлежность группе людей, а армия дает такую возможность. Но выше этой ступени уважение, самоуважение, достижение. То есть это самое испытание себя. Ну и как уже было сказано, вооруженные силы США не сидят на месте. Даже если каким-то чудом за время твоего контракта не случится большого приключения в виде очередной войнушки где-то на другом континенте, американские базы опутывают всю планету. Попутешествуешь за свою службу точно, познакомишься с другими культурами и даже можешь трахнуть их в местных борделях. Ну а корпус морской пехоты точно куда-нибудь в течение пары-тройки лет влезет. Да, это отличная возможность испытать себя и завоевать репутацию. И как бы странно это не звучало, серьезный вклад в имидж американских военных для широкой американской общественности внесла одна ближневосточная страна и один падишах император, то есть генерал-адмирал, вернее маршал, Саддам Хусейн Абдальмаджид от Тикрити. О Саддаме и Ираке можно говорить долго, если в подробностях. Но большую часть этой истории мы прибережем для каких-нибудь других серий нашего сериала под названием «Начнем издалека». Сейчас же попробуем вкратце. Какого хрена ты вообще сюда затесался? Сэр, я заблудился по дороге в колледж, сэр! Семперфай, мотерфакер! С 1968 по 1979 года Саддам Хусейн был вторым человеком в Ираке, являясь вице-президентом при Ахмеде Хасане Аль-Бакре. И надо заметить, Аль-Бакр был довольно прогрессивным лидером, ну, по крайней мере для этого региона. При нем стремительно сокращалась доля безграмотного населения Ирака, благодаря программе бесплатного образования. Электричество стало добираться до сельской местности. Значительно и качественно вырос уровень медицинского обслуживания. Права женщин даже сегодня в некоторых странах арабского мира далеки от того уровня, что был достигнут в Ираке в 70-е. В общем, уровень жизни улучшался. И в 70-е годы 20-го века Ирак был на одной из лидирующих позиций на Ближнем Востоке. В Ираке проживают представители суннитской и шиитской ветвей ислама. Также курды, христиане халдеи. Но в ту пору в Ираке активно культивировалось понятие иракец. То есть неважно суннит ты, шиит, халдей ты иракец. Это не значит, что не было никаких противоречий и конфликтов. Было, но далеко не в той степени, как это большие цены на нефть в начале 70-х. Экспортирующий на мировой рынок важный энергоноситель Ирак мог реализовать множество социальных программ. Вернее, начал их ускоренную и масштабную реализацию. Но в 1979 году Аль-Бакр уходит со своего поста, оставив президентское кресло своему заму Саддаму Хусейну. В том же 79-м году в соседнем Иране победой завершается начавшаяся в 78-м году Исламская Ви бежит в США, поскольку он был большим другом Америки. Иранские революционеры захватывают американское посольство и берут заложники десятки американцев, требуя взамен их освобождения выдачи шаха для народного суда. Очень не вовремя все это. У президента США Картера выборы на носу, а тут такое. В администрации думают, как вызволить заложников. Советник президента по национальной безопасности Збигнев Бжезинский настаивает на военной интервенции в Иран. Сторонники интервенции даже начинают рассказывать офигительные истории о том, что исламскую революцию устроили коммунисты. Прием в любой непонятной ситуации винить коммунистов прокатывается скорбными умом, но Картер идиотом не был, и это не прокатило. Да и многие другие мнения были против такой меры. Тем более, что не так давно пришлось уходить из Вьетнама. Здесь же, в конце того же 79-го года еще и Советский Союз ввел войска в Афганистан, и США активно критиковали СССР за это. Даже объявили бойкот грядущей Московской Олимпиады. И что же, в такой обстановке самим устраивать военное вторжение? Картер желал все сделать тихо и мирно. В канун президентских выборов обострение отношений с СССР, интервенция в Иран ухудшат его рейтинги. Правда, факт пребывания более полусотни американцев в заложниках рейтингу президента тоже никак не помогали. Не перепутал ли я страны, рассказывая об Иране, хотя вроде должен был об Ираке? Нет, не перепутал. Во-первых, эти страны граничат. В тот период уже долгие годы в Ираке у власти выходцы из суннитского меньшинства, хотя большинством в Ираке являются шииты. Между Ираком и Ираном застарелые территориальные споры. Но вот в Иране произошла исламская революция и движущей силой в ней был именно ислам шиитского толка. При этом лидеры революции в общем-то и не скрывают, что совсем не против экспорта этой революции, тем более в страны, где есть шиитское население, а в Ираке напомню, это большинство. Вообще экспорт революции это логичная в странах это сильно снизит вероятность того, что эти страны осуществят военное вмешательство. Саддаму Хусейну очень нравился тот экономический эффект, который давал его стране продажи нефти. К тому же это пока еще 70-е годы, цены на нефть высоки, а в приграничных районах Ирана есть нефтеносные районы. Причем население там не персы, а арабы, этнически близкие иракским арабам. Саддам в те годы вполне неплохо балансировал на двух стульях. Неплохие отношения со странами Запада, хотя конкретно с США дипломатические отношения были официально разорваны после очередной неудачной для арабов арабо-израильской войны. Неплохие отношения он умудрялся поддерживать и с Советским Союзом, хотя Саддам жестоко расправился с местными коммунистами. Революционеры Ирана захватили американцев, значит Запад от Ирана отвернется. Они также значит и от них им помощи не будет. В Иране начинается период нестабильности, которая приведет к серьезному ослаблению страны. В этих условиях Ирак, имеющий одну из наиболее хорошо оснащенных армий в регионе, имеет неплохие шансы отжать кусочек нестабильного Ирана. Иранская армия все равно будет деморализована массовыми казнями генералов, что в большинстве своем были ставленниками ненавистного Шаха-Пихлеви и другими люстрациями. Президент США Картер пытается выторговать у Ирана заложников. Но иранский Аяталлан не преклонен. Он отпускает только одного заложника, который серьезно заболел. Здесь всплывает еще одно имя Джордж Буш, пока еще старший. С 76 по 77 год он был директором ЦРУ. Но когда Картер стал президентом, Буш свою должность потерял. Тем не менее системы устроена так, что потеряв свой пост, представитель правящих кругов не останется на улице. Буш стал председателем исполнительного комитета Первого международного банка и также являлся директором Совета по международным отношениям. Когда начался кризис с заложниками, Буш также был участником президентской гонки. За первую должность в стране боролись действующий президент Картер, бывший губернатор Калифорнии киноактер Рейган и еще несколько менее значительных лиц. Остальные кандидаты едва ли могли рассчитывать на что-то. Фаворитами гонки были Рейган, Буш и Картер. Некто Уильям Кейси, которому покровительствовал Джордж Буш, вступает в контакт с иранцами и начинает вести с ними тайные переговоры на предмет того, что иранцы должны отклонить любые предложения администрации Картера по урегулированию кризиса с заложниками. То есть, по сути, Кейси просит Иран не отпускать заложников, американских граждан, пока не будет избран новый президент. Взамен Иран может рассчитывать на поставки оружия в случае конфликта с соседним Ираком, которым правят эти еретики баасисты сунниты. А конфликтом запахло уже отчетливо. На протяжении периода революционных волнений Ирана обстановка на границе с Ираком становилось все напряженней. Участились пограничные инциденты. Кризис с заложниками затягивался и в 80-м году проводится операция Орлины Коготь – отчаянная мера администрации президента Картера. По плану операции группа спецназа Дельта и вертолеты в сопровождении ударных самолетов и заправщиков должны были приземлиться в пустыне и захватить заброшенный аэродром. На следующий день группа спецназа из пустыни должна была добраться на автомобилях до посольства в Тегеране, уничтожить охрану и сесть вместе с заложниками в подоспевшие вертолеты, которые затем долетели бы до захваченного аэродрома, откуда все участники операции и заложники были бы эвакуированы на секретную базу в дружественный США Египет. Однако разведсведения оказались неверны. Заброшенный аэродром в Иране действительно был. В пустынной местности да, но никто не предупредил, что в непосредственной близости от него пролегала довольно оживленная автомобильная трасса. В итоге американский спецназ захватывает рейсовый автобус, взяв в заложники его пассажиров, уничтожает проезжавший мимо бензовоз, убив при этом одного человека в кабине машины. Несколько вертолетов до этой перевалочной базы вовсе не долетели, сломавшись в самом начале. А на самом аэродроме произошло столкновение вертолета и самолета Си-130. Погибает пять военнослужащих ВВС США и три американских морпеха в вертолете. Всего восемь американцев. Операция отменена, спецназу приказаны вернуться, и они возвращаются ни с чем, оставив на иранской территории несколько вертолетов, даже не додумавшись их взорвать. А вместе с вертолетами была оставлена секретная документация, карты, радиокоды, и они даже не забрали тела своих погибших товарищей. Восемь тел иранцы передадут американцам уже потом, и их с почестями похоронят на Орлингтонском кладбище. Ответственность за провал Картер взял на себя. Уже не было и речи о том, что он может рассчитывать на переизбрание. Бывший шах Пехлеви умирает в США, и выдавать Ирану уже некого. В выборах побеждает Рейган, Джордж Буш становится вице-президентом, а Уильям Кейси директором ЦРУ. После инаугурации нового президента в тот же день Иран вдруг освобождает заложников. В США тайная операция «Октябрьский сюрприз» о якобы имевшем место в сговоре Кейси и Буша с Ираном для достижения политических целей на президентских гонках многими относятся к теории заговора. Но события последующих лет, а именно громкий скандал под названием Иран-Контрас точно не было дыма без огня. Кстати, понятие «Октябрьский сюрприз» стало чем-то вроде политического мема в США и именем нарицательным. Ну и вкратце об Иран-Контрас. В 1985 году в США разразился скандал. Оказывается, несмотря на оружейное эмбарго, наложенное на Иран, США все же продавали оружие режиму Хамейни, а часть денег, вырученных от продажи оружия, шли на то, чтобы вооружать никарагуанских Контрас, повстанцев в Никарагуа, восставших против тамошнего правительства. Значительную часть этих повстанцев составляли сторонники бывшего ультраправого диктатора Самосы. Конгресс США наложил запрет на оказание помощи этим повстанцам, поскольку те отличались крайней жестокостью. В скандал были вовлечены очень крупные фигуры администрации Регана и военного руководства США, но самым известным персонажем этой истории стал Оливер Норд. Еще один очень известный морпех. Это чуть ли не его идея была тайком продавать оружие Ирану ради снабжения оружием никарагуанских Контрас. Но похоже, что этот морпех просто прикрыл собой задницу Рональда Регана. Кстати, Оли Норд был консультантом игры Call of Duty Black Ops 2 и даже озвучил в этой игре самого себя. На момент скандала получается, что определенные круги США уже почти пять лет как тайком снабжали Иран оружием. По сути, с самого начала войны. А началась Иран-Иракская война в сентябре 1980 года. Ирак вторгается в Иран. Поначалу успех сопутствовал в основном Ираку, хотя это слишком оптимистичная оценка, но во всяком случае, бои проходили на территории Ирана. В 1981 году отмечено несколько локальных эпизодов с применением Ираком рвотных агентов, то есть каких-то видов химического оружия. Но все же в 1982 году Ирану удалось частично вытеснить иракские силы из Ирана, и теперь не только иранцы оборонялись на своей территории, но в некоторых местах и иракцы на своей. Военная авантюра заходила в тупик, и Багдад, заваривший кашу, несколько раз предлагал Тегерану перемирие, но Иран эти предложения отклонял. В августе 1983 года химическое оружие было применено в зонах боевых действий Пиран-Шахар, Хадж-Амаран, затем они были использованы на поле боя в Панжвине в ноябре 1983 года. В том же 1983 году Иран форсирует работы по производству собственных боевых отравляющих веществ. Еще в бытность президента Форда, когда Джордж Буш старший был директором ЦРУ, министром обороны США был некто Дональд Рамсфилд. После ухода с этого поста в 1977 он становится генеральным директором, президентом, а затем председателем всемирно известной фармацевтической компании J.D. Cerley & Company. А в 1983 году он становится специальным посланником президента Рональда Рейгана на Ближнем Востоке. В декабре 1983 года он приезжает в Багдад и лично встречается с Саддамом Хусейном. Даже комедия Горячие головы 2 пыталась напомнить публике об этой встрече. В мировой прессе уже были сообщения о применении Ираком химического оружия, но это спецпосланника не смутило. И это был первый визит высокопоставленного представителя США в Ирак за последние 16 лет. После данной встречи война получила новый импульс, а с 1984 года химические атаки Ирака против Ирана стали носить более систематический характер. Впрочем, вскоре и Ирану было чем ответить в плане применения боевых отравляющих веществ. Война эта продлилась 8 лет и нанесла страшные потери народам двух стран. США продавали оружие и Ирану и Ираку. Помимо США оружие Ираку продавал СССР, Китай и тайком даже Англия. Английские боеприпасы будут найдены в Ираке много лет спустя уже после оккупации. Поддерживал в этой войне Саддама Хусейна и Эмират Кувейт, выделяя деньги. Поддержку и продажу оружия Ирану вели Пакистан, Северная Корея, Сирия, Ливия. Через США оружие Ирану продавал даже Израиль. В 1988 году война окончилась по сути ничем. Ну как ничем? Сотни тысяч погибших, еще больше искалеченных, огромные экономические издержки. Перемирие официально вступило Саддам Хусейн провозгласил победу над Ираном, в честь чего были достроены мечи Кодиссии, пара триумфальных арок, расположенных в Багдаде. Некогда интенсивно развивающийся Ирак теперь этим похвастать совсем не мог. К тому же он по уши влез в долги. Да еще и нефть к концу 80-х годов стала стоить намного дешевле. Пока Ирак воевал с Ираном и крупные места добычи нефти в районе Иракской Басры периодически находились под угрозой, соседний с Ираком Кувейт активно добывал и продавал нефть, заняв в числе поставщиков этого ресурса часть того рынка, на котором раньше было место Ирака. А огромные суммы денег Саддам Хусейн должен был и Кувейту в том числе. Хусейн обратился в организацию поставщиков нефти ОПЕК с просьбой сократить добычу нефти странами-участниками этой организации, чтобы цены на нефть выросли и тогда за счет возросшей цены, при том уровне добычи нефти, что был на тот момент у Ирака, он смог бы выплатить свои долги, в первую очередь долг перед США. В то же самое время Эмират Кувейт напротив запросил увеличение добычи. Крохотному Эмирату хватало и низких цен, лишь бы гнать нефть в больших количествах на рынок. Далее Ирак обвиняет Кувейт в воровстве, дескать Кувейт в приграничных районах бурит скважины под углом и качает нефть с иракской территории. Кувейт и иностранные компании, что занимались бурением, эти обвинения отвергают. Но Саддан стоит на своем, начинаются военные сосредоточения Ирака вблизи границы. Не навоевался однако. В июле 1990 года посол США в Багдаде Эприл Кэтрин Гласпи встречается с иракским лидером и вежливо просит объяснить того цель военных приготовлений. При этом она заявила, что США заинтересованы в дружеских отношениях, а не конфронтации. Также она заявила, что у США нет четкой окончательной оценки относительно внутриарабских конфликтов и что США не намерена вводить экономические санкции против Ирака. Кроме того, за неделю до вторжения помощник госсекретаря Джон Келли заявил Конгрессу США, что у Соединенных Штатов нет договорных обязательств по защите Кувейта. И вот 2 августа 1990 года в 2 часа ночи началось военное вторжение Ирака в Кувейт. Оказалось, что в Кувейтской армии никакой повышенной боеготовности даже не было. Днем иракский спецназ уже штурмовал дворец Эмира. Однако Эмир Кувейта вот так ловкач уже был в Саудовской Аравии. Во дворце оставался его младший брат. Первую отразить. Но позже к штурму подключились иракские морпехи. И дворец был захвачен, а брат Эмира застрелен. На следующий день уже никакого организованного сопротивления в Эмирате Кувейт не было. В течение пары суток Кувейт был практически полностью захвачен. И вскоре Саддам Хусейн объявил Кувейт новой провинцией Ирака. Зачем возвращать долги какой-то стране, если ты можешь эту страну сделать своей провинцией. 3 августа 1990 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 660, осуждающую вторжение Ирака в Кувейт и требующую от Ирака безоговорочного вывода всех сил, развернутых в Кувейте. Также Совбез ООН призвал обе стороны к интенсивным переговорам. Хусейн положил свой малавах на все эти резолюции. Ну а значительная часть мировой прессы наполнилась осуждением даже те, кто вполне себе торговал с Ираком во время недавней Ирано-Иракской войны. Такого Саддам видимо не ожидал и наверное не представлял что в США уже шли военные приготовления. Но если общественность в основном осуждала Хусейна за то, что он захватил какую-то доселе неизвестную страну, которую и на карте найти проблематично, то как общественность отнесется к военной операции против агрессора? Все-таки надо подготовить почву. 10 октября 1990 года в США перед специальным комитетом по правам человека на трибуне появилась 15-летняя девушка. Она сказала, что она беженка из Кувейта, при этом назвала только свое имя Найира. Жаль, что никто не спросил ее фамилию. Было бы интересно. Господин председатель и члены комитета, меня зовут Найира, я только что приехала из Кувейта. На второй неделе после вторжения я вызвалась добровольцем в больницу с 12 другими женщинами, которые тоже хотели помочь. Я была самым молодым волонтером. Другим женщинам было от 20 до 30 лет. Пока я была там, я видела, как иракские солдаты вошли в больницу с оружием. Они вынули младенцев из инкубаторов, забрали инкубаторы и оставили умирать младенцев на холодном полу. Это было ужасно. Иракцы уничтожили все в Кувейте. Они разграбили продуктовые супермаркеты, аптеки с лекарствами, заводу по производству медикаментов, обыскивали дома, пытали соседей и друзей. Я виделась со своим другом после его пыток и освобождения. Ему 22 года, но он выглядел так, будто он мог быть стариком. Иракцы окунули его голову в бассейн, пока он чуть не утонул. Они вырвали ему ногти, а затем ударили электрическим током чувствительно-интимные части тела. Ему повезло выжить. Если иракского солдата найдут где-то мертвым, то они сожгут дотла все дома в непосредственной близости. Иракцы высмеивали президента Буша и оскорбляли мою семью, когда мы уезжали из Кувейта. Мы сделали это только потому, что жизнь в Кувейте стала невыносимой. Хочу подчеркнуть, что Кувейт наша мать, а Эмир наш отец. Мы кричали это на крышах наших домов в Кувейте, пока иракцы не начали стрелять по нам. Но мы повторим это снова. Я рада, что мне 15 лет и я достаточно взрослая, чтобы помнить Кувейт до того, как Саддам Хусейн разрушил его и достаточно молода, чтобы восстановить его. Спасибо. Свою проникновенную речь девушка сопровождала слезами. И она очень растрогала присутствующих, которые не только не спросили ее фамилию, но даже не стали настаивать, чтобы эти показания были даны под присягой. Ну а потом газеты и телеканалы подхватили ужасную историю девочки Найиры, простой медсестры из Кувейта. В первые же сутки порядка 700 американских телевизионных станций транслировали речь медсестры о выброшенных из инкубаторов младенцах. Позже будет подсчитано, что в первые сутки аудитория, до которой была донесена эта информация, только в США могла достигать порядка 53 миллионов человек. Но ведь это ушло и в мировой новостной эфир. Семь американских сенаторов стали проводить регулярные выступления в поддержку применения военной силы против Ирака и цитировали в своих речах выступления Найиры. В последующие несколько недель Джордж Буш-старший, который на тот момент уже все-таки стал президентом США, повторил эту историю как минимум 10 раз. Мировая общественность негодовала. Да эти иракцы иракцы не люди. Они долбаные дикари. 16 октября министр информации Ирака Латиф Насиф Аль-Джасем назвал эту информацию ложью и обратился к президенту Бушу. Вы, как президент сверхдержавы, должны тщательно взвешивать слова, а не действовать как клоун, повторяющий то, что ему говорят. Но мировая общественность уже жаждала возмездия. Своё веское слово сказала премьер-министр Великобритании Маргарит Тэтчер. Она напомнила Бушу о политике умиротворения Гитлера в 30-е годы и к чему это привело. Нужно применить силу и не ждать, пока более 60% добычи нефти в мире будет контролировать один Саддам Хусей. Саддам понял, что пахнет жареным и он серьезно влип. Тогда он заявил, что если ООН хочет, чтобы Ирак прекратил оккупацию Кувейта, то пусть тогда одновременно прекратится и любая другая оккупация в регионе. Пусть также Сирия уйдет из Ливана, а Израиль уйдет из Палестины. Франция предложила Совету Безопасности ООН призвать к быстрому и массовому выводу войск из Кувейта вместе с заверением Ираку о том, что члены Совета внесут свой активный вклад в урегулирование других проблем регионов, в частности в урегулирование израильско-палестинского конфликта. Предложения Франции поддержали Бельгия, Германия, Испания, Италия, Алжир, Марокко, Тунис. Однако в ООН это предложение отвергли США, Великобритания и СССР. Началась подготовка к военной операции. В Саудовскую Аравию начали стягивать войска. Это были подразделения США, Великобритания, Франции, Египта, Сирии. Участникам коалиции были также подразделения Саудовской армии и кувейтские силы, успевшие покинуть Кувейт во время вторжения Ирака. Сейчас как-то не очень вспоминают, что в союзниках США в этой операции были даже сирийская армия. Правда, она была включена в силы резерва, но все же. Да и вообще, кто помнит, что в операции «Буря в пустыне» были еще французы и египтяне. А ведь, между прочим, тогда даже в советской прессе и на телевидении муссировался вопрос о возможности отправки советских военных подразделений для поддержки и участия в международной антииракской коалиции. К счастью, до этого не дошло. Они там и сами неплохо справились. И да, звездой мирового телешоу под названием «Война в заливе» была Америка. Теперь все видели, как до неузнаваемости изменилась их армия. За 17 лет после Вьетнама и отмены призыва. Ну и штатам не терпелось испытать в деле свою новую армию, технику и тактику. И выступили они, надо заметить, на все деньги. Это был настоящий триумф. Следует также учитывать, что и иракская армия тогда ведь тоже была на пике. Она имела опыт многолетней войны, была хорошо вооружена и отмобилизована. Тогда, кстати, коалиция обнаружила, что у Ирака есть какие-то танки, которые раньше замечены не были. Из-за их загадочности американцы дали им условное обозначение «Энигма». Правда, потом окажется, что это Т-55 советского производства и Тип-69 китайского производства, модернизированные иракцами с учетом полученного на Иранском фронте опыта и ничего особенного из себя не представляли. Во время Саддам Хусейн также пытался внести разлад в коалицию. Тактические ракеты, общеизвестные как «СКАД», полетели в Саудовскую Аравию и в Израиль. Хотя Израиль вообще никак в операции не участвовал. Однако, расчет Саддама был прост. Израиль не та страна, которая на такие действия будет лишь выражать глубокую обеспокоенность устами мидовских работников. Они не подставят вторую щеку, нет. Они сами начнут военную операцию против Ирака. И тогда арабская составляющая коалиции, а именно Египет, Саудовская Аравия, Сирия, в глазах всего арабского мира окажутся в очень мягкоговорящей котливой ситуации. Ведь подключение к войне Израиля автоматически сделает их союзниками страны, которую арабы ненавидят, что аж кушать не могут. Американцам и британцам немалых усилий стоило удержать Израиль от военного вмешательства. Пришлось пообещать, что они разберутся со скадами Саддама. Ракеты Петриот с перехватами справлялись не так эффективно, как рассчитывалось. Пришлось отправлять в иракскую пустыню отряды Камандос для поиска и уничтожения передвижных ракетных комплексов. Помимо запусков ракет скад, Ирак предпринял даже контратаку и вторгся на территорию Саудовской Аравии с территории оккупированного Кувейта, в результате чего был захвачен город Хавджи. Здесь иракцам предстояло столкнуться с американскими морпехами, в том числе из первой дивизии корпуса морской пехоты. Весьма известное подразделение, начавшее свой боевой путь в битве за Гуадалканал во время Второй мировой войны. В этой дивизии несли службу Юджин Следж, Роберт Леки. Написанные ими книги позже лягут в основу сценария сериала Во время Карибского кризиса эта дивизия была направлена в Гуантанамо для участия в первой линии вторжения на Кубу, которого, к счастью, так и не случилось. Саудовцы, обеспокоенные захватом их города, запросили у Нормана Шварцкопфа, командующего коалиционными силами, воздушную атаку иракцев, захвативших Хавджи. Но генерал отклонил эту просьбу, сославшись на то, что густая застройка города не позволит авиации работать с безопасного расстояния. В общем, арабам придется отбивать город по старинке, сухопутными силами. Саудовцы, катарцы, кувейцы, марокканские и сенегальские подразделения атаковали город. Их поддерживали 1-я и 2-я дивизии корпуса морской пехоты США, поначалу в основном артиллерийским огнем. Американцы потеряют в наземной битве за этот город 25 человек убитыми. Из них 11 погибли от дружественного огня. Еще 14 американцев погибли в сбитом иракцами самолете IC-130. Вообще, потери от дружественного огня составили чуть ли не половину всех потерь коалиционных сил. Это скажется на дальнейшем развитии событий. Как бы иракцы не дрались, шансов у них не было. Американцы пользовались высокотехнологичным оружием. Новые технологии позволяли им видеть врага в темноте, благодаря приборам ночного видения, тепловизорам. К тому же у американцев было еще одно новшество, которое в ту пору было чем-то из разряда научной фантастики. А сейчас это есть у каждого в кармане. Система глобального позиционирования GPS. Авантюра Саддама естественно провалилась, оплатили за нее иракцы своими жизнями. Иракские военные подожгли нефтяные скважины Кувейта, а затем началось отступление. Огромные массы военной и гражданской техники двигались из Кувейта по шоссе 80, соединяющего столицу Кувейта и иракский город Басра. Самолеты морской пехоты США нанесли воздушные удары кассетными бомбами по голове и хвосту колонны, образовав пробку. Затем американская, французская, британская и канадская авиация начали испытывать на оказавшейся в ловушке колонне все имеющиеся на самолетах виды оружия. Этот участок дороги позже назовут «Шоссе смерти». Точное число погибших неизвестно до сих пор. Официальная цифра варьируется от 200 человек до 1 тысячи. Потом американцы допустили ошибку. Они пустили туда журналистов. Фотокорреспондент Питер Тернли сделал ряд шокирующих фотографий. По его словам, когда он прибыл на место бойни, в некоторых уцелевших машинах до сих пор работало радио, а вблизи шоссе американские военные уже захоранивали трупы в больших ямах. Сам он сделал множество фотографий. Показать их я, к сожалению, не могу. Это шок контента, YouTube такого не любит. Но попробуйте воспользоваться поиском. Эту прошедшую войну и любую последующую за ней часто сравнивали с игрой Nintendo. Такой взгляд удобно скрывает яркие и часто гротескные реалии, очевидные для тех, кто непосредственно участвует в войне. Журналистов туда прибыло много, не один только Питер Тернли, и последовал шквал критики. Коалиция проявила непропорциональную жестокость. Норман Шварцкоп ответил по-генеральски. Во-первых, в колонне было много военной техники, и ее следовало уничтожить. Во-вторых, это была не кучка невинных людей, просто пытающихся вернуться через границу в Ирак. Это была группа насильников, убийц и головорезов. Ну и снова общественности напомнили ту историю, что со слезами на глазах рассказывала девочка Наира. Да, у войны своя жестокая логика. Отступающие военные могут перегруппироваться, нанести урон на последующих этапах войны. Но по некоторым данным с иракскими военными уходили и кувейтские палестинцы, то есть гражданские. Правда, если они и были, то кто же об этом тогда знал? Тем значительная часть успела бросить транспорт и разбежаться в стороны и таким образом уцелеть. Но кому-то не повезло позже. Журналист Сеймур Херш со ссылкой на американских свидетелей утверждал, что взвод боевых машин США Брэдли из 1-й бригады 24-й пехотной дивизии открыл огонь по большой группе из более чем 350 разоруженных иракских солдат, которые сдались на временном военном блокпосту после бегства с шоссе 80. Сотрудники военной разведки США, находившиеся на этом контрольно-пропускном пункте, утверждали, что они тоже были обстреляны с тех же бронемашин Брэдли. Трудно утверждать однозначно, что если бы не было этой истории, которую рассказала Наира, то может быть и жестокости в этой войне было бы проявлено хоть чуточку меньше. Вот ведь какая штука. Уже после победоносно завершившейся операции буря в пустыне выяснилось, что фамилия этой девочки Аль-Сабах, а это фамилия правящей династии Кувейта. Выяснилось, что она никакая не медсестра, а дочь посла Кувейта в США, а посол Кувейта в США член королевской династии. Выяснилось, что она была во время оккупации Ираком Кувейта в США, и что вся эта история про три сотни выброшенных из инкубаторов и умерших на полу младенцев была написана за сумму более чем в 10 миллионов долларов американской пиар-компании Hill & Nolton. Кстати, с 1953 по 1968 год эта компания выполняла заказы табачных корпораций и готовила и осуществляла публикации, целью которых было дискредитировать заявление о том, что курение может вызывать рак. В конце 80-х Hill & Nolton тесно сотрудничала с церковью Саентологии. Ну а теперь вот эта история. Западными журналистами было проведено свое расследование в том числе и с посещением Кувейта и оказалось, что никакого массового изъятия инкубаторов из роддомов иракцами не производилось. Только когда иракцы поняли, что Кувейт придется оставить и он не будет больше провинции Ирака, тогда начались массовые повальные мародерства. Но последнее, что придет в голову отступающему солдату, так это тащить с собой мединкубатор. Когда правда всплыла наружу, один из американских конгрессменов заявил, что даже то, что эта история выдумана, никак не извиняет Саддама. Разумеется, это его никак не извиняет. Но с такой логикой далеко можно зайти. А правильно ли, если следователь, поймавший преступника, преступление которого доказано, повесит на него еще пару-тройку зависших уголовных дел? Ну а что? Он ведь все равно преступник. А так раскрываемость можно повысить. Как говаривал товарищ Шарапов, я так понимаю. Если закон один раз подмять, потом другой раз, потом начинать им дырки вследствие затыкать, как нам с тобой будет удобно, то это не закон будет, а кистень. Вот так выступает какой-нибудь подросток в каком-нибудь парламенте, и это ой, какие последствия может иметь. И самое главное, этот пример заразителен. Ведь сработало же. Эффект от лжи был куда сильнее, чем эффект от ее разоблачения. И кто-то, глядя на это, может решить, ну если это работает, то почему бы и нам так не поступить в наших интересах? Вот и появляются потом ничем не подтвержденные истории про распятых мальчиков. Ведь в это поверит больше людей, чем потом услышит, что это неправда. Разжигание ненависти дается куда проще, чем что-то противоположное. За ненавистью идет война. И эту ненависть кто-то хорошо монетизирует. Ведь война это рэкет. Изгнав войска Саддама из Кувейта, Америка решила на этом и закончить. Переть до Багдада и свергать режим уже лишнее. Во-первых, в резолюции ООН об этом ничего не сказано. Только возвращение Кувейту суверенитета. Во-вторых, потери. Потери коалиционных сил были минимальными, но хуже другое. Почти половина из них от дружественного огня. Дальнейшая наземная операция может усугубить ситуацию. Ну и, наконец, инциденты, которые все чаще стали поводом для критики. Шоссе смерти. Про бульдозерную атаку тогда еще никто не знал, но зато знали про атаку на бомбоубежище Америя. В 4.30 утра 13 февраля два тактических бомбардировщика малой заметности F-117 сбросили на убежище две 2000-фунтовые бомбы с лазерным наведением ГБУ-27. Первая бомба пробила три метра железобетона, прежде чем взорвался взрыватель с замедлителем. Через пару минут вторая бомба последовала в пролом, проделанный первой. В убежище сгорело по меньшей мере 408 человек, преимущественно женщины и дети. Это вызвало критику даже со стороны дружественных стран, например, Испании. Дальнейшие боевые действия неизменно приведут к большему числу подобных инцидентов. И сейчас, когда пока еще весь мир впервые со времен окончания мировой войны почти единодушно рукоплескал американской армии, надо было заканчивать на такой высокой позитивной ноте. Тем более цель достигнута, и миру весьма эффективно продемонстрирована совершенно новая американская техника и американская армия в деле. А также в деле была испытана и сама боевая техника и новые вооружения. Это было в том числе и хорошей рекламой американской военной техники и оружия. В ходе операции «Буря в пустыне» было выпущено порядка 14 тысяч снарядов крупного калибра с сердечником из обедненного урана. Высокая плотность данного материала должна была обеспечить серьезную бронепробиваемость снаряда. Некоторые потом попытаются связать с этим рост заболеваний среди участников операции «Буря в пустыне» и жителей региона. На этом настаивал в том числе и американский пилот Майкл Данелли, совершивший 44 боевых вылета во время «Буря в пустыне». Пентагон настаивает, что от излучения обедненного урана можно защититься даже листом бумаги и вообще он безвреден. Но если только его частички не попадут внутрь человеческого организма. Майкл Данелли, кстати, умер в возрасте 46 лет. В конце войны в заливе, когда уже было ясно, что режиму Саддама нечего противопоставить коалиционным силам, в Ираке вспыхнуло восстание. Сначала в окрестностях города Бастро. Восставали преимущественно шииты, в том числе и среди иракских военных. Вскоре восстание начало охватывать другие регионы страны, и к нему присоединились и иракские курды. Видимо, они рассчитывали, что это поможет американцам их коалиции скинуть Саддама. Но коалиция свое дело сделала и ушла, а повстанцы остались один на один с верными диктатору военными и лояльным населением. Ошибочно полагать, что в начавшемся кровопролитии гибли только повстанцы. Нет. Они с таким же успехом уничтожали тех, кто был лоялен или предположительно, то есть возможно, был лоялен Саддаму. Данное восстание унесет десятки тысяч человеческих жизней, но ни американцы, ни их союзники, ни ООН в это уже не вмешаются. После войны за то, что Ясир Арафат поддержал Саддама Хусейна, из Кувейта были депортированы 200 тысяч кувейтских палестинцев. За то, что из Саудовской Аравии были депортированы тысячи йеменцев, а Саддам остался у власти. Его авантюра еще больше ухудшила экономическое положение в Ираке, но очень здорово отразилось на положительном имидже США и корпусе морской пехоты. Теперь уже практически весь мир воспринимал как данность, что корпус морской пехоты США это силы быстрого реагирования, для которых нет никаких границ, если только эти границы не имеют ядерного зонтика. Во время войны в заливе в корпусе морской пехоты проходил службу скаут-снайпер Энтони Суофорд, 2-й батальон все той же 1-й дивизии. За всю войну ему так и не довелось кого-нибудь пристрелить, что для морпеха большая досада. Ведь каждому поколению морпехов нужна своя война, в которой они будут делать то, чему их с таким тщанием учили — убивать. Нас целенаправленно программировали на убийство. Сейчас я думаю, что это меняет человека. Я не думал о жене, не думал ни о чем, кроме того, чтобы отлично работать в команде. Знаете, что нас в учебной части учат говорить вместо слова «да»? Убей! Если хочешь сказать «да», говори «Убей!» Вот так громко. Когда инструктор ставит задачу новобранцам, он говорит «мне нужно десять тел». Мы говорим о людях как о телах и принимаем приказ с криком «убей!» После окончания службы Энтони вернулся в колледж и устроился на работу кассиром в банк. Банк ограбили, после чего Энтони был уволен. Через некоторое время ему приходит в голову идея сделать то, что до него уже не раз делали морпехи-ветераны. Нет, не пристрелить какого-нибудь президента и не пострелять по прохожим с какой-нибудь университетской башни. Написать книгу. Ну что ж, морпех сказал, морпех сделал. Так появилась книга «Кувшиноголовые. Хроники морских пехотинцев времен войны в заливе». Само название «Кувшиноголовые» происходит от жаргонного обозначения, связанного с характерной прической бойцов корпуса. Но тут кроется двойное дно. По мнению автора, это связано также и с пустым сосудом, кувшином, и с тем, что головы морпехов должны быть пустые, как тот кувшин. А в 2005 году его книга была экранизирована. И история сия в русском переводе называется «Морпехи». В ту пору снова шла война в Ираке, плюс еще в Афганистане, и данная тема вновь стала интересна публике. Вот книгу и экранизировали. Сама история, по большей части, на первое место выдвигает психологическую рефлексию одного человека, который, по мнению других морпехов, так и не смог стать частью боевого братства и осознать, что значит быть морпехом. Вот, например, другой морской пехотинец, офицер, прикупил как-то аудиокнигу кувшиноголовые, ехал куда-то по делам в своей машине и слушал историю, написанную Энтони Суофордом. По признанию этого офицера, уже через полчаса он стал бороться с желанием выкинуть диски с аудиокнигой в окно своей машины. И звали этого морпеха Натаниэль Фик. Нейт был недоволен тем, что слишком много личного и слишком мало контекста. А я говорил, контекст всегда важен. Сам Нейт Фик тоже участник войны с Ираком, но другой войны, которая случится через 10 с небольшим лет, после той, на которой оказался Энтони. Впоследствии Натаниэль тоже напишет книгу о своей службе. И вот так ирония. В русском переводе она тоже называется «Морпехи». И если адаптация названия «Кувшиноголовых» еще как-то оправдана, то в данном случае «One bullet away»? Ну знаете, как в песенке. Вот пуль пролетела и ага. Нет, не так. One bullet пролетела и ага. Я не думаю, что здесь настолько мудрена игра слов, что профессиональные переводчики не справились бы с ней. Дистанция в одну пулю, на расстоянии пули. Уверен, как обычно, в комментариях многие из вас предложат достаточно правильный перевод этой фразы. Но вернемся к нашей истории. До событий, к которым мы подходим, в 90-е годы корпус морской пехоты как обычно был в пределе. В следующем, после бури в пустыне, в 92-м году морпехи понадобились даже в США во время расовых беспорядков в Лос-Анджелесе. Затем Сомали, Балканы. Многие события, даже вскользь упомянутые сегодня, заслуживают отдельного внимания и отдельного видео. И может, однажды я про те или иные события расскажу. Ведь рассказывать вам всякие истории это лучшая работа на свете. Так вот, в новое тысячелетие американская армия вошла как самая технологически оснащенная и боеспособная сила. А самыми боеспособными из этой боеспособной силы были морпехи. Моя толерантность к абстрактным теориям и физическому знанию напрочь исчезла. Теперь меня не интересовали философия или языки. Я хотел служить во благо своего народа и во имя интересов своей страны. Когда морские пехотинцы отправлялись в Косово, Македонию или Либерию, я каждый день пытался отслеживать развитие событий. Мировые проблемы стали ближе. У них было лицо. Морская пехота. В то утро в Нью-Йорке проходили предварительные выборы на должность мэра Нью-Йорка. А сотрудник пожарного департамента Нью-Йорка Джозеф Пфайфер направлялся на пересечение Черч-стрит или Спенард-стрит. Предположительно, произошел взрыв либо утечка газа в подземном коллекторе. С ним находились режиссеры-документалисты Жюль Клеман-Ноде и Томас Гедеон-Ноде, которые работали над документалкой о работе нью-йоркских пожарных. Благодаря такому стечению обстоятельств удалось запечатлеть на видео вот это. Джозеф Пфайфер первый, кто официально сообщил о случившемся и один из первых, кто прибыл на место катастрофы. Сегодня, 11 сентября 2001 года, он потеряет брата, лейтенанта пожарного департамента Кевина Пфайфера. В этот день погибло 343 сотрудника пожарного департамента Нью-Йорка. Всего в Нью-Йорке погибло 2606 человек. События у Пентагона и в Шанксвилле доведут это число до 2977. В данном видео я не буду рассматривать другие версии событий 11 сентября, кроме официальной. Пусть и официальная вызывает некоторые вопросы. Не меньше вопросов вызывают и различные теории. Итак, официальные данные. 19 террористов, связанных с запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической группировки Аль-Каида, угнали 4 пассажирских самолета. Два из них таранили небоскребы Всемирного торгового центра. Один таранил западную стену Пентагона. Один разбился недалеко от городка Шанксвилл, Пенсильвания, не достигнув какой-то из целей в виде значимых зданий. По официальной версии, его пассажиры, узнав о трех предыдущих таранах, подняли мятеж против угонщиков. Согласно неофициальной версии, самолет был сбит американским истребителем, поскольку к этому моменту в небе не должно было быть никаких гражданских самолетов. Официальный приказ сбивать коммерческие рейсы, которые предположительно угнаны, вице-президент Дик Чейни отдаст спустя 17 минут после крушения четвертого самолета близ Шанксвилла. Итак, из 19 угонщиков 15 граждане Саудовской Аравии, двое граждане Объединенных Арабских Эмиратов, один ливанец и один египтянин. Ни одного иракца, надо заметить. Ответственным был объявлен саудовец Усама бен Ладен, когда-то получавший через Пакистан помощь от США для борьбы против советских войск в Афганистане. На этой борьбе он исколотил свой значительный авторитет в арабском мире. Большинство стран мира осудили теракты. Осудил даже Ясир Арафат. Даже Иран осудил теракты. Даже Афганистан осудил теракты. А официальные лица Ирака высказались в духе, что ковбои пожинают плоды своих преступлений. Рейтинг президента Джорджа Буша-младшего, сына того Джорджа Буша, который старший, вскоре после терактов резко подскочил. Ведь с первого же дня он завел речь о возмездии. И первый взор пал на Афганистан. Собственно, тут все логично. Усама бен Ладен и его шайка прячутся там с тех пор, как они одержали великую победу над безбожными коммунистами. Однако, 24 члены семьи и родственника Усама бен Ладена были экстренно эвакуированы из США частным чартерным самолетом под наблюдением ФБР через три дня после терактов. У вас было около 24 членов семьи бен Ладена. Здесь? В Америке. Они студенты, его величество считает, что несправедливо причинять зло невинным людям. И с помощью ФБР мы вызволили этих людей. Это весьма занятный факт. В самих США началась пресловутая охота на ведьм. В первые дни после терактов сообщалось о многочисленных случаях преследований и преступлений на почве ненависти в отношении мусульман и представителей Южной Азии. Индийские сикхи также подвергались нападениям, потому что сикхи мужчины обычно носят тюрбаны, которые стереотипно ассоциируются с мусульманами. Поступали сообщения о нападениях на мечети и другие религиозные сооружения. В том числе индуистский храм. Ненавижу арабов. Ничего-ничего, я же ведь не араб. Ну, для меня вы все арабы. Черные, евреи. По сути, все, кто не из Америки, самые что ни на есть арабы. Кстати, министром обороны при Джорджи Буша-младшем снова стал Дональд Рамсфолд. CBS News указывало, что спустя 15 минут после атаки на Пентагон Агентство национальной безопасности, которое контролировало связь по всему миру, перехватило телефонный звонок от одного из оперативников Усама Бен Ладена в Афганистане. Звонок был на номер телефона в бывшей Советской Республике Грузия. Звонивший сказал, что он услышал хорошие новости и что впереди еще одна цель. Это был признак того, что звонивший знал про другой авиалайнер, тот самый, который в конце концов потерпел крушение в Пенсильвании. Было 12.05, когда директор ЦРУ рассказал Рамсфолду о перехваченном разговоре. Однако Рамсфолд ответил, что доказательств причастности Бен Ладена недостаточно. Но позже, в тот же день, ЦРУ ему сообщило, что в пассажирских манифестах угнанных авиалайнеров были указаны имена троих человек, которые до этого подозревались в связях с террористической группировкой Аль-Каида, запрещенной на территории Российской Федерации. И в 14.40 того же дня Дональд Рамсфолд дает указание о разработке плана удара по Ираку. То есть, ему докладывают про саудовца, у которого есть организации, который уже несет ответственность за террористические атаки на американские посольства в трех странах мира. Известно, что он и его шайка тусят в Афганистане. Сегодня он обсуждает случившееся с кем-то из Грузии. И что надо делать? Правильно, немедленно готовить план нападения на Ирак, которого в этой схеме вообще нет. Но сначала Афганистан. НАТО объявило, что атака на США 11 сентября была атакой на все НАТО. А значит, это тот случай, когда по уставу данной организации все ее члены должны поучаствовать в любом намечающемся кипише. Кипиш начался уже 7 октября 2001 года. Поначалу операцию в Афганистане и сопутствующие операции против ячеек Аль-Каиды в других странах назвали «бесконечное правосудие». Правда, с этим случилась загвоздка. Бесконечное правосудие отсылает концепции Бога в религиях, основанных на единобожии. То есть предавать войне религиозный окрас было бы крайне опрометчиво. Но масло в огонь подлил Джордж Буш, который в своей бесконечной мудрости ляпнул. Этот крестовый поход, эта война с терроризмом, займет некоторое время. Крестовый поход. Дело в том, что Бен Ладен еще с 90-х твердил об угрозе со стороны крестоносцев и иудеев Лучшего подарка от Буша Бен Ладену, как заявить о крестовом походе и подыграть пропаганде Усамы и придумать трудно. Хотя нет, первый лучший подарок от Джорджа Буша Усамы Бен Ладену был, когда Джордж Буш позволил 24-м родственникам Бен Ладена покинуть США. Но это второй лучший подарок. В общем, операцию срочно переименовали в несокрушимую свободу. Но осадочек-то остался. Морпехи отправились в Пакистан ждать приказа для вторжения в Афганистан. В их числе был и молодой лейтенант корпуса морской пехоты Натаниэль Фик. Как-то в одном из своих видео я упоминал, что теракты 11 сентября мотивировали многих американцев из благополучных семей записаться в вооруженные силы США, в том числе и в корпус морской пехоты, поскольку ими двигали патриотические чувства и жажда отмщения. В числе таких людей я упомянул и Натаниэля Фика. Касаемо Натаниэля Фика мое утверждение было досадной ошибкой. На самом деле он записался в корпус морской пехоты США до событий 11 сентября. Теперь у моего поколения будет свой Перл-Харбор, а я пехотный лейтенант. Я бы мог учиться в медицинской академии или ходить на работу в костюме. Как я мог поступить так со своей семьей? Интересно, сколько пехотных лейтенантов, служивших в декабре 41-го года, выжили к 45-му году? Я сидел на металлическом стуле в пункте оперативно-тактического тылового обеспечения и изучал данные анализа страны, присланные из ЦРУ. Патрик сидел по диагонали от меня, читая о тактике боя Талибана. Это еще запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация или уже нет? Я что-то запутался. Но на всякий случай волшебные слова я произнес. Клату брата на территории Послушай-ка, сказал я, население 25 миллионов человек, однако всего 31 тысяча телефонов и 100 тысяч телевизоров, 30% людей, имеющих писать и читать, 800 долларов ВВП на душу населения, средняя продолжительность жизни, 45 лет и самые большие показатели по экспорту опиума, орехов, ковров и овчины. Звучит так, как будто мы будем воевать с людьми, вооруженными палками и рогатками. У них, между прочим, есть ракеты ближнего действия. Они обобрали Советский Союз до нитки, сказал Патрик, не отрываясь от своих бумаг. Ракеты ближнего действия. При стрельбе их держат на плече. Патрик оторвался от своих бумаг и поднял один лист вверх. Ну-ка, посмотри, январь 1842 года. Британцы колонной выдвинулись из Кабула. 16500 солдат и гражданских лиц. Войска хотели занять Джалалабад, находящийся на расстоянии в 70 миль. Угадай, сколько они прошли? Нисколько. Именно. Афганцы безжалостно убили всех, кроме одного. Они оставили его в живых, чтобы он рассказал обо всем остальным. Да приплюсуй еще Советский Союз, продолжал он. Они добавили еще 15 тысяч человек в 1980 году. Плюс 10 раз больше этой цифры раненых и тысячи мертвых из-за вирусных инфекций. Мое мнение таково. Это место было кладбищем для огромного количества таких же парней, как ты и я. И для нашей же пользы нам нужно учиться на ошибках предыдущих ходоков. В своей книге Нейт Фиг указывает на одну незначительную деталь. То, что после 11 сентября морпехи были полны решимости порвать в клочья всех и вся, сомнений не вызывает. Но, отправляясь на грядущую войну, американские военные и морпехи в том числе стали заменять свои стандартные уставные футболки футболками с эмблемой пожарного департамента Нью-Йорка. Данный факт даже отражен в фильме Уцелевший. Напомню, в Башнях-близнецах исполняя свой долг погибло 343 пожарных. Да, это символично. Теперь они, военные, идут мстить. И они несут с собой память павших трудяк мирной профессии. Можно много спорить о причинах и правомерности данных событий, но, на мой взгляд, подобная солидарность, достойна уважения. Одна из разведывательных групп экспедиционного отряда морской пехоты заняла позицию на крыше ангара, а мы поднялись наверх, чтобы осмотреться. Пахло дымом, было такое ощущение, что вокруг жгли одновременно тысячи мусорных куч. Да плюс к этому разводили костры для приготовления пищи. Вокруг взлетно-посадочной полосы росли низкорослые деревья, но, кроме этих деревьев, ничего не росло. Земля вокруг была голой, потрескавшейся от безжалостного солнца. Не было никакого движения. «Обнаружили что-нибудь интересное?» спросил штаб-сержант, как будто знал заранее, что ответ может быть положительным. «За нами следят с машиной скорой помощи», сказал Руди. Он встал, и я заметил бумагу в его руке. Он сделал набросок аэродрома, помещая азимуты и расстояние между ориентирами. Так он мог дать точную информацию бомбометчикам и пилотам, атакующим с воздуха. У них на двери «Красный полумесяц» — альтернатива «Красного креста» в исламских странах. Они приезжают каждый день, и каждый день парень с фотоаппаратом делает снимки. Может, это какое-нибудь дополнительное подразделение? Пакистанское разведывательное управление помогало нам прибрать к рукам «Талибан». Мы знали, что они нам не друзья, но все же я не предполагал, что Лирьянова за нами наблюдение. Официально американских войск на земле Пакистана не было. Мы знали, между поисково-спасательной операцией небольшая. «А не заметили, что вы за ними наблюдаете?» — спросил штаб-сержант. Руди покачал головой. «За ними надо последить. Днем здесь хватит двух человек. Действовать будем ночью. Надо попатрулировать город по периметру, понатыкать датчики движения и все такое». Загадочность разведки складывается как раз из таких секретных акций. Прошла неделя. Этот дремотный полдень не отличался от других. В дверь управления роты постучался пакистанец. «Я должен поговорить со старшим по званию американцем». Капитан Уитмир был на совещании, так что отозвался я. «Сэр, в наш офис поступил звонок. Пожалуйста, пройдемте со мной». Речь пакистанца была очень правильной, с легким акцентом. Его слова сопровождались легкими кивками головы. Я последовал за ним в здание, порог которого до этого не переступал. Вошел, понял, помещение для дежурных летчиков. Свет был тусклым. Я на секунду остановился, чтобы глаза смогли привыкнуть. На улице это солнце пекло вовсю. Дюжина пилотов в зеленых летных костюмах, развалившись, сидели на стуле. Курили все. Когда я вошел, все замолчали и дружно уставились на меня. На стенах висели фотографии самолетов F-16. В полете, идущих на посадку, взлетающих. Это очень смахивало на спальню восьмилетнего мальчика. Пустовавшие сейчас ангары в Джакобобаде были построены именно для этих птичек. Пилотов специально обучили и привезли сюда для их пилотирования. Но самолетов не было и, соответственно, пилотам делать было нечего. Приведший меня пакистанец показал на телефон и деликатно отошел в сторону. Я поднял трубку. Тишина. Когда я сказал об этом человеку, приведшему меня сюда, он только пожал плечами. «Из какого вы рода войск?» Спросил он, и это не прозвучало как праздное любопытство. «Морская пехота США. Какая именно воинская часть? Сколько у вас пулеметов?» Я быстро повернулся и вышел на улицу. Прошло почти две недели в Джакобобаде. Мы не знали ни отдыху, ни продыху. Рота получила предварительное распоряжение на три различные операции. Но они не стартовали. У каждого были свои эфемизмы, касающиеся Афганистана. Чаще всего говорили «на севере» или «за горами». Мы были зациклены на боевых действиях. Находясь на корабле, мы хотели поскорее сойти на землю. Но в Джакобобаде мы сидели и ничего не предпринимали. Близко, но пусто. Мы чувствовали себя вторым составом и представляли себе, как другие выполняли в Афганистане одну миссию за другой. Наше поколение было взращено на 100-часовой войне, и мы боялись, что это пройдет без нас. 100-часовая война как раз та самая война в заливе, в которой автор «Кувшиноголовых» Энтони Суофорд так никого и не пристрелил. Но Нейт волновался зря. Смертельный счет они откроют. Однако до вторжения необходимо было поработать боевой авиацией. Как вбомбить в каменный век то, что уже в каменном веке, я не знаю, но у дяди Сэма получилось. Конкретно в книге Натаниэля Фика действия в Афганистане отражены как-то скудно, и мы здесь останавливаться не будем. Как и во многих других случаях, это тема для отдельного разбора. И ни одного, учитывая, что Одиссея американцев в Афганистане продлилась 20 лет и закончилась как-то странно. Фик не потерял ни одного бойца в Афганистане и после этой своей командировки отправился на курсы командира разведвзвода корпуса морской пехоты. То есть человек, относительно недавно побывавший в учебке корпуса морской пехоты, снова по собственной воле отправляется в учебку корпуса морской пехоты. Да еще на подготовку разведчиков. Сама по себе учебка жесть. Но тут жесточайшая жесть. Вообще, сам процесс прохождения курсантской подготовки одна из наиболее интересных лично для меня тем. Интересен подход, процесс и результаты. Отбросьте предрассудки, что американские вояки все сплошь неженки, которые не будут воевать без любимого бубль гума и колы. Нет. Я напомню, вооруженные силы США идут только добровольно. И дрючат там в учебке нещадно. Ведь ты не срочник, которому некуда деваться. Ты волонтер, доброволец. Если тебе покажется, что сержант-инструктор не слишком любезен с тобой, то вон дверь. Тебя здесь будут так драть, чтобы побудить в тебе желание свалить отсюда как можно скорее. Но если ты не свалишь, если ты пройдешь все этапы подготовки курсанта, то тем ценней ты будешь для вооруженных сил. Ведь процент вероятных дезертиров или перебежчиков в такой армии будет крайне низок. Ничтожно мал. Моим первым испытанием было прохождение теста на физическую подготовку. Наивысший результат 300 очков. Для того, чтобы стать курсантом, нужно было набрать не менее 275. Тест был разделен на три этапа. Подтягивания, отжимания и бег на 3 мили. Чтобы набрать 300 очков, нужно было подтянуться 20 раз, не срываясь с перекладины и доставая подбородком до верхнего уровня планки. Затем отжаться 100 раз за 2 минуты и пробежать, уложившись 18 минут. Как триатлон. Нужно уметь делать хорошо сразу три вещи. Трудно, но зато комбинация позволит верно определить уровень физической подготовки. В школе я играл в футбол и занимался кроссом, а в Дартмаусе считался хорошим велогонщиком, поэтому, покинув в тот день Портсмут, я был уверен в успешности прохождения теста. Капитан Этейн, здороваясь со мной во время моего следующего визита, спросил, с чего бы я хотел начать тренировку. С отжимания, подтягивания или бега? Поблагодарив его за то, что он спросил о моих предпочтениях, я ответил, подтягивания, отжимания, а затем бег. Отлично, ухмыльнулся он. Тогда мы начнем с бега, потом отжимания и подтягивания. Это было моим первым знакомством с нравами морской пехоты. Здесь мы познакомились с нашим командиром, который, похоже, относился к нам с таким же омерзением, как и к этим обедам. Чисто выбритая блестящая челюсть, нос с горбинкой, сидеющие волосы как-то не соответствовали образу полковника-контрактника. Но силы ему было не занимать, он выглядел так, будто мог уложить на землю любого властность чувствовалась в каждой нотке его голоса. В каждом курсанте мы пытаемся отыскать такие качества, как интеллект, человечность, моральные ценности, которые в дальнейшем помогут ему успешно управлять группой людей. Мы ищем командиров, сказал он нам. Поведение курсантов в ситуации давления это ключевой показатель потенциала командира. Пытаясь выявить командиров для морской пехоты, которые впоследствии смогут посмотреть врагу в лицо, мы должны знать, кто может думать и действовать в стрессовой ситуации. Стрессовую ситуацию создают в школе подготовки офицеров многими способами, и вы это еще увидите. Закончив свой монолог, он представил нам инструкторов школы морской пехоты. Все они были инструкторами строевых учений, хотя в школе подготовки офицеров их называли сержантами-инструкторами. Мы должны были обращаться к ним, упоминая должность, чин и имя. Штат инструкторов четким маршем зашагал в нашу сторону и встал перед нами по стойке смирно. Форма цвета хаки с пятнами разноцветных нашивок, глаза сфокусированные на стене прямо над нашими головами. Улыбок не было, они были сержантами или штаб-сержантами или орудийными сержантами. Большинство прослужили вооруженных силах лет 10-12. Я видел шрамы, бицепсы и татуировки. Когда представление инструкторов закончилось, полковник повернулся к ним и произнес 10 слов, которые положили конец нашей гражданской жизни. С этого момента ситуация должна находиться под вашим контролем. Действуйте в соответствии с расписанием дня. Столы были мгновенно перевернуты, стулья убраны в сторону. Я даже забыл о полусъеденном яблоке в руке. Теперь мы находились в подчинении своих инструкторов. Мы все одновременно начали выбегать из Куансатского ангара. У меня возникло желание рвануть, не останавливаясь куда-нибудь в лес, выбраться на шоссе и оттуда автостопом добраться домой. Но гордость в молодой душе превосходит другие импульсы. И я, вместе со своими товарищами, вскоре стоял в строю взвода новобранцев. Хватит смотреть по сторонам, придурок! Я неотрывно смотрел вперед. Я не думал, что инструктор обращается ко мне. Теплое, влажное дыхание на моих щеках. Если он говорит не со мной, то с кем-то в непосредственной близости от меня. Застегнуться! Его слюна была на моих глазах и губах. Инструктор прошелся взят и вперед по нашему неровному ряду. Он говорил со всей группой, но складывалось впечатление, что обращается он к каждому лично. Если вы издадите хоть звук, и я услышу его, выебу вас в рот. Так что молча соберите ваше долбанное барахло и двигайтесь вперед. Сделайте так, чтобы я поверил, что вам нравится быть здесь. Мы повесили вещевые мешки на плечи. У бывалых курсантов оказались рюкзаки. Им было поудобней. Они быстро сложили все вещи и стояли с таким видом, будто готовы хоть сию минуту отправиться по горным тропам опалачей. Про себя я такого сказать не мог и вообще смутно представлял себе занятие с таким огромным переполненным вещевым мешком за спиной, как у меня. Я бросил взгляд на значок с именем инструктора. Олдс. На плечах три полоски. Сержант Олдс. Он орал во все горло так, что аж вены на шее выскакивали наружу, а глаза выкатывались из орбит. Он размахивал руками так, будто пытался отогнать назойливую осу. Я смотрел на сержанта-инструктора сержанта Олдса. Официально к нему нужно было одной из вех в моей жизни. Курсант, прекрати пялиться на меня. Ты что, хочешь пригласить меня на свидание? Что, на свидание хочешь пригласить? Нет, сержант-инструктор, сержант Олдс. Вперед, курсант, и смотреть прямо мне в глаза. Он подходил ближе, его голос превращался в шепот. Я видел, как пульсировала вена на его виске и старался не входить с ним в визуальный контакт. Клянусь, ты хотел пригласить меня на свидание. Хочешь дать своим болванам сослуживцам повод посмеяться надо мной? Клянусь, это будет последним, что ты сделаешь. Я что, в театре? Я видел цельнометаллическую оболочку, но то была шутка. А здесь и сейчас все было совсем не похоже на шутку. Когда Олдс обращался ко мне, меня охватывала ледяная волна вырабатывавшегося адреналина. Начали трястись колени, но самым худшим во всем этом было то, что Олдс знал, что со мной происходит. Я боялся продолжения. Олдс развернулся на каблуках и ушел, гордо шагая по парадной палубе. Выбора у нас не было, и мы зашагали за ним. Капли начавшегося дождя разбивались о темный асфальт. Они становились все больше, и вскоре весь асфальт превратился в один сплошной поток. Я старался тащить свой вещмешок по тротуару. Вчера вечером он казался мне намного легче. Я положил туда только самое необходимое. Три комплекта штатской одежды, кроссовки, туалетные принадлежности и походные сапоги, которые мне прислали несколько недель назад, чтобы я успел их разносить. Одежда была аккуратно сложена, брюки по стрелкам, а рубашки так, чтобы не помять на груди. Сержант Олс позвал нас к канаве протяженностью метров 45. Он стоял и смотрел на нас, скрестив руки на груди. Вываливайте свой мусор из вещевых мешков. Я хочу посмотреть, кто пытался взять с собой фотографию своего голого дружка. Я стоял в растерянности, не понимая, действительно ли он хочет, чтобы мы вывалили свои вещи на грязный тротуар. Потоки дождевой воды становились больше и быстрее. Мы что, глухие? Я сказал, вывалить весь ваш мусор из мешков. Немедленно, двигайтесь. Как выяснилось, сержант Олс всегда говорил «мы». Он не говорил «вы». Я расстегнул молнию и выложил на грязный асфальт сапоги. Затем аккуратно положил на них одежду и сверху, чтобы хоть как-то спасти вещи от дождя, прикрыл все пакетом с туалетными принадлежностями. Моя конструкция почти сразу привлекла внимание Олса. Он толкнул ее ногой, оставив отпечаток своего сапога на воротнике моей тщательно выглаженной рубашки. Что здесь? Спросил он, схватив пакет с туалетными принадлежностями. Наркотики? Спиртное? Может быть, вазелин и большой огурец? Моя зубная щетка, зубная паста, бритва и крем для бритья одно за другим попадали на землю. В следующий раз, наверное, спрячешь их поглубже, курсант, прорычал Олс. Но я все равно их найду. Да, найду. И когда я это сделаю, то вышвырну твою задницу из морской пехоты быстрее, чем ты успеешь позвонить своему конгрессмену. Затем он перешел к своей следующей жертве, а я начал быстро собирать все то, что всего лишь несколько минут назад было аккуратно упаковано в моем вещевом мешке. Что я вообще делаю в школе подготовки офицеров? Мы взяли в руки сапоги, встали на колени и маршем потопали на своих четырех конечностях вокруг спальни. Олс объяснил, медленно приводимые в исполнение приказы приводят к потере преимущества. Мой страх перед школой подготовки офицеров начал потихоньку перерастать в разочарование. Я не понимал правил игры, все было как в тумане. Я ожидал от морской пехоты большего. Я ползал по кругу с сапогами на руках и мечтал о том, чтобы бросить все и вернуться домой. Я бы мог провести остаток лета работая телохранителем. Боец это, наверное, не тот социальный статус, который мне нужен. Когда Олс объявил об окончании игры, мы оделись и отправились на площадку для занятия физкультурой. Центром физкультурной площадки был красный деревянный помост. На нем спиной к восходящему солнцу стоял цветной сержант из британской королевской морской пехоты. Он приехал из Соединенного Королевства по обмену. И ему определенно нравилось приводить в форму так жаждущую этого американскую команду. А, курсанты, доброе утро! Надеюсь, отсутствие бигмаков и просмотра шоу Джерри Спрингера хорошо сказалось на вашей готовности к утренним занятиям. Помните, ничто так не подтверждает ваших усилий, как рвота фонтаном! Да, курсантов постоянно держат в стрессе. Он не отпускает. Бессонница вас мучить не будет. Нырнув в койке по команде отбой, вы будете вырубаться за считанные секунды. Ведь пройденный день не оставит в вас никаких сил. И пробуждение ваше будет тоже стрессом. За людей вас тут считать не будут. Вы отказались от этого, подписав бумагу. Вы же волонтер. Но вы еще не морпех. Из вас еще предстоит это сделать. Смертоносную машину. Именно машину. Для этого вашу голову надо опустошить. Превратить в кувшин. Вытряхнуть оттуда все дерьмо, что вы притащили с гражданки. Чтобы освободить место под то дерьмо, что нужно корпусу для его эффективности. Это серьезная психологическая работа. Вас отформатируют. Вас загрузят новую операционную систему. Даже язык прежний забудь. Нет, может быть. Не знаю. Забудь это дерьмо. Или вон дверь, тряпка. Сэр, да, сэр. Сэр, нет, сэр. Ай-ай, сэр. Килл. Вот твой новый язык. Что? Ты индивидуальность? Серьезно? Тогда ты можешь ввалить отсюда. Вон дверь. Пока будешь идти, посчитай, сколько денег налогоплательщиков, которых ты не сможешь защищать, были потрачены на то, чтобы ты тут оказался. Будешь должен неустойку дяде Сэму, придурок. Или стой здесь, и, быть может, я дам тебе еще один шанс. Индивидуальность, они там, на гражданке. И чтобы защищать их образ жизни, вы должны стать единым целым. Индивидуальность не защитит себя и не защитит другую индивидуальность. Настоящую защиту способна дать кровожадная семья из сотен тысяч образцово выбритых рыл. Морпех ничего не делает в одиночку. Посмотри на того, кто слева от тебя встроил, посмотри на того, кто справа от тебя встроил. Ты без них ничто, они без тебя ничто. Один морпех роет окоп, другой его охраняет. Если один морпех идет отлить, второй его охраняет. Если твой напарник сел посрать, ты держишь свою винтовку на готове, чтобы не потерять этого засранца в момент его наивысшей уязвимости. Ты без винтовки ничто, винтовка без тебя ничто, никаких индивидуальностей. У тебя даже личного здесь ничего не может быть. Твой бронежилет это не твой бронежилет. Это бронежилет корпуса морской пехоты. И если ты забыл его надеть, ты ослабил защиту корпуса морской пехоты. Твой шлем это не твой шлем. Это собственность корпуса морской пехоты. Если ты его потерял, ты проделал брешь в обороне всего корпуса. Пожалуй, единственное, что может быть у тебя здесь личное, так это зубная щетка, Которую я так и быть Позволю тебе купить за счет этих ссыкунов налогоплательщиков Чтоб твои зубы были здоровы На тот случай Если ты не до умок растратишь все патроны А противник еще жив Тогда ты покажешь ему свой здоровый боевой оскал И прогрызешься через его горло к победе Вам все ясно, дамы? Херня, я вас не слышу Уже лучше Теперь вас можно отправить петь в церковный хор Где ваши жопы будет щупать местный старый прист Потому что вы ни хрена не морпехи Ибо сам всемуышний Не может трогать морпеха за жопу Поскольку это жопа Собственность корпуса морской пехоты США Простите, я увлекся В 1956 году произошел инцидент Риббон-Крик Сержант морской пехоты Мэтью Маккен Употребив алкоголь Среди ночи поднял свой взвод в учебном центре Перис-Айленд И приказал им пересечь приливный ручей в болотистой местности В результате чего 6 рекрутов погибло На всякий случай, это не только у них В 1996 году я тоже в учебке на пьяные рылы мечманов и офицеров насмотрелся И это был не Перис-Айленд По инциденту Риббон-Крик началось судебное разбирательство Однако многие офицеры корпуса встали на защиту сержанта Указав, что такая суровая подготовка необходима для выживания в бою В этом есть, конечно, рациональное зерно Но сержант-инструктор должен быть трезвым Ну и можно ли такое применять в отношении призывников? Другое дело, когда армия комплектуется на добровольной основе Тяжело, не справляешься, можешь уйти Хочешь остаться? Преодолевай, терпи и делай, что велено На данных видео видно, что трил-инструкторы буквально рвут на части зону комфорта рекрута Не оставляя от нее ни клочка Все, твоей зоной комфорта теперь должен стать спусковой крючок Приказы командиров и тщательно охраняемый периметр твоего подразделения Промогите очередь Промогите очередь Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Довольно любопытен также вот этот момент Может создаться впечатление, что этот инструктор страдает гаптофобией Одним из проявлений обсессивно-компульсивного расстройства и психостении Проще говоря, боязнь тактильных прикосновений Но нет, в таких сообществах тактильное прикосновение признак или проявление агрессии или доминирования И рекруты должны уяснить себе это Не прикасаться к старшим Только они могут не смотреть в глаза, пока не прикажут Здесь очень много внимания уделено психологии приматов Каким бы смешным это ни показалось Или не прозвучало Психологии и инстинктам И, конечно же, дрессировке, основанной на инстинктах и психологии Здесь даже своеобразный подход к выработке осанки Форменная кепи натянута буквально на глаза Если хочешь видеть что-то кроме своих ботинок, держи осанку Спину прямо, шею прямо, не сутулься, подбородок подними Выглядит так, будто готов отыметь весь этот гребаный мир прямо сейчас Ну так вот, Нейт Фиг все это прошел И после Афгана решил еще и пройти курсы офицера взвода разведки Там все еще веселее Имитация захвата в плен, содержание в камере таких размеров, что не встать в полный рост, не лечь и вытянуть ноги не получится А еще побои Да-да, самые настоящие избиения во время имитации плена Также являются частью спецподготовки Выработка устойчивости к пыткам И все это Натаниэль Фиг прошел Прошел он также и курсы воздушно-десантной подготовки После чего стал командиром 2-го взвода роты Браво 1-го разведбатальона 1-й дивизии корпуса морской пехоты В этом качестве ему предстояло отправиться на следующую войну, ставшую следствием событий 11 сентября В декабре 2002 года Саддам Хусейн принес официальные извинения народу Кувейта за свое вторжение в 1990 году Иракский лидер понимал, что над его страной и над ним самим сгущались тучи США активно внедрялось как в массовое сознание американского народа, так и на международной арене, что между 11 сентября и Хусейном существует прямая связь И что Ирак представляет угрозу всему миру, поскольку Хусейн активно вел и продолжает вести разработку оружия массового поражения, в том числе и химического и бактериологического оружия Примерно спустя неделю после 11 сентября в несколько информационных агентств на территории США, а также нескольким конгрессменам от Демократической партии Стали приходить письма с неким белым порошком И чтоб следователи не ломали голову по поводу цели рассылки таких писем, послания в них были более чем красноречивы Официально в письмах были споры возбудителя сибирской язвы, бациллы антракс То есть атака на Америку, начавшаяся 11 сентября, продолжалась, и теперь это была бактериологическая атака Страх в американском обществе достиг небывалых масштабов Почтовым службам теперь надлежало работать в перчатках и масках Простые граждане находились в постоянном страхе, особенно когда дело касалось получения почтовой корреспонденции Вырос спрос на респираторы, маски и перчатки, и соответственно цены Нагнетаемый страх при желании легко превратить в оружие Страх трансформировать в ненависть, а за ненавистью по пятам идет война Находясь в подобном состоянии, общество практически безоговорочно приняло возникновение в США Такого федерального закона, как патриотический акт Этот закон сильно ударил по правам и свободам граждан не только в Соединенных Штатах А также этот закон очень сильно ударил и по системе сдержек и противовесов Которой США славились Официальные лица быстро указали общество на источниках панического страха и опасности Ирак В подтверждение этому стали поступать сведения из Германии Некий иракский ученый, бежавший от Саддама в Германию Поведал, что у Ирака есть передвижные лаборатории, в которых разрабатывается и производится биологическое и химическое оружие Потому и не могут инспектора ООН ничего найти Когда в Ирак приезжает инспекция, трейлеры уезжают в пустыню и колесят там вдали от лишних глаз Кстати, Натаниэль Фико и его морпехи найдут кое-что похожее на то, что описывал этот перебежчик К этому мы еще вернемся Вишенкой на торте нагнетаемой истерии стал госсекретарь США Колин Пауэлл В его биографии немало серьезных занимаемых постов Секретарь по нацбезопасности, председатель Объединенного комитета начальников штабов Теперь вот госсекретарь Кстати, в 1968 году ему было поручено расследование сведений о резне во вьетнамской деревне Моу Лай Колин Пауэлл тогда сделал следующий вывод Прямым опровержением этих сведений является тот факт, что отношения между американскими солдатами и вьетнамским народом прекрасны В общем, честнейший человек 5 февраля 2003 года Колин Пауэлл выступил перед Советом Безопасности ООН То самое знаменитое выступление, где он тряс пробиркой с белым порошком Вообще-то, еще в 2002 году Советом Безопасности ООН единогласно была принята резолюция 1441 Которая требовала от Ирака сотрудничества и оказания всяческого содействия инспекторам ООН по оружию массового поражения И Ирак согласился с этой резолюцией Эксперты находили небольшое количество старых боеприпасов с боевыми отравляющими веществами в Ираке И Ирак уничтожал их под надзором инспекторов Но никаких признаков того, что Ирак занимался новыми разработками и производством, обнаружено не было Тут-то и были весьма кстати истории про передвижные лаборатории И пламенная пробирочная речь Колина Пауэлла Он твердил, что у Ирака есть достаточное оружие массового поражения, чтобы угрожать всему миру И Саддам каждый день наращивает эти запасы Утверждалось, что все эти письма с порошком его, Саддама, рук дело Что лидеры террористов, которых не удалось найти в Афганистане, на самом деле сбежали в Ирак и так далее Вообще интересно, он не мог сказать то же самое, но без демонстрации этой херни Ну и самое главное, сколько норм, регламентов, правил безопасности, местных и международных инструкций по обращению с опасными веществами здесь нарушено Что это вообще такое, взять и притащить стеклянную пробирку с биооружием в здание, где куча народа И которая находится в многомиллионном городе Нет, я конечно могу предположить, что возможно в пробирке было нечто такое Что потом Колин Пауэлл, Дональд Рамсфельд, Джордж Буш и Кандализа Райс втянут в ноздри через 100-долларовую банкноту, свернутую в трубочку Но черт возьми, что это загребанный цирк А ведь многие схавали Хотя, конечно, не все, все-таки Колин Пауэлл не 15-летняя псевдомедсестра из Куэйта Не так за душу берет Некоторые страны были против военной операции против Ирака В их числе Франция, Россия Такого единодушия, как в 1991 году, в этот раз не получилось Еще до пробирочной речи Пауэлла в 2002 году в столицу Ирака Багдад Прилетел Владимир Жириновский Это там был записан его знаменитый перформанс Здесь другие ребята Это не Германия Это не Афганистан Джордж, твоих солдат здесь порвут на части Ты 250 тысяч отборных солдат Ирака Они все разнесут Они всю пустыню пройдут за один час Они взорвут все твои эсминцы Всех твоих журналистов Дипломатов Джордж, ты ковбой Ты остановись, блядь, ты кончай Ты патроны спрячь подальше на склад И забудь про своего папу Ты папу забудь Папа твой отработал свое Ты подумай о будущем Америки Она гибнет Твоя молодежь бежит из твоей страны Там никто не хочет жить в Америке Никто! Ты никогда здесь не достигнешь победы Потому что мы знаем этот народ Мы знаем этого президента Ты никогда не победишь Это будет твое последнее поражение Наполеон проиграл Ватерлоу Гитлер проиграл Берлинскую битву Ты проиграешь Багдад Багдад твоя могила Понял ты, Джордж? Странный ковбой, блядь Ночью наши ученые Чуть-чуть измеют Гравитационное поле Земли И твоя страна будет под водой 24 часа Кажется, пациент, слишком много Жахнул Вся страна твоя будет под водой Атлантического Тихого океана Мы его теряем! Ты подумай Ты понял, чем... Помню в то время Многочисленный политический ток-шоу На российском телевидении Только и говорили, что о возможных последствиях Вторжения в Ирак На одном из них выступил некто в мундире Не то полковник, не то генерал Уже не помню точно А данную передачу, к сожалению, так и не нашел В общем, запали мне в душу его слова Дескать, иракский народ и иракская армия Любят своего лидера и будут биться за него И за свою страну до конца И американцев ждет поражение После чего весь зал взорвался Взорвался в смысле аплодисментами И если уже тогда я испытывал жгучий стыд От выступления самого высокооплачиваемого косплейщика Одного безумного итальянца То после слов этого военного я подумал Ну вот он-то, наверное, точно знает, о чем говорит К тому же он трезвый А значит, все так будет, как он сказал Сейчас я скажу, что таких скоморохов К принятию решений и личному составу На пушечный выстрел подпускать нельзя Что до Ирака и Саддама Хусейна То персонаж, он, конечно, малоприятный, мягко говоря Вверг страну в долгую кровопролитную войну с Ираном Потом влез в Кувейт После бури в пустыне Ирак обложили многочисленными санкциями Того роста, что был в стране в 70-е годы Не просто уже не было Того уровня уже нереально было достичь В 1995 году при деятельном участии президента США Билла Клинтона Был дан старт программе ООН «Нефть в обмен на продовольствие» Дескать, Ирак будет отдавать свою нефть И получать взамен не деньги, а продукты питания и медикаменты Чтобы оказать помощь иракскому народу Это очень быстро превратилось в коррупционную сеть невиданных масштабов Благодаря которым и сам иракский режим получал откаты в виде твердой валюты И многие компании и чиновники ООН нагрели на программе руки В то время как значительная часть продовольствия для населения Ирака Шла с самого низкого качества В разразившемся годы спустя коррупционном скандале Фигурировали и член британского парламента И благотворительные организации И министр иностранных дел Индии И министр внутренних дел Франции И Ватикан Среди крупных выгодополучателей от этой программы Были представители крупного бизнеса России, Франции, Китая, Швейцарии Долгое время там не фигурировали американские компании Оказалось, что их из отчетов тщательно вымарывали представители ЦРУ Но все же потом всплыли и Chevron, и Exxon, и другие американские компании Серьезно обогатившиеся на этой международной коррупционной схеме Помимо этого, в 1998 году Ирак подвергся массированной бомбардировке Формальным поводом послужило изгнание Саддамом из Ирака наблюдателей ООН По реализации программы химического разоружения Ирака Ирак обвинил группу наблюдателей в том, что там вместо экспертов ООН сплошь агенты ЦРУ Примечательно, что бомбардировка Ирака происходила на фоне известного скандала Связанного с некими делишками Билла Клинтона и Моники Левински в оральном кабинете Вооруженные силы Ирака находились в деморализованном состоянии все эти годы Тотальный разгром во время бури в пустыне, затем, по сути, гражданская война Связанная с восстаниями шиитов и курдов Сложная техника приходила в упадок, закупать новую не было возможностей Возможностей для ремонта все меньше и меньше с каждым годом Да, всему миру Ирак запомнился как хорошо вооруженная страна с многочисленной армией Это представление об Ираке застыло на уровне 1990 года К 2003 году все было далеко не так Единственная убийственная штука, на которую сподобились запрошедшие с первой войны в заливе иракские военные Это шлем Шлем для федоинов Саддама И выглядел он вот так Шлем для федоинов Саддама Ненавижу песок Он везде Ну и еще кое-что Конечно, в Ираке были люди, преданные Саддаму Или те, кто ненавидел Америку больше, чем недолюбливал диктатора Но была масса тех, кого этот деятель уже конкретно достал Помимо давнего недовольства режимом, не стоит забывать и более банальные вещи Этот человек уже больше 20 лет был на вершине власти Когда страна стагнирует, ключом проблемы непременно будет лидер И чем он авторитарнее, тем больше претензий именно к нему будет копиться в низах общества Но и нельзя забывать и об простой усталости от одной и той же физиономии Вот в некоторых странах и в той же Америке правящие круги прекрасно понимают такой психологический аспект Что-то не так в экономике, в социальной сфере растет недовольство Но регулярные предвыборные кампании и избрание нового президента дают выпустить пар и понизить градус недовольства Каждый раз очередной кандидат вываливает кипу обещаний, и вот он выбран То, что он их не выполнит, другой вопрос Главное, пар выпустили И очередной рост недовольства начнется с низкого старта А там уже и очередные выборы Все повторится Ни правящий класс, ни политическая и экономическая система при этом не меняются Меняется, по сути, аватарка Главное, это работает Вот это настоящая стабильность А когда один и тот же человек сидит на самом верху десятилетиями Это не стабильность Это бомба замедленного действия Ведь когда его не станет А его не станет в любом случае То страну могут ждать очень серьезные потрясения Ведь слишком долго не приподнимали крышку и не выпускали пар А на примере Ирака многим жителям этой страны Единственной возможностью что-то изменить Виделось американское вторжение И свержение Хусейна и его многочисленных родственников На вершине пищевой пирамиды В этой связи рекомендую обратить внимание На пятисерийный документальный сериал от BBC Однажды в Ираке Там некоторые иракцы делятся подобными откровениями О том, как они ждали американского вторжения И грядущих изменений И как они потом были разочарованы В 2003 году многим и в Ираке было ясно Что вторжение это дело ближайших месяцев Но как уже было сказано Единодушия по Ираку в мире не было В отличие от 1991 года Многие страны НАТО поддержали США Ведь НАТО официально заявило Что атака на США это атака на весь блок Однако Турция, союзник по НАТО Отказалась предоставлять свою территорию Для грядущего вторжения Турция была недовольна тем Что Соединенные Штаты в грядущей операции Серьезно опирались на курдов Которых турецкий режим ненавидит Коалиционные силы начали сосредотачивать свои войска в Кувейте Главный удар готовился отсюда Еще со времен Первой войны в заливе Здесь было организовано несколько американских военных баз На некоторых из них в том числе Постоянное дежурство методом ротации Несли и морпехи Сюда же направился новоиспеченный командир Второго взвода роты Браво Первого разведбата Первой дивизии корпуса морской пехоты Натаниэль Фиг Вместе со своими бойцами Из Марона мы вылетели ночью, держа курс на восток На борту огромного Си-5 мы пролетели через Европу и Средиземное море И вскоре нам предстояло сесть в международном аэропорту Кувейта Мы кружили над аэродромом около часа А самолет все никак не мог приземлиться На взлетно-посадочной полосе абсолютно не было места В конце концов мы сели Нас встретила группа солдат в пикапе Они просканировали наши пластиковые военные билеты Своим портативным компьютером Их задачей было предоставление центральному командованию информации О численности сил, противостоящих Саддаму Выехав на автобусе за пределы аэропорта Мы были вынуждены закрыть занавеси Кувейтцы очень злы на то, что вооруженные американцы Наводняют их страну И могут попытаться обстрелять нас Так уже дважды случалось с другими группами Как интересно Чуть больше 10 лет назад Американцы освободили Кувейт от иракцев И теперь так кувейтцы встречают своих освободителей? Подразделение Фика было направлено в полевой лагерь Матильда У границы с Ираком С автострады 80 мы свернули налево И проехали через КПП Обнесенный колючей проволокой Дорога была извилистой Мы проехали 2 километра в сторону пустыни Обогнули обнаженный утес И затем направились в центр нового метрополиса Кэмп Матильда Название навеяно благодаря австралийской песне Вальсирующая Матильда Эта песня у нас ассоциировалась с 1-й дивизией морской пехоты Она когда-то вслед за захватом острова Гладалканал В 43-м году Была передислоцирована в Австралию Несмотря на очаровательное название Матильда была лагерем мрачным Недостроенным Просто в ряд стояла дюжина белых палаток Ни электричества, ни горячей воды И душ в лучшем случае на неделю Незадолго до вторжения в Ирак В лагерь Матильда привезли дюжину корреспондентов Среди них был и бывший работник журнала Хаслер Который теперь писал статьи для журнала Роллинг Стоун После ужина, когда мы возвращались в палатку Командир роты, увидев меня, подозвал к себе Он проинструктировал меня относительно некоторых изменений Касающихся ближайшей пары дней А затем показал на фигуру репортера Стоящего неподалеку в тени Это Эван Райт из Роллинг Стоун Он будет прикреплен к батальону Райт обезоруживающе улыбнулся Я решил сразу сказать, что о нем думаю Невежественный писак, огоняющийся за Пулицеровской премией Который он получит за счет простых граждан С которыми, если они подойдут к нему на улицах города Он и разговаривать-то не захочет Следующим вечером я заглянул в палатку Уина Было время ужина, но орудийный сержант еще бегал Пришлось идти в столовку одному Лейтенант Фиг Обернувшись, увидел Райта Нижнюю часть его тела облекали грязные штаны цвета хаки На плечах висела, по-другому не скажешь Коричневая супермодная футболка А на шее, в лучах заходящего солнца Блестела толстая цепочка Спокойно, даже несколько официально Он спросил, может ли составить мне компанию Я сказал, да, но чувствовал себя Крайне неуютно Проходя с ним мимо морских пехотинцев Возвращающихся из столовки Мы разговаривали о том, кто где родился Где вырос Райт изучал средневековую историю в колледже Вассар И был крайне удивлен, узнав о моей невоенной специальности Он говорил, что люди вроде меня обычно встречаются в других местах Например, в корпусе мира Он разговаривал вкратчиво И производил впечатление очень вежливого Хотя и бывалого человека В Афганистане он ходил в патруль вместе с армейским взводом Был на борту одного из кораблей ВМФ Когда тот находился в Персидском заливе Райт не был в этом деле новичком Но в морской пехоте он оказался впервые Пока мы копались в сером цыпленке На тарелке Я спросил его о первом впечатлении от нашего рода войск Ну, я живу в палатке с начальствующим составом Они много работают, читают и спят Я сказал Райту, что с его стороны большая ошибка Околачиваться рядом с офицерами Чтобы сделать хороший репортаж о морских пехотинцах Нужно общаться с солдатами, а не с военнослужащими сержантского состава И уж тем более не с офицерами в высоком звании Сержанты и ниже Вот кто ему подходит Встреча эта стала, можно сказать, судьбоносной Эван Райт проколесит со взводом Нейта Фика Аж до самого Багдада Да, он заслужит уважение морпехов первого разведбата Не только своей работой в порно-журнале Но и тем, что не сбежал в тыл после первой перестрелки И после второй И после третьей Думаю, у многих есть ошибочное мнение, что это во второй мировой Была борьба, добра со злом, все было понятно А на деле были бардак, ужас, мерзость, жестокость и ожесточенность Точно как у нас на Ближнем Востоке Только репортеров тогда не было Это у нас самая публичная война из всех, что были И тем не менее, люди вольны ее не замечать Американцам на нее вообще плевать Да, и вот тут Эван отличается Он мог бы пережить первый наш бой Собраться, сдать статью и уехать домой А он решил увидеть все И после каждой перестрелки, что мы проходили Он зарабатывал немного уважухи Сближался с отрядом и узнавал парней Самое смешное, что после каждой перестрелки Он постоянно играл такой Фиг знает, вот теперь я, наверное, уеду Он пробудет с ними до самого финала Ну, точнее, того финала, кульминацией которого Стало падение режима Саддама И исчезновение диктатора А значит, полная оккупация Ирака Серия заметок Райта об этом путешествии Публиковалась в журнале Rolling Stone И вызвала живой интерес читателей В результате чего серия этих заметок Журналиста превратилась в книгу Поколение убийц Читателей она встречает такими словами Познакомьтесь с морпехами из Роты Браво Самодовольными, закаленными профессионалами Которые занимаются самым специфическим видом американского экспорта Сверхнасилием Это правдивая история о пулях, бомбах И взводе разведчиков морской пехоты На войне в Ираке Книга есть на русском языке Но перевод ее оставляет желать лучшего Во-первых, в ней есть какие-то строчники Для нашей страны понятие строчник Подразумевает военнослужащего срочной службой То есть по призыву Чего, напомню, в США нет С 1973 года Это вот так нехитро перевели термин Enlisted Который охватывает рядовых капралов и сержантов Ну и второе В зоне ожидания в пустыне разбили лагерь 374 солдата Все они бойцы 1-го разведбатальона Которому предстоит прокладывать путь На значительных этапах вторжения в Ирак Часто действуя за линией врага Морпехи с нетерпением предвкушали этот день С того момента, как покинули свою базу в Кэмп Пендлтон В Калифорнии Более шести недель тому назад Их боевой дух зашкаливал Позже, в тот первый день, когда над их головами проревели Несколько боевых вертолетов Белл А.H.1 Кобра Уносясь на север Предположительно к месту сражения Морпехи вскинули в воздух кулаки И прокричали Да, порви их Kill him Kill him Это неофициальный одобрительный возглас морской пехоты Его выкрикивают, когда собрат Морпех пытается побить свой личный рекорд в фитнес-тесте Им прерывают ночные истории сексуальных похождений в публичных домах Таиланда и Австралии Это крик возбуждения после стрельбы очередью из пулемета М2 Порви их В двух простых словах выражает восторг, страх, ощущение власти и эротического возбуждения Которые возникают в результате соприкосновения с предельными физическими и эмоциональными нагрузками под угрозой смерти Что несомненно и является сутью войны Практически все морпехи из тех, кого я там повстречал, надеялись, что эта война с Ираком даст им шанс порвать их Если Килхим переводится как Порви их, то тогда почему название книги не перевели как Порванное поколение или Поколение рванин? Ну или вообще можно было не напрягаться и перевести название как обычно – Морпехи В 2007 году кабельный канал HBO начал съемки одноименного мини-сериала «Поколение убийц» 7 серий по часу с небольшим В общей сложности продолжительность чуть дольше этого видео Бюджет сериала – 56 миллионов долларов В общем-то тоже чуть больше, чем у этого видео Съемки начались, можно сказать, по горячим следам За 4 года до этого началось описываемое здесь вторжение в Ирак 19 марта 2003 года началась воздушная фаза операции 20 марта – наземная Во вторжении принимали участие подразделения вооруженных сил США, Великобритании, Австралии и Польши Кстати, Натаниэль Фиг писал, что польские союзники их постоянно пугали, поскольку использовали боевую технику, похожую на то, что имелось в арсеналах Иракской армии Да и стрелковое оружие поляков звучало как то, чем стреляли иракцы Коалиционные силы продемонстрировали здесь настоящий блицкрик Активная фаза захвата Ирака и отстранение от власти режима Хусейна и партии Баас заняли всего около полутора месяцев Ну а что было дальше – это совсем другая история Можно лишь отметить, что в Ираке воцарился такой образцовый порядок, что сериал об этих событиях пришлось снимать вообще на другом континенте – в ЮАР, Намибии и Мозамбике Но надо заметить, натуру нашли очень аутентичную Как это водится в американском кино, если речь идет о съемках фильма на военную тематику, то актеры центрового состава отправляются на краткие курсы военной подготовки Все по-взрослому Это не наши, стерзанные актерским ремеслом мажоры, которые любят рассказывать, как это сложно заучивать текст на паре листов А4 Тут вам и беготня с реальной амуницией, которую за пару недель надо довести до такого состояния Чтобы у зрителя не складывалось впечатление, будто актеры распаковали новенькую униформу за полчаса до съемок Тут вам и физподготовка, распорядок дня, военная пайка, регулярная чистка своего оружия, с которым вы будете в кадре и прочая военная рутина Единственное послабление – актерам разрешили носить бронежилеты без бронепластин на съемках Однако некоторым актерам было довольно просто вжиться в военные будни Александр Скарсгард, сыгравший морпеха сержанта Брэда Колберта по прозвищу Айсман Сам служил полтора года в вооруженных силах Швеции Айсман хладнокровенно рассудителен, потому и Айсман Любит музыку 80-х и ретро-консоли Ммм, коллега Его жизненная кредо просто Никогда нельзя показывать страх или отступать, чтобы не позволить себе осрамиться перед стаей Скарсгард – отличный выбор на роль Колберта Очень похож Ну, по крайней мере, пока их рядом не поставить Яир Иона Лотан, который сыграл взводного санитара Роберта Тимоти Брайана по прозвищу Док Брайан Актер, сыгравший его, прослужил три года в силах обороны Израиля Док Брайан здесь, пожалуй, единственный воплощает собой настоящий гуманизм И то, каким, по моему скромному мнению, должен быть военный Сам Эван Райт писал о нем, что для этого морпеха, как бы странно ни звучало, жизнь людей значит очень много Действительно, морпехов учат тому, чтобы рассматривать человеческую жизнь через прицел оружия А цена – жизнь морпеха слева и морпеха справа Надо обладать действительно серьезными волевыми качествами, чтобы не только пройти такую подготовку, но и остаться человеком Еще для одного актера военная подготовка была вовсе не в тягость Тут он был в своей тарелке Актер, сыгравший второго номера снайпера Руди Рейса по прозвищу Фрути Руди или Сладенький Руди Вообще странно, что этот дзен-буддист, каратист, вегетарианец, метросексуал Не стал героем многочисленных гачи-мемов Хотя, возможно, что в Штатах он таковым все же стал Дело в том, что Фрути Руди сыграл сам же Сладенький Руди То есть настоящий аутентичный морпех из Роты Браво Когда актеры первоплана проходили военную подготовку, перед началом съемок шоураннеры сериала посетили их лагерь Тренировали актеров Руди Рейс и сержант Эрик Кочер Увидя, как все актеры подружились со своими инструкторами и полюбили сладенького Руди Было принято решение не искать актера на его роль, а пригласить его самого в роли самого себя Как мне кажется, Руди был единственным в сериале, кто заметно переигрывал Хотя, может, он по жизни такой Вы думаете, парни вашего возраста, которые живут на гражданке, это их пугает? Конечно То, что вы живете иначе Конечно, но тут забавное разделение есть Мы тут типа герои киношные Только ты, Руди Не, вон сидит красавец, в его фильме двухметровая колонча играет Интересно, что и сержанта Эрика Кочера также пригласили на роль второго плана Только сыграл он не самого себя, как в случае с Руди Эрика Кочера сыграл Терминатор Т-888 из сериала Хроники Сары Коннор А сам Кочер сыграл водителя Хамви, командира роты Альфа, капитана Брайана Паттерсона Такое решение кажется странным, но, возможно, актер на роль Кочера уже был выбран И с ним был заключен контракт Выкидывать актера, значит, разозлить актерский профсоюз Еще один вариант В сериале между Кочером и его командиром Дэйвом МакГроу будет разрастаться конфликт Дэйв МакГроу по прозвищу Капитан Америка Абсолютно невменяемый истеричный шизофреник в фильме Вот как репортер описывал его Капитан Америка довольно приятный парень Если вы попадетесь ему в лапы, он вам все уши прожужжит о бесшабашном времени, которое провел он в колледже Работая телохранителем в таких рок-группах, как Юту, Дипешмот и Дюран-Дюран Его люди чувствуют, что он пользуется этими историями в жалких попытках их впечатлить А кроме того, половина из них никогда не слышали о Дюран-Дюран Еще до завершения кампании 1-го разведбатальона Капитан Америка потеряет контроль над своим подразделением И попадет под следствие из-за того, что склонял своих людей к совершению Военных преступлений против вражеских военнопленных Следственная комиссия батальона оправдает его Но здесь, в зоне военных действий, некоторые из бойцов мечтают о его смерти Возможно, настоящий Эрик Кочер не очень хотел иллюстрировать этот конфликт на экране Предоставив данное право актеру Тем более, что Эрик Кочер продолжал в тот момент военную службу Присутствует в фильме, разумеется, и лейтенант Натаниэль Фиг Конечно, не сам его актер сыграл Среди других персонажей хочется отметить водителя, что крутит баранку Хамви Айсмана Колберта А именно Капрал Джошуа Рэй Персон Он на протяжении всего сериала буквально перетягивает все одеяла на себя И наволочки, и уставные полотенца заодно тоже на себя перетягивает Наверное, многие из тех, кто служил в вооруженных силах Припоминают своем подразделении незатыкающегося раздолбая Который частенько жутко бесил Но после службы он вызывал теплые и веселые воспоминания Ну вот это Рэй Персон Лично я думаю, юмор куда смешнее, когда он совершенно неуместен Так даже средненькая шутка становится просто офигеть смешной Верно, вот ты, кстати, время отлично выбираешь, братан Эван Райт так описывает его Он говорит с акцентом, не совсем южным, а скорее просто сельским И гордится тем, что его воспитала мать-одиночка, и он выходец из рабочего класса В школе Персон не увлекался спортом, зато состоял в дискуссионном клубе И играл на всех музыкальных инструментах, которые ему попадались От гитары до саксофона и пианино Часто кажется, что движущей силой за решением этого некогда не спортивного паренька Вступить в корпус морской пехоты и войти в одно из самых элитных мачо-подразделений Была возможность глумиться над морской пехотой и над всем окружающим Актёр Джеймс Рэнсон, сыгравший Капрала Персона, известен тем, что спугнул насильника, напавшего на его соседку Затем догнал его и избил железным прутом, пока не подоспели копы Сам же сериал «Поколение убийц» спас и самого актёра Рэнсон страдал от наркотической зависимости, оказавшись в учебном лагере, а затем на многие месяцы На съёмках сериала «В Африке» он оказался вдалеке от своих кэндименов и, говорят, преодолел данный недуг Надо сказать, что справился он со своей ролью великолепно Но если актёры, сыгравшие Колберта, Дока Брайана, сержанта Уина, сержанта Эспера были похожи на прототипы, то Рэнсон на Персона совсем не похож У Рэя Персона в батальоне было прозвище «Рыба-молот» из-за широко посаженных глаз Но всё же другого актёра на этой роли теперь уже и представить невозможно Странным выглядит и выбор актёра на роль Эвана Райта Да, на протяжении всего сериала его имя не прозвучало ни разу, но в титрах-то видно, что это именно он И актёр, сыгравший репортера, также совершенно на него не похож Вообще, Эван Райт среди морпехов-разведбата выглядит как один из этих морпехов Или даже как их командир Странный выбор, в общем, учитывая, что Эван Райт принимал активное участие в создании сериала Моей основной целью в работе над сериалом было показать вас, ребята, персонажами, говорящими и делающими такое Даже шутищими так, что зрителям становилось бы не по себе Сериал отлично вышел, я считаю Он не только нашу историю рассказывает Но, я думаю, и даёт американскому обществу хорошее понимание, что в Ираке делают наши ребята Все источники указывают на то, что сериал основан именно по книге Райта «Поколение убийц» Всё верно Даже позволю себе высказать мнение, что это тот случай, когда фильм лучше книги Не потому, что книга Эвана плоха, вовсе нет Это хороший материал Без патриотического пафоса, неплохая попытка беспристрастного взгляда на происходящее во время рейда первого разведбата по Ираку Только это сборник заметок, по большей части Как-то кто-то сказал Однажды то-то и то-то Не всегда прослеживается хронология И не всякая реплика имеет обличье в виде сказавшего её Сериал же всё это упорядочил Заметки о том, что думает такой-то морпех о дебилах офицерах, снабженцах и садами в сериале обрели конкретный контекст Отдельные заметки уложены в хронологический порядок И сам сериал в большей степени род-муви Морпехи ждут вторжения, морпехи вторгаются, морпехи двигаются к Багдаду, морпехи достигают цели И некоторые начинают понимать, что за этой молниеносной и победоносной войной последуют настоящие проблемы Между делом попутно что-то происходит Морпехи шутят Или стреляют В основном люди считают, что война, сражения, это когда все в страхе жмутся по укрытиям А мы показываем солдат, которые сразу после боя начинают шутковать Стресс так снимают, это само собой Люди же надумывают это себе по другим фильмам про войну А ты считаешь, про шуткование мы правду показали? О да Конечно, без юмора вообще никуда Вы, ребят, знаете, Эдди, помощника командира, ему прямо за мной руки оторвало Я в шоке слегка, сейчас сказать, а он тут же шутку отмочил, мол, надо было нам сегодня проспать Понимаете? Я такой, каким хреном ты-то смеешься? Мы были острием копья Встречали врага лицом к лицу и уничтожали его, но кто будет ругаться на наши шутки? Некоторым сериал кажется нудным, скучным, затянутым Мало пострелушек, взрывов и кровищи Ну, кому мало, тот всегда может обратиться к творчеству Майкла Бэя Здесь же реальные события, реальные люди Да, и крови достаточно Если кому-то мало одного убитого иракского ребенка, так он в сериале не один Это не боевик, а попытка холодного, безэмоционального взгляда Это череда грязных, неполиткорректных шуток Обсуждение идиотов-командиров, наблюдение за бытом морпехов в полевых условиях Стрельба, снова специфический армейский юмор Здесь не говорят, что презрительное, по сути, расистское отношение к иракцам некоторых морпехов это плохо Здесь просто показано, что это есть В сериале нет даже музыки, чтобы придать какой-то эмоциональный окрас демонстрируемым событиям Вообще никакого саундтрека Кроме финала заключительной серии Только иногда сами морпехи поют какие-нибудь хиты тех лет Заменяя некоторые слова в этих песнях словом «хаджи» Хаджи, именно так морпехи называли иракцев, да и афганцев Многие морпехи, как и Нейт Фик, участвовали в этом рейде как раз после Афганистана При передислокации данного подразделения в лагере «Матильда» в Кувейт Разведбат снабдили видавшими виды «Хамви» Простите, HMMWV Так, правильно? Причем многим бойцам, преимущественно капралам, пришлось в спешном порядке осваивать эти машины Даже не имея лицензии на вождение данного транспорта И этим бойцам также пришлось совмещать обязанности Тот же Руди Рейес был наблюдателем, вторым номером снайпера, сержанта Патрика И одновременно водителем «Хамви» Радист Персон, одновременно водитель Причем то, что упоминается в фильме, подтверждается и райтом, и фиком Многие морпехи на свои деньги приводили машины в порядок, готовя их к вторжению На свои деньги? Они не будут воевать без колы, да? Упомянуто и то, что морпехов снабжают хуже, чем армию Примечательно, что нечто подобное можно встретить и в воспоминаниях морпехов, воевавших во Вторую мировую И в книге Густава Хесфорда «Фантом Блупер», по которой был снят фильм «Цельнометаллическая оболочка» Также в первой серии есть сцена с письмами поддержки от американских школьников Да, в американских школах есть такая практика, когда учитель дает задание своим ученикам Написать письма поддержки американским солдатам, отправившимся на очередную войну Подобные письма упоминаются и в «Фантом Блупере», где события разворачиваются во время Вьетнамской войны Ну и специфичный юмор фильма Здесь есть сцена, где бойцы смакуют фотографию ребенка, школьницы, которая прислала свое фото вместе с письмом поддержки Этого нет ни в книге Райта, ни в книге Фика Но сериал это демонстрирует, причем нет никаких намеков на оценку данного поведения Зритель сам должен решить, весело это или нет Как по мне, то это отвратительно Многие шутки в сериале вовсе не для того, чтобы повеселить зрителя, а просто для того, чтобы продемонстрировать специфический юмор военных Над такими шутками не всякий гражданский будет смеяться, но многие из тех, кто служил, поржут от души Видя, что и в таких моментах мы мало чем от них отличаемся Пожалуй, единственный юмор сериала, который добавлен ради юмора Это история фотографий подружки-репортера, которую он дал посмотреть какому-то морпеху И потом всю войну не мог вернуть ее обратно, поскольку фотография активно пошла по рукам морпехов Попутно обрастая отличительными признаками в виде каких-то пятен на лице той подружки Кстати, фоточку он так и не нашел, этого нет в первоисточнике, но создатели сериала эту линию добавили Про данное фото, наверное, отдельный фильм можно было снять Ох и похабное кинцо бы вышло Отдельного внимания заслуживает главный Enlisted, то есть самый старший неофицер в батальоне Сержант-майор Джон Сикста Он же Картофельная голова Эдакий антидукалис из параллельной злой вселенной Он только и делает, что по поводу и бес орет на остальной младший состав как чертов псих Однако в фильме есть и два уловимые момента, где он подмигивает То есть первое впечатление может быть обманчивое, и он лишь человек-функция Командным ором, не дающий подчиненным спуска и напоминающий, что устав превыше всего Человек, образцово исполняющий роль патентованного говнюка-тирана Я бы мог согласиться с тем, что он, несмотря на постоянное вздрючивание бойцов и сержантов, все же не отрицательный персонаж Если бы не одно но В 2014 году, спустя семь лет после выхода сериала, находящийся уже в отставке сержант-майор Джон Сикста Был приговорен к десяти годам лишения свободы за насильственные действия в отношении ребенка младше 14 лет Итак, всюду значится, что сериал основан на книге Эвана Райта Дело в том, что в сериале есть эпизоды, которых нет в книге репортера из Роллинг Стоун Но эти события упоминаются в другой книге В книге Натаниэля Фика «One bullet away» Эти книги особо не противоречат друг другу, но значительно друг друга дополняют Всегда хорошо, когда есть больше, чем один источник информации Еще лучше, когда каждый из них честен Трудно судить и делать окончательный вердикт по поводу честности этих книг Но и Райт, и Фиг в своих работах производят впечатление довольно объективных людей Мы подобрались к автостраде, планируя послать машины на западные и восточные участки Чтобы всем остальным можно было спокойно пересечь ее под охраной с флангов Как только мы покинули зону относительной безопасности в пустыне И уже практически подъезжали к автостраде Увидели два грузовика, едущих вверх по дороге на восток Они все приближались к нам, поехали почему-то по тротуару Я посмотрел в бинокль Машина очень похожа на Toyota Land Cruiser Окрашена в светло-коричневый цвет пустыни и с кучей народу внутри Народ – классический образец иракских военнослужащих Несколькими днями позже такие грузовики будут исчезать в огненных шарах При приближении к нам на милю по периметру Но пока был только первый день войны Убийства и разрушения еще не стали нашим ежедневным делом Мы тренировались в сборе информации И посылали ее командирам боевой части Которые курировали нашу деятельность Поэтому, когда грузовики переваливали через очередной холм Команда вела наблюдение Вместо того, чтобы открывать огонь Мы рапортовали обо всем, что увидели Я выслушивал тщательное описание грузовиков по радио И удивлялся Почему та сторона не открывает огонь? Но вообще-то я был доволен И у нас, и у противоположной стороны Хватило трезвости ума не начать по льбу Вообще, еще в той части своей книги, что описывала вояж Фика в Афганистан Он упоминал, что Саудовская Аравия поставила талибам много пикапов Тойота И снова Самолеты 11 сентября захватывают саудовцы Душмана мобили талибам поставляли саудовцы Бен Ладен Саудовец Но бомбить, конечно же, надо Ирак На вторые сутки вторжения разведбат столкнулся с большой массой иракских военнослужащих Которые предпочли сложить оружие Помня прошлую войну и понимая, какой ад их ждет, если они выберут путь сопротивления У многих были с собой противогазы Идя через пустыню, они избавлялись от всех вещей, без которых могли обойтись Но не от оружия, воды и противогазов Я заметил, что один мужчина, стоящий в сторонке, был гладко выбрит На нем была военная парадная выходная рубашка Он всегда поворачивал голову в ту сторону, из которой доносилась наша речь Было ощущение, что он понимает английский Я представился, мы пожали друг другу руки Он был командиром батальона, полковником И большинство солдат были его подчиненными Он поблагодарил нас за доброе к ним отношение Я ответил, что мы, как солдаты, имеем больше общего с другими солдатами Чем с другими людьми в нашем обществе Я спросил его насчет противогазов Не думает ли он, что американцы будут использовать против Ирака химическое оружие? Нет, ответил он Мы думаем, Саддам будет использовать его против вас А мы в это время застрянем как раз посередине В этой истории не раз происходили ситуации Когда какие-нибудь встреченные иракцы говорили морпехам Что там-то и там-то ждет засада Что там-то и там-то засели Федеины Саддама И у них с собой есть химическое оружие Это довольно любопытная деталь Сдающиеся военные, встречающиеся штатские Чуть ли не каждый точно знал, где оружие массового поражения Известный сюжет Вы ничего не знаете, вот именно я точно знаю Я сам видел, мне бабушка рассказывала Так ложь обретает силу правды И многие из тех, кто ее распространяет, уверены в своей правоте По нескольку раз в день морпехи получали общую команду «Газы» и вынуждены были спешно ее выполнять, будучи уверенными, что в этот раз в них точно что-то такое летит Как понимаете, подобные ложные тревоги гуманней военных никак не делают Любопытно, что периодически подразделение подвергалось обстрелу из стрелкового оружия и минометов Причем ни те, ни другие точностью не отличались Минометный обстрел вообще не отличался интенсивностью Разрывы начинались издалека, были редкими Постепенно приближались к батальону То есть чуть ли не после каждого выстрела минометчики делали поправку Которая тоже точностью не отличалась Но за это время морпехи или уничтожали корректировщика, или вынуждали его скрыться Что и говорить, боевая подготовка у иракцев была никакущая В общем, минометчики не очень беспокоили морпехов Даже когда мины падали где-то поблизости А вот призрачная угроза химатаки беспокоила больше А еще морпехов однажды серьезно напугал Зевс Да, именно так они называли ЗУ советского производства Зенитную установку Но, видимо, тут было чего бояться ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На Сирии тяжелые потери, захват иракцами пленных, среди которых женщина-солдат, которую подвергли насилию в плену. Вообще, если она в плену, то откуда такая информация? Конечно, возможно, сказался опыт прошлой войны. Во время бури в пустыне произошло нечто подобное. Женщина-военнослужащая попала в иракский плен и была подвергнута насилию. Но известно, это стало после ее освобождения. А что здесь? За последние четыре дня мы увидели дюжину раздолбанных иракских машин. Танки, разбитые американскими реактивными самолетами, грузовики и взорванные зенитки валялись на обочинах. Теперь на узкоколейках южного направления мы видели намного больше следов разрушения. Но что-то было не так. Я пригляделся. Хрень господня, орудийный сержант, это же хаммеры. На дверях были видны отпечатки окровавленных рук. На лобовых стеклах зияли дыры от пуль. Застывшая кровь. Столько крови. Я даже не мог себе представить, что в человеческом теле столько крови. Это были плачевные остатки ремонтной роты, которая, повернув не в ту сторону, наткнулась на насирийцев и была почти стерта с лица земли фидаинскими ополченцами. По крайней мере, девять солдат было убито и шестеро взято в плен. Включая рядового первого класса Джессику Линч. Но в тот день мы знали только одно. В тех хаммерах были американцы. И выглядело это так, что их убили всех до одного. Мы были в трех километрах к югу от моста. Казалось, что враг везде. За каждым деревом, каждой стеной, в каждом здании. Я боялся. Впервые в Ираке. Кровь приливала к голове. Ноги непроизвольно отбивали чечетку на полу машины. Мои колени поднимались и опускались, как механизм швейной машинки. Да, рядовой первого класса Джессика Линч. Поворот не туда. 23 марта 2003 года колонна 507 роты технического обслуживания армии США, 3-го батальона боевой поддержки во главе с Хамви, управляемая Лори Пиэстева свернула не в ту сторону и попала в засаду возле Нассирии. Хамви, в котором находилась Джессика Линч и Лори Пиэстева, на большой скорости врезался в грузовик той же колонны. По другим данным, перевернулся. Итогом этого неудачного поворота было то, что 11 американцев было убито, а пятеро попали в плен. От полученных при столкновении травм Лори Пиэстева, представительницы индейского племени Хоппи, выходец из бедноты и мать-одиночка скончалась. В плен попала также еще одна женщина, Шошана Джонсон, афроамериканка, также мать-одиночка. В плену оказалась и Джессика Линч, белая, блондинка, пошла в армию из-за нехватки в семье денег на обучение в колледже. Ну и как вы думаете, с чьим именем больше всего носилась военная пропаганда и американская пресса? Лори Пиэстева, коренная американка и мать-одиночка из резервации, чье племя насчитывает меньше 10 тысяч человек. Это первая женщина-индеец в истории США, погибшая за эту страну на чужой земле. Шошана Джонсон, мать-одиночка, афроамериканка, приехавшая в США из Панамы, где и родилась от американского сержанта. Или, ну конечно же, Джессика Линч. Еще бы, ведь она настоящий фэм Рэмбо. Она, угодив со своим подразделением в засаду, приняла неравный бой, отстреливалась до последнего патрона, при этом одновременно оказывая помощь раненым товарищам. Неоднократно была ранена и попала в плен, находясь уже в бессознательном состоянии. В первые же три часа ее подвергли насилию местные долбанные дикари. Кололи штыками и пытали, но она ничего не рассказала. Слыша эти истории и видя с экранов ТВ и страниц газет лучезарную улыбку белой Джессики, американцы с еще большим ожесточением ввалили этих долбанных дикарей, этих грязных хаджи пачками. Но, как уже говорилось, в ложь поверит больше людей, чем узнает потом, что это была ложь. Во время удара Хамви Джессика получила серьезные травмы и множественные переломы. Она была не в состоянии оказывать сопротивление, у нее не было ни единого пулевого или штыкового ранения. Джессику доставили в местную больницу и обеспечили ей лучший уход. Гораздо лучше, чем имели местные иракцы, пострадавшие от воздушных атак США. Насилию и пыткам она не подвергалась. Иракцы очень хотели выслужиться перед теми, кто очень быстро и методично захватывал их страну. Вот интересно, а как будут поступать в следующий раз, после того, как увидят фотографии из Абу Грейб? Приводить эти фотографии здесь не буду, просто погуглите, если интересно. Еще до прихода спецгруппы американцев, которые должны были освободить пленных, иракские военные покинули больницу. И когда американский спецназ явился, то они сняли на видео инсценировку штурма больницы. Со стрельбой, конечно. Все так, как публика любит. Но это все всплывет много позже, пока вернувшаяся на родину Джессика Линч купалась в лучах славы. Ну или страдала от чрезмерного внимания прессы. Журналист Рик Брэк, лауреат Пуллицеровской премии, между прочим, на скорую руку написал книгу «Я тоже солдат. История Джессики Линч». И про изнасилование он тоже написал. Ведь публика любит такие истории смаковать. Видимо, понимая, что происходит, Джессика начинает ссылаться на потерю памяти, когда ее без конца расспрашивают о всем этом. Но публика буквально носит на руках героиню. А потом, когда всплыла правда и разразился скандал, ей уже стали поступать письма с угрозами и оскорблениями, в том числе и от военных. Дескать, тыл, живая дрянь, ни наград, ни славы не заслужила. Джессика была уволена с почетом в том же 2003 году. Военное ведомство просто подставило девчонку, использовало ее, если хотите, поимело. Так что, военнослужащие всех стран, будьте готовы к тому, что и с вами могут поступить также ваши военные ведомства. Но вернемся к первому разведбату и сериалу о морпехах. Здесь также упоминается о том, как некого пленного морпеха распяли, либо повесили. Вероятно, речь идет о сержанте морской пехоты Фернандо Падилия Рамиреса, пропавшем без вести 28 марта. Его тело, возможно, уже мертвое, позже протащили по улицам Ашатры и повесили на городской площади. Мирные граждане его снимут и похоронят. Тело будет обнаружено, по их показаниям, американцами 10 апреля. Эту догадку подтверждает Нейт Фигг в своей книге. Повернулся, чтобы сфокусировать взгляд на вспышки света, которую я заметил боковым зрением, и увидел мертвую девочку в голубом платьице. Она лежала на дороге, и было ей примерно лет 6. Рядом с ней, обхватив руками голову, сидел мужчина, солдат в форме. Когда мы проезжали мимо, он что-то прошипел нам вслед. Возвращаясь к своему прошлому, я вспомнил, что еще давным-давно, учась в подготовительной средней и езуитской школе, как-то поймал себя на мысли, что шепчу под нос 23-й псалом. Я иду через долину Смертной Тени. Мы очень быстро проехали через Аш-Шатру. Из наших окон торчало все оружие, которое было в наличии. В то время мы еще не знали, но Аш-Шатра позже станет знаковым городом в этой войне. Как раз на этой дороге в засаду угодит колонна транспорта снабжения. Один из сержантов морской пехоты будет захвачен, искалечен, а по словам некоторых, распят. Также в сериале упоминается об отстранении от командования полковника морской пехоты Джо Дауди. Если порыться в чуланах интернета, то можно найти новостные сводки от 5 апреля 2003 года, в которых этот факт упоминается, но без подробностей. Видимо, потери и неудачи в Насирии сказались на карьере полковника Джо Дауди. Вообще, сериал рисует офицерский состав первого разведбата в довольно неприглядном свете. Капитан Америка просто клинический долбозвон. Командир Роты Браво и непосредственный начальник Фика, капитан Крейг Шветье, феерический дятел. Перед следующим заданием я напоминаю вам, кто ваш враг. Враг! Чёрт подери Габ! Кажется, ты гений! У тебя IQ случайно не 160! Ты талантище! Вот что о нем пишет Эван Райт. Подчиненные называют его человек дуб за его полную некомпетентность. Об уважении говорить не приходится. Кажется, что он просто всегда все делает не так как надо. Он бывший футбольный игрок в жизни, разведчик по специальности и по сути не имеет никакого опыта ведения боевых действий в пехоте. Еще резче в своей книге по своему командиру прошелся и Натаниэль Фиг, упомянув, что в роте дуба считали дерьмом. Полковник Стивен Феррандо, комбат по прозвищу Крестный Отец, любит говорить о себе в третьем лице, прямо как Юли Цезарь, который говаривал «Не может, Цезарь быть несправедливым». В речи много патетики. Если взять три источника, книгу Райта, книгу Фика и сериал, то именно сериал делает его малоприятным персонажем. Желая утереть нос британским союзникам, а заодно произвести впечатление на генерала Мэттиса, Крестный бросает морпехов-разведчиков на захват аэродрома Квалад-Сукар, который планируют взять британцы. И самое нелепое, захват осуществляется без предварительной разведки, что вообще абсурд, поскольку разведка есть первоочередная задача данного подразделения, это же разведбат. Но поскольку в спину дышат британцы, морпехов бросают на штурм аэродрома, на легких хамви с легким вооружением. Им повезло, аэродром оказался давно заброшен, но что было бы, если б там были готовые сражаться иракцы, с танками, засоушилка, артиллерией? Возможно, материал для этого сериала писать было бы просто некому. Вообще, всю кампанию по захвату Ирака первому разведбату крупно везло. Тем не менее, крестный отец решил немного облегчить задачу своим морпехам и объявил окрестности аэродрома зоной свободного огня. Здесь, в Ираке, мы были ограничены в возможностях приведения боевых действий. В качестве самообороны мы могли отвечать только пропорциональной силой огня. Стреляйте, если стреляют в вас. Или, если мы открывали огонь первыми, он мог быть только точечным. Оба варианта зависели от обстоятельств, необходимых для достижения боевой цели или несущих угрозу. Объявляется вражеским. Эти слова означают, что вышеперечисленные правила аннулируются. Означают, что сначала нужно стрелять, а потом задавать вопросы. В Квантика нам рассказывали о вьетнамской зоне свободного огня. Впоследствии эти зоны были признаны аморальными и контрпродуктивными. Однако сейчас Квалад Сукар был объявлен зоной свободного огня. Поясню. Изначально правила ведения огня были таковы. Вооруженное сопротивление будут оказывать Федеин и Иракская армия. Американцы могут стрелять в том случае, если сами подверглись атаке. И атаковать американцы могут только вооруженного врага, ведущего по ним огонь. Далее правила менялись. Если у кого-то оружие, даже если он не стреляет, даже оно просто висит у него на плече, валите его нахрен. Если из деревни выстрелил миномет, деревню снесут с лица земли. Убитые при этом женщины и дети не на совести американцев, а на совести тех, кто поставил там миномет. Если поблизости от вас падают мины и видите вдалеке гражданского на машине, или на крыше дома, или в окне. Возможно, это наводчик. Если штатский смотрит на вас в бинокль. Презумпции невиновности здесь быть не может. В дальнейшем все станет еще хуже. Огонь можно будет открывать по приближающимся машинам. Не важно, что там семья едет к родственникам. А может быть нет. Может это смертники. Уже после оккупации рака, когда начнутся теракты, стрелять можно будет по бредущему у дороги человеку с лопатой. Ведь если у него лопата, то возможно он закопал где-то у дороги бомбу. Стрелять можно будет в человека, у которого в руке мобильный телефон. Не думайте, что он хочет позвонить домой и спросить, что купить к ужину. Думайте, что он пытается дистанционно взорвать какую-нибудь бомбу. Также есть и юридические аспекты подобных деяний. В случае разбирательства по поводу очередных убитых гражданских, следствие принимает во внимание точку зрения того, кто их убил на момент убийства. То есть военному в тот момент показалось, что этот мирный житель вооруженный представляет опасность. Значит закон скорее всего будет на стороне подследственного. А разве есть законы выше американских? Таков закон. Римский закон. А разве есть другой закон? Ты женоподобная тварь. Это чтобы вы понимали, что оказавшись в местности, где американские войска в очередной раз защищают демократию и права человека, это как раз таки не про ваши права. Большинство раскладов делают из вас мишень. Если же вы находитесь в местности объявленной зоны свободного огня, то все живое здесь объявляется врагом. А американских военных учат очень метко стрелять, инстинктивно метко. А еще их учат выполнять приказ, инстинктивно. А зона свободного огня это приказ. Вот и подстрелил сидевший в машине Брэда Колберта пулеметчик Тромбли двух подростков-пастухов недалеко от аэродрома. Через несколько часов у периметра роты Браво появляются две бедуинские женщины. Бедуины это кочевое племя, которое скитается по пустыне, живет в палатках, пасет овец и верблюдов. Одна из женщин одета в алое платье и на вид ей лет 30. Она тащит какой-то тяжелый предмет, обернутый одеялом, в сопровождении пожилой женщины, с синими племенными татуировками на морщинистом лице. Когда подходит Брайан, она неистово разворачивает его, чтобы показать содержимое, которое оказывается окровавленным телом мальчика по виду лет 14. Затем мальчик открывает глаза, Брайан опускается на колени и видит четыре маленьких отверстия, по два с обеих сторон его живота. Брайан начинает немедленно оказывать ему помощь. На поле появляется еще несколько мужчин, они ведут 17-летнего парня, у которого по правой ноге струится кровь. В двух бедуинских мальчиков попали снарядами из пулемета САВ морской пехоты. Тромбли – единственный морпех, который стрелял в это утро из САВ. На расстоянии 20 километров вокруг других морпехов не было. Брайан оценивает состояние мальчика, громко ругаясь, когда приближаются другие морпехи. «Эти чертовы болваны, говорит он. Ублюдки, которым бы только с оружием поиграться». Младшего мальчика зовут Наив, его брата с простреленной окровавленной ногой, который хромает рядом, Латиф. Мальчишки вышли присмотреть за семейным стадом верблюдов, которая бросилась на утек, испугавшись машин хамви морской пехоты. Мальчики побежали вслед, когда по ним стали стрелять. У одного из них в руках была палка. Каждое из четырех отверстий на теле Наива – это место, где вошла пуля, а это значит, что четыре пули прошили его худой живот и грудную полость, разрывая внутренние органы. Колберт опускается на колени рядом с мальчиком и начинает плакать. Он не теряет контроль над собой, не ведет себя драматично, просто из его глаз текут слезы, и он произносит, «Чем я могу здесь помочь?» «Абсолютно ничем, твою мать», – говорит Брайан. Сериал почти точно воспроизвел эту сцену по описанию репортера, но обратимся к Натаниэлю Фику. Раны были сделаны пулями калибра 5,56. Пули такого калибра использовали в Ираке только американские солдаты. А единственными американцами здесь были мы. В ужасе я вспомнил наш штурм аэродрома. Мозаика собралась. Мы видели не оружие, а пастушьи палки. Не дульное пламя, а солнце, отражающееся в лобовом стекле. Бегущие верблюды принадлежали именно этим мальчикам. Мы подстрелили двоих детей. Взвод начал действовать. Две группы несли караул, а доктор Брайан принялся корпеть над мальчишками. Он разделил пострадавших по степени поражения и в первую очередь занялся тем, у кого были раны в животе. Быстро открыв свою аптечку, он схватил капельницы, физраствор, ножницы и марлю. Я подошел, чтобы помочь, и бессознательно ежился каждый раз, когда кровь просачивалась в мои перчатки. Мальчик находился в критическом состоянии. Вряд ли ему можно было помочь. Брайан мягко напомнил мне, что я могу быть более полезен в другом качестве. «Сэр, у нас здесь все под контролем. Вы не могли бы позвать сюда доктора Обина, а также попытаться организовать воздушную эвакуацию раненых? Скажите, требуется быстрое хирургическое вмешательство». Я, честно говоря, думал, что все поймут и осознают значимость быстрого реагирования, но ошибался. Когда я, задыхаясь, сбежал в штаб роты и объяснил, что случилось, капитан ответил, решение о помощи местным детям принимает не он, а его начальство. Времени вступать с ним в перепалку не было. Я пошел дальше. Майор Бенелли сидел в тени палатки штаба батальона и копался в индивидуальном байке. «Сэр, у меня двое раненых детей на линии. Мы подстрелили их во время штурма сегодня утром. Мой санитар делает, что может. На одному из них нужно быстрое хирургическое вмешательство». Он пожал плечами. «И что?» Я объяснил всю историю снова и в подробностях. «Полковник спит. Скажи иракцам, пусть они отправляются домой. Мы не можем им помочь. Он вернулся к еде. Я не мог бы сейчас ясно объяснить, что я чувствую и что хочу сделать. Я хотел сказать майору о том, что мы американцы, а американцы не подстреливают детей, чтобы потом оставить их умирать. Что солдаты моего взвода не смогут смотреть в зеркало всю оставшуюся жизнь. Я хотел заставить его пойти туда, положить руки на грудь мальчика и остановить кровь, ритмично струящуюся из пулевых отверстий. Я хотел схватить руками голову майора и резко повернуть ее в сторону, но не сказал, не заставил, не свернул майору шею. Я был вынужден смириться с его решением, старшего офицера, вне зависимости от их идиотизма, преступности или бесчеловечности. Я ушел. Нашел военного врача батальона лейтенанта ВМФ Алика Обина. Быстро ввел его в курс дела. Он широко раскрыл глаза от удивления. Быстро схватил все, что нужно и пошел к доктору Брайану. А я вернулся в штаб батальона. Нам все еще нужно было разрешение на эвакуацию мальчиков. И сам я этого сделать не мог. Бенелли, увидев меня, ухмыльнулся. Полковник еще спит, лейтенант. Я не собираюсь его будить и не собираюсь создавать угрозу безопасности американцам, только чтобы эвакуировать этих раненых. Может, ты поймешь, наконец? Моя беспомощность, трещины в моей душе, становились все больше и глубже, превращаясь в пропасть, заполненную страхом и яростью, горечью и сожалением. И вдруг я почувствовал себя, хотя и беспомощным, но не бессильным. В руках у меня был автомат. Я мог застрелить ублюдка. Я мог держать его в заложниках, пока он не вызовет вертолет. Просто у меня пока хватало трезвости этого не делать. Меня предупреждали о возможности возникновения такой ситуации. Я вернулся ко взводу. Я снова сдался. В итоге наши ценности были опрокинуты, и это угрожало разрушить меня, защитника Америки. Мое поведение не было внезапной вспышкой высокой морали. За войну, против войны, война за свободу, война за нефть. Философские дебаты были роскошью, от которой я не получал удовольствия. Войной было то, что я делал. Мы за нее не голосовали, не давали своего согласия и не объявляли о ее начале. Мы просто должны были в ней сражаться. А сражение для меня означает две вещи. Победа и возвращение моих солдат живыми домой. Впрочем, сказать живыми, значит установить планку слишком низко. Я должен был вернуть их домой физически и психически здоровыми. Да, ты можешь быть аморальным человеком, и тебе будет по приколу стрелять в людей. Война предоставит тебе такое удовольствие. Ты можешь быть благородным человеком, считающим, что твоя война справедлива. Но война может поставить тебя перед фактом. Ты убийца. Это для больших боссов, развязывающих войны и отправляющих тебя убивать и умирать. Война – прибыльное дело. Рэкет. Для тебя же война – это грязь и кровь. Твоя, твоих товарищей. Или ребенка, который умирает, потому что ты и твои товарищи пришли. Сериал демонстрирует разных людей, которые по-разному реагируют на подобные вещи. Потому что так честней. Да, военная машина старается подогнать рекрутов под единый стандарт. Приучает к смерти, крови, к убийствам. Требует кричать «килл», как главную заповедь морпеха. Но люди есть люди. Кто-то и до военной службы едва ли был человеком в известном смысле. Кто-то остается человеком даже в таких ситуациях. И, увы, действительность такова, что и после такого приходится идти дальше и снова стрелять. Устал. Холодно, сыро. Голодный, опять же. Чувствую себя морским пехотинцем. Я впрыгнул в окоп к команде. Так мы сможем пошептаться и разделить тепло наших тел. Эспера улыбнулся. Лейтенант, в последний раз я видел вас в холодном окопе в Афганистане. Начинаю чувствовать себя старым служакой. Ты и есть обычный бывалый вояка, Эспера. Подожди. В следующем году будет Сирия, потом Северная Корея, а потом кто знает, где мы окажемся. Больше никаких учений. Только война, война, война. Ну да, а потом, когда все это закончится и прошедшие все это люди выходят на гражданку, начинаются новые проблемы. Ведь не просто оставить все это где-то там, далеко позади. Три месяца моей жизни ушло на превращение меня из гражданского в морпеха. Затем 21 год я был собственным морпехом. И одну неделю я потратил на превращение назад в гражданского. Говорит о многом, да? А ПТСР часто возникает, так как в бою порой случаются абсолютно ненормальные вещи. Жестокие и травмирующие. Мы не можем их с чем-то сопоставить из прошлой жизни. И что происходит? Ты выходишь из травмирующей обстановки, покидаешь зону боевых действий, приезжаешь домой, а то происшествие крутится у тебя в голове. Ты его не переработал, не принял. И оно заклинивает. К сожалению, зачастую симптомом таких проблем является отдаление от людей. Ты знаешь, что близкие тебя любят и поддерживают и хотят, чтобы тебе стало лучше. Но ты настолько занят саморазрушением, что они не могут оставаться рядом. Совершенно зря мы во многих случаях безалаберно относимся к этой теме. И учитывая, что это общечеловеческая проблема, преодолевающая любые языковые и национальные барьеры, почему мы не постарались найти способы ее обнаружения и лечения, просто не понимая. Сериал несколько смягчил происшествие на блокпосту, когда была убита маленькая девочка. То, как описал это Эван Райт, было чем-то гораздо более жутким. Прочитайте, если интересно. А судя по интервью, который Руди Рейес дал BBC для документального сериала «Однажды в Ираке», создается впечатление, что это не один такой случай. Ведь Руди говорит о большем количестве жертв в машине, чем упоминал журналист. Стоит здесь также привести эпизод, который ни Эван Райт, ни сериал не упоминают. Передвижные лаборатории по производству химического и биологического оружия. Это ведь то, ради чего всю кашу заварили. Возвратившись, Лавел сказал мне, «Сэр, мне нужно вам кое-что показать. Просто перейдите здесь дорогу, и вы увидите. На поляне стояли два длинных трейлера. Они были покрашены в цвет пустыни. На крышах виднелись кондиционеры. Без окон, на дверях висячие замки. Все, что мы видели в Ираке, было грязным и в забвении. Эти же трейлеры блестели. Я знал, о чем думал Лавелл. Он решил, что это мобильные лаборатории по разработке биологического оружия. Нас инструктировали по этому поводу. И трейлеры полностью подпадали под это описание. «Возьмите свои кусачки и защиту от оружия массового поражения», — сказал я. «Я буду рапортовать начальству после вашего возвращения. Нужно знать, что находится внутри». Группа 3 побежала к объекту, а мне в это время передавали новые сведения по передвижению батальона. Группа Лавелла срезала замок первого трейлера и осторожно вошла внутрь. Вдоль стен располагался нержавеющий инвентарь и цифровые дисплеи. Почти все надписи были сделаны на арабском. Ребята думали, что сорвали большой куш, пока не начали открывать шкафчики и буфеты. Подносы, тестосмесительные машины, мерные ложечки. Мобильная лаборатория по разработке оружия массового поражения оказалась кухней иракской армии. Мы дружно посмеялись. Только годы спустя станет ясно, что никаких новых разработок по созданию и производству оружия массового поражения в Ираке не было и фарс с пробиркой в ООН действительно оказался фарсом. То есть большинству обывателей в мире теперь известно, что не было химического оружия у Саддама в 2003 году. Однако не все так просто. Американцы находили там химические боеприпасы уже после оккупации. Только в 2015 году американское военное ведомство признало, что имеет порядка 600 заявлений от американских военных, поданных начиная с 2004 года, и в которых военнослужащие докладывали, что пострадали от химического воздействия во время несения службы. Многим из них, несмотря на то, что предоставлялось лечение, отказывалось в признании воздействия химоружия на организм в условиях несения службы. А ведь некоторые стали инвалидами. Но если военное ведомство не признает потерю здоровья при исполнении служебных обязанностей, и не признает, что имел место контакт с боевым отравляющим веществом противника, то это уже твои проблемы. И никакой особой помощи от дяди Сэма не жди. Более того, вся информация о контактах этих военнослужащих с химическими боеприпасами американцами же была засекречена. Но почему? Это ведь то, что так долго и безуспешно искали. Это то, что легитимирует вторжение в Ирак и все эти тысячи жертв войны. Дело в том, что иракские химические боеприпасы были американского производства. Вероятно, это отголоски той самой сделки Дональда Рамсфолда из Саддама Хусейна в декабре 1983 года, когда шла Иран-Иракская война. В общем, это совсем не то химоружие, о котором твердил Колин Пауэлл в ООН, тряся пробиркой. Это не те дроиды, что вы ищете. Среди пострадавших военные инженеры по разминированию Джеймс Бернс и Майк Яндл пострадали в 2004 году. Аннет Неллис попала под воздействие опасного агента во время службы в Ираке в 2005 году. С ней пострадали Ронни Уокер и Брайан Орнштейн. Инженер Ричард Бизли пострадал в 2011 году. Это те из пострадавших военнослужащих, которые стали известны благодаря публикациям New York Times. После данных публикаций военное ведомство все же начало рассмотрение сотен заявлений от людей, многие из которых годами страдают от хронических заболеваний. И это стало следствием контакта с боеприпасами, содержащими химические агенты. Но даже после придания гласности данных инцидентов не всем удается добиться полноценной помощи. Уже в 2019 году Аннет Неллис сказала, что с трудом верит в какие-либо положительные изменения в отношении себя и других военнослужащих, ставших жертвами химического оружия в Ираке. И добавила, теперь мы сражаемся с государством, за которое когда-то шли в бой. Подозреваю, что Аннет Неллис, наверное, не слышала про марш бонусной армии. Американцы и их союзники по НАТО пробудут в Ираке десяток лет, но все эти боеприпасы так и не будут уничтожены полностью. А позже многие из этих снарядов попадут в руки ИГИЛ. Ну вы знаете, террористическая организация запрещенная на территории Российской Федерации. Сериал заканчивается захватом Багдада и по сути победой. Все эти события с химическим оружием и прочим возникнут уже позже. А пока Ирак захвачен, режим свержен, победа, минимум потерь, есть сопутствующий ущерб в виде энного количества убитых гражданских. Ну какая война без них обходится? И вообще, 11 сентября и так далее, вы в курсе? Некоторым зрителям может показаться, что сериал превращает неприглядные стороны войны и убийства гражданских в норму. Нет, это не так. Он показывает, что для многих военных это норма. А для многих вовсе нет, и это ложится на них тяжким грузом. В самом конце создатели немного дали волю фантазии и демонстрируют, что весь скопившийся в умах морпехов негатив они начинают выплескивать друг на друга. Все-таки никакая это не норма. И уж не такая эта сцена и фантазия. Кое-что похожее упомянет Фиг в своей книге. Многим может показаться, что сериал демонстрирует войну как веселую и довольно легкую прогулку. Да, есть такой риск, но надо понимать, что конкретно подразделению Нейтана Фига, а именно в этом подразделении находился Эван Райт, всю дорогу неимоверно везло. Они не пострадали от дружественного огня, хотя под него попадали. Они не пострадали от огня противника, хотя попадали и под него тоже. Фиг не потерял ни одного человека убитым. Только один был ранен, сержант Ларри Шон Патрик по прозвищу Паппи. С простреленной ногой он продолжал вести бой, и только после боя его отправили в госпиталь. Не всегда и не всем так везет. Уже после того, как Натаниэль Фиг решит покинуть военную службу и его заменят другим командиром, его подразделение понесет потери, оказавшись в городе Фалуджа. И среди первых жертв в этом подразделении будет и сам человек, заменивший Фига в его должности. Капитан Брэнд Моррелл. Я возвращался в Вашингтон. Опять звонок Кары. Нейт, у меня плохие новости. Я съехал на обочину. Капитан Моррелл умер. Во время контрнаступления Брэнд получит пулю в грудь. Морские пехотинцы рассказывали, что когда он умирал на вертолете, эвакуирующем раненых, его рыжие волосы вмиг стали седыми. Фигу снова повезло, он уже был на гражданке. Получив звание капитана морской пехоты, он решил оставить военную службу. Возвращение на родину, это уже всем известное клише. Как только мы приехали в Кувейт, я почувствовал, что будет происходить дальше. Психика одного морского пехотинца, не из нашего батальона, дала трещину почти мгновенно. Он застрелил одного из солдат, когда они вместе играли в тачбол. Из Кувейта мы вылетели на борту коммерческого авиалайнера. Как только колеса оторвались от земли, салон самолета взорвался криками «Ура!» и другими присущими данному поводу. Мое сидение было чистым, еда вкусной, а стюардесса красивой. Некоторые болтали, но большинство спали. Я смотрел в иллюминатор. Пирамиды Гизы ускользали в утреннем свете назад. Во Франкфурте я минут 20 стоял у дверей терминала и просто наслаждался видом зеленой травы. Мы вошли в американское воздушное пространство в районе Сиракьюс, севернее штата Нью-Йорк, во вторник, 3 июня 2003 года, в 2 часа пополудни. Пилот сказал, «Добро пожаловать домой!» И мы опять заорали «Ура!». В ту ночь в номере отеля я чувствовал себя одиноким. Нет шипения рации, нет звезд над головой, нет морских пехотинцев, стоящих в патруле где-то поблизости. Я мог спать не больше двух часов подряд, потом вставал, думал, бродил и ложился опять. Перед рассветом я не выдержал, пошел в душ во второй раз за эту ночь, только потому, что сейчас я мог себе это позволить. По дороге домой я застрял в пробке, а потом зашел в продуктовый магазин, холодильник требовал еды. Я был так счастлив и благодарен за простые повседневные удобства, что практически забыл о войне. Возвращение было гладким и безболезненным. Тогда я представлял себе, что четырехмесячный отрезок времени был сном, который я скоро забуду. Но капля за каплей пустячные мелочи тащили меня обратно в омут воспоминаний. Однажды в субботу мой приятель, морской пехотинец, не служивший в Ираке, пригласил меня на стрельбы по тарелочкам в тир кэмп Пендельтона. Я принял приглашение рефлекторно. Когда мы ехали по автостраде, я поймал на себе его удивленный взгляд. Что ты нахрен делаешь? И тут я понял, я вел машину беспорядочными зигзагами. Мы привыкли делать это в Ираке. Так было труднее попасть в Хаммер лимонками. Извини, я какой-то рассеянный. Придя в тир, я встал на линию огня, взял дробовик и пакет с пульками, и вдруг я осознал свое полное нежелание стрелять по тарелочкам. Последний раз я пускал в действие оружие 1 апреля около полуночи, на автостраде севернее от Эль-Хая. Я сканировал каждого человека на улице, осматривал с ног до головы, ища признаки пистолета или бомбы. Я проглатывал каждую, даже ничтожную новость о сражающихся солдатах, но предпочитал об этом не говорить. Иногда я начинал плакать, абсолютно беспричинно плакать. Когда водитель подрезал меня на узкой дороге, я представлял себя без эмоций, как откидываю его голову назад и перерезаю горло ключом от машины. 4 июля, услышав взрыв фейерверка, я побежал к машине и начал судорожно искать пистолет в кармашке передней двери. Его, понятное дело, там не было. И еще сны. Я думал, что схожу с катушек, а это значило, что пока я был в своем уме. Это-то я знал наверняка. Если я боюсь свихнуться, значит я еще нормальный. Сумасшедшие думают, что они в своем уме, только здравомыслящие могут думать, что сходят с ума. Я утешал себя тавтологией. Проведя три года в качестве командира взвода, я получил повышение, став капитаном, и был занесен в список кандидатов на должность начальника курсов по основам разведки. В морской пехоте есть ограниченное количество оперативной работы, поэтому два моих развертывания в боевом порядке гарантировали мне офисное турне, а не очередную поездку в Афганистан или Ирак. Поступая в школу подготовки офицеров в 98 году, я решил остаться в морской пехоте. После Афганистана эта решимость несколько ослабла. После Ирака я знал, мне нужно уходить. Я ушел из морской пехоты, потому что мне перехотелось воевать. Многие морские пехотинцы напоминали мне гладиаторов, в них было непостижимое качество, присущее прирожденным бойцам, готовность всегда и в любую секунду своей жизни надеть латы, взять в руки меч и начать сражаться. Я их уважал, восхищался ими, пытался им подражать, но все равно я не был одним из них. Я мог убить, если не мог поступить по-другому. Я почти сразу подсел на адреналин, вырабатывающийся при сражении, как, впрочем, и все остальные солдаты. Но я не мог принять сознательного решения сделать такое состояние нормой своей жизни. Великие командиры морской пехоты, как все великие борцы, могут посылать на смерть тех, кого любят больше всего в жизни. Своих солдат. Это основной принцип войны. Я же убедился в том, что для меня это самое тяжкое. Я дважды обманывал судьбу, испытывать ее дальше было бы глупостью. Чуть ее не подвело Натаниэля Фика, он вовремя ушел. И надо заметить, это не очень-то просто уйти со службы. Морально и психологически непросто. После моего увольнения я дрейфовал. В возрасте 26 лет мне было все-таки страшновато, ведь я уже прожил лучшие годы моей жизни. Больше никогда я не испытаю той общности и единства в достижении цели, которую я испытал в морской пехоте. Также я осознал, что участие в боевых действиях почти выбило меня из жизненной колеи. Несмотря на любовь моей семьи, поддержку друзей и хорошее образование, война оставила след на каждом аспекте моей жизни. Но если уж я довел себя до такого состояния, то что же говорить о моих морских пехотинцах? А что будет с парнями, у которых нет семей, чьи друзья даже не пытаются вникнуть в их проблемы, которые уйдут из морской пехоты и не будут иметь перед собой таких перспектив, как я? Я переживал, что они выживут в войне только для того, чтобы умереть на ее поминках. Направив всю свою энергию на подачу заявления в аспирантуру, я в скором времени был удостоен звонка из приемной комиссии. Мистер Фиг, мы прочитали ваше резюме и были очень впечатлены. Но член нашего комитета прочитал статью Эвана Райта о вашем взводе в журнале Роллинг Стоун. Он вас цитирует. Плохая новость, нам сегодня почти не удастся поспать. Хорошая новость, начинаем убивать людей. Она сделала паузу. Ждала, что я начну отнекиваться от цитаты. Я молчал. Она продолжала. У нас в штате есть офицер в отставке, и он предупредил меня, что существует категория людей, которым нравится убивать. И не очень бы хотелось находиться рядом с ними. Вы бы не могли объяснить мне ваши процитированные слова? Нет, не мог бы. Вы один из таких людей? В ее тоне была серьезность и даже оттенок мольбы. Вы имеете в виду, не стану ли я забираться на вашу часовую башню и убивать людей из своего охотничьего ружья? Теперь молчала она. Нет, я не стану. Хочу ли я вывернуть для вас свою душу наизнанку? Нет, не хочу. Не меньше меня раздражали попытки проявления уважения и понимания, пропитанные бесчувственностью и невежественностью. Но хуже всего воспринималась похвала людей за то, что вы парни там делали. В благодарность им хотелось спросить. Стреляли в детей, с ужасом вглядывались в тропинки и метали снаряды в дома людей. Быть там это не гордость. Моей гордостью были, есть и будут правильные решения. Я надеялся, что сделал больше правильного, чем неправильного. Надеялся, что не играл жизнями людей. Там я был вынужден признать, что единственный способ борьбы со злом другое зло, но с добрыми целями. В корпусе морской пехоты США есть традиция, которая, как говорят, уходит корнями в ритуалы викингов. Когда кто-то из викингов уходил на покой, то остальная его братва отдавала ему его весло. Как символ того, что без этого викинга, а значит и без его весла, дракар будет плыть заметно хуже. Такое весло поднесли Натаниэлю Фику и его бойцы. Патрик вырезал его из четырехфутового полена. Зеленая рукоятка обмотана парашютной стропой. Мои капитанские нашивки, значок, выданный после прыжков с парашютом, в форме крыльев и орденская лента украшали нижнюю часть весла. С обратной стороны Руди нарисовал эмблему первого разведывательного и приклеил фотку взвода, сделанную в Кувейтской пустыне накануне войны. Я потянулся, чтобы дотронуться до нее и понял, это в прошлом. Когда моя рука охватила рукоятку весла, обмотанную парашютной стропой, я перестал быть командиром взвода. По их словам, я получил повышение из командира в мистеры. Я же знал одно, самый важный год в моей жизни подошел к концу. Несколько лет спустя Натаниэль Фикк уже выступал на съезде Демократической партии, когда была выдвинута кандидатура Барака Обамы на пост президента США. Затем он был генеральным директором Центра новой американской безопасности, структурой, в которую включаются многие бывшие военные, прошедшие горячие точки. А позже он стал членом консультативного совета ветеранов в Джи Пи Морган. Джи Пи Морган. Где-то я слышал это название. Да, Нейт Фикк не стал новым с Мэдли Баттлером. Да и не провел он большую часть жизни в корпусе. Впрочем, и не обязан он ни то, ни другое. Это все же личный выбор, а для такого выбора должно прийти некое понимание происходящих вокруг процессов. Войны были и будут. Как говаривал бравый с Мэдли, некоторые получают прибыль, а остальные платят. Да, в его работе встречаются вещи, которые могут сейчас показаться наивными, но это простительно для человека, писавшего о войне почти столетия назад. За это столетие много чего произошло. И сейчас, быть может, он над некоторой наивностью в своей книге посмеялся бы, как знать. Но вот в чем был действительно меткий выстрел с Мэдли Баттлера, так это в определении данном войне. Воины будут. Никуда не денутся солдаты, матросы, морпехи. Ведь никуда не денутся генералы, бросающие их в бой, раздающие циркуляры о правилах применения оружия в данный момент, объявляющие зоны свободного огня, раздающие железки с пестрыми лентами в обмен на подорванное здоровье и психику, а может даже и саму жизнь. Никуда не денутся сверхприбыли тех, кто заинтересован в этом кровавом бизнесе. А Америка, как наиболее активный участник конфликтов нового времени, будет еще долго законодателем МОД. Другие страны по мере своих возможностей стараются и будут стараться подогнать под американские стандарты снаряжение солдат, оснащение войск. Шлемы, похожие на американские, камуфляжи, похожие на американские, обвесы оружия, как у них, машины, похожие на хамви. Будут копироваться методы обучения и тренировки личного состава и тактика ведения боя, ведь они же в этом впереди. Кто-то, конечно, будет утешать себя мыслью, что они на самом деле не умеют воевать. Такому утверждению очень удивились бы 250 тысяч отборных солдат Ирака. Много еще кто удивился бы такому утверждению. Кто-то скажет, они воюют только со слабыми, не воюют на равных. Серьезно? Вы что, с рингом войну перепутали? Ну и кто в неядерной войне сравнится по опыту, высокотехнологичному оснащению с ними? За чьим имиджем неустанно следит огромная машина кино и игровой индустрии? И главное, за кем самая ходовая валюта планеты? Ну так кто может воевать с ними на равных в неядерной войне? А о ядерной войне говорить пока особо нечего, потому что ядерной войны пока еще не было. К счастью. Ведь к счастью, да? Конечно, что-то в будущем может измениться. Каким-то чудом кто-то займет их место. И будет примерно то же самое, просто под другим флагом. Однако армии армиями, но есть еще кое-что. То, что предпочитает оставаться где-то в тени. И речь сейчас не о спецслужбах. Речь о частных армиях. Новое слово в войне. Креативный метод опосредованного участия в тех или иных конфликтах. Но все новое – это хорошо забытое старое. Давайте вспомним влиятельного венецианца Энрико Дандолло, который, обещая значительные дивиденды в виде богатства, обреченного на разграбление Константинополя, занял в долг у венецианского государства для деятельного участия в четвертом крестовом походе. И нанял подразделение своих прото-морпехов. Частную армию упоминал в своем докладе о фашистском заговоре в США и с Мэдли Баттлер. И финансировалась эта армия компанией Джипи Морган, которая ныне, как и сто лет назад, берет под свою опеку бывалых вояк. Но сейчас, в эпоху роста влияния транснациональных компаний, да и роста самих транснациональных компаний, это не менее важный элемент бизнеса и того самого рэкета. Армии стран мира финансируются на средства налогоплательщиков. Армия – это часть общества. Общественный резонанс могут иметь потери солдат. Военные ведомства должны перед обществом отчитываться. Конечно, они стараются этого не делать, морочить голову, но все же. Это то и дело приводит к скандалам. А что с частными армиями? Перед кем это они должны отчитываться? Частная компания на то и частная. Это же законы рынка. Это коммерческая тайна. Это частная собственность. Куда вы лезете? Вы что, против частной собственности? Против коммерческой тайны? Против законов рынка? Вы против капитализма, что ли? Вы что, коммунист? Ну и кстати, потери – это ведь тоже коммерческая тайна. Свои частные армии можно именовать как угодно, а в случае чего сменить название и логотип. Провести ребрендинг. Ну, как строительные компании, которые берут вас в долевое участие, а потом с вашими деньгами исчезают, сменив телефон, офис и название фирмы. Называй эту частную армию как хочешь. Хоть черная вода, хоть мокрая вода, хоть теплая вода, хоть золотой песок. Или в честь музыканта какого-нибудь. Хоть Моцарт, хоть Сальери, хоть Вагнер, или хоть Юри Лоза. И если что, можно быстро поменять вывеску и концы в воду. А еще это неплохая экономия. В ЧВК берут людей, уже имеющих военную подготовку или даже опыт участия в боевых действиях. То есть бывший военнослужащий, на обучение и подготовку которого были потрачены деньги налогоплательщиков. Становится желанной добычей отдела комплектования любой частной военной компании. А уж коль скоро речь идет в том числе и о крупных ЧВК, принадлежащих транснациональным компаниям, то туда могут набирать бывших военных из разных армий разных стран. Причем комплектовать группы будут так, чтобы потенциально конфликтные между собой юниты никогда не пересекались. Есть такие люди, кто хорошо обучен, но изгнан из армии за поведение, не отвечающее стандартам и требованиям, предъявляемым к военнослужащим. А эти люди ничего другого-то и не умеют. Частные военные компании будут ждать таких с распростертыми объятиями. Конечно, не все частные контрактники такие люди, но и такие там есть. И уж конечно, если где-то преступление совершил военный какой-то страны, то это пятно на стране. А если частная военная компания? А чья это компания? А это точно их контрактники? А с чего вы взяли, что это компания этой страны? Да вы посмотрите, у них офис зарегистрирован вообще на планете Салуса Секундус. Че вы пристали? Численность армий стран регламентируется бюджетом или международными договорами. Численность ЧВК ограничена лишь возможностями хозяина. Чем крупнее корпорация и чем успешнее бизнес, тем больше наемников она может себе позволить. Иные ЧВК поглощают другие, как и любой другой бизнес, впрочем. Одна из крупнейших ЧВК в мире, британо-датская G4S, численностью превосходит британскую армию. И эта компания продолжает скупать и поглощать более мелкие ЧВК. Всегда найдется рыбка покрупнее. Конечно, частная военная компания это еще не значит война. Это охрана спортивных мероприятий, концертных туров, транспортировка грузов каких-нибудь. Не важно каких грузов, это коммерческая тайна. Но если один из самых прибыльных бизнесов это война, то разве будут они в стороне? Да, войны еще будут. Если где-то куда-то вторгается армия или морпехи, в их тени теперь следует ЧВК. И кстати, кровавая мясорубка в иракском городе Фалуджа в 2004 году началась с атаки на конвой частной военной компании Blackwater и убийства четырех ее контрактников, чьи изуродованные тела затем были повешены на мосту. А затем к городу потянулись щупальца белого фосфора. Но это уже другая история. Сериал «Поколение убийц» заканчивается неким символизмом. Бойцы Нейтана Фико смотрят отснятые на видеокамеру моменты из их вояжа по Ираку. Веселые моменты, кровавые моменты, взрывы, отдых, смерть, шутки. Создатели сериала заставили морпехов одного за другим покидать просмотр видео по какой-то едва уловимой шкале морали. Первыми уходят те, кто, видимо, разочарованы в их миссии, в войне. Кого гложат невинные жертвы этой войны? Кого беспокоит будущее, которое ждет людей, которых они якобы освободили? Последними остаются Персон и Тромбли. Тот самый, что подстрелил у аэродрома двух подростков. Который весь сериал стремился пустить в ход свою малышку, пулемет, который очень хотел кого-нибудь убить, и его желание исполнилось. Персон в этой сцене остается не как такой же аморальный тип, а как противоположность ему. Он смотрит на Тромбли, совершенно не понимая этого бойца. Но при этом они оба часть единого целого, и они олицетворение того поколения, что Эван Райт окрестил поколением убийц. И венчает сцену, цитата, из Откровения Иоанна Богослова. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, имя которому – Смерть. Советский фильм «Иди и смотри», чье название тоже отсылает к тому же самому Откровению Иоанна Богослова, хорошо известен на Западе и в США. Интересно, создатели сериала «Поколение убийц» понимали, какие аналогии может вызвать заключительная сцена их фильма? Впрочем, это, конечно же, всего лишь совпадение. А ты, Тони, чем сейчас занят? Я в частный сектор ушел. Вот, в прошлом году месяца четыре в Басре провел. Эрик, а ты где и как? Думаю, тоже в частный сектор пойти контрактником стать, или, может, тут, в Голливуде найти работу, кто знает. Может, на Эверест сберусь. Ну что ж, кто-то подался в ЧВК. Работа есть работа, жить на что-то надо. Брэд Колберт столкнулся с проблемами после выхода серии статей Эвана Райта. Сержанта Колберта неоднократно вызывали к начальству, чтобы он дал объяснение тем или иным репликам самого Колберта или его бойцов. Иногда он даже сталкивался со стракизмом со стороны некоторых сослуживцев после выхода этих статей. Однако Брэд Колберт был первым, кому Эван Райт сообщил о своем намерении превратить эти статьи в книгу «Поколение убийц». Более того, Эван Райт попросил даже у Брэда Колберта благословения для этого начинания. Несмотря на проблемы, которые у Брэда из-за этого возникали, Колберт оказался доволен тем, что эта книга вышла в свет и впоследствии превратилась в телесериал. В 2004 году, когда Эван Райт приехал на одну из калифорнийских баз Корпуса морской пехоты в Кэмп Пендлтоне, он был арестован и заключен в наручнике военной полиции. Так, один из офицеров, упомянутых Райтом в его статьях, решил на нем отыграться. Однако в следующем 2005 году Эван Райт получил награду от Фонда наследия Корпуса морской пехоты. Журналист Эван Райт активно помогал Натаниэлю Фику в деле публикации его книги «One bullet away». И в заключительной серии сериала «Поколение убийц» есть пасхалка, намекающая на книгу Натаниэля Фика. Статьи Эвана Райта помогли оправдать сержанта Кочера и его товарища Джеффри Карисалеса, которые обвинялись в издевательствах над иракскими военнопленными. Благодаря Эвану Райту до общественности были донесены сведения, что за этим на самом деле стоял «Капитан Америка». После Ирака Джеффри Карисалес оставил военную службу и стал стендап-комиком в Лос-Анджелесе, активно критикующим военную политику США и корпус морской пехоты. Джош Рэй Персон. Он очень удивился, когда узнал, какого актера подобрали на его роль. Однако впоследствии остался очень доволен актерской работой. Рэй Персон после Ирака также оставил военную службу. В своем интервью для интернет-портала military.com в конце 2016 года Джош Рэй Персон сказал, «Война – это глупость. Война – это уродство. Война – это бардак. Война – это смерть». Кому-то эти слова могут показаться банальщиной, но они тем ценнее, что звучат из уст «морпеха» вместо привычного «морпеха». «Морпеха» 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 «Маринес! Килл 3! 1! 2! 3! Килл» Килл» «Морпеха» 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подходил к концу 2021 год. Легенда гласит, что Эван Райт по-прежнему безуспешно ищет фотографию своей подружки, которая до сих пор где-то ходит по рукам. А ты как, Руди? Я также в сфере фитнеса до боевых искусств работаю. Это вся моя жизнь, буквально с трех или четырех лет. Ну и планирую побольше играть, сериалы, кино... Прон? Ну не, гейский прон. Ты бы там просто королем стал. Ну видите, какие они. Продолжение следует...